Более свежий Студия «Буревестник» представляет Записки Алексея Петровича Ермолова во время управления Грузией Предисловие Алексей Петрович Ермолов и его записки «Алексей Петрович Ермолов бесспорно принадлежит к числу выдающихся военных и государственных деятелей России. По отзыву декабриста Орлова, имя Ермолова должно служить украшением нашей истории. Подвиги ваши – достояние Отечества, и ваша слава принадлежит России», – писал Ермолову Александр Сергеевич Пушкин. Ермолов был воспет в стихах Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Кондратия Рылеева, Федора Глинки, Вильгельма Кухельбекера. Это была сложная и противоречивая личность. Грибоедов, служивший при Ермолове адъютантом по дипломатической части, близкий к нему и хорошо его знавший, называл его «сфинксом новейших времен», намекая на глубину и загадочность этой личности. Человек сильной воли и независимых взглядов, не признававший никаких авторитетов, преданный патриот, горячо любивший Россию и все русское, находившийся в оппозиции к каракчеевскому режиму, Ермолов импонировал декабристам, но верно служил монарху на военном и государственном поприще во время коалиционных войн России против Наполеона в 1805-14 годах и проконсулом Кавказа в 1816-27 годах. Ермолов происходил из старинной, но небогатой дворянской семьи. Его отец, Петр Алексеевич Ермолов, был владельцем небольшого имения из 150 душ крестьян в Муценском уезде Орловской губернии. В царствовании Екатерины II он занимал должность правителя канцелярии генерал-прокурора графа Самойлова, а с туплением на престол Павла I ушел в отставку и поселился в своей деревне Лукьянчикове. Мать Ермолова, урожденная Давыдова, находилась во втором браке за его отцом. По матери Ермолов находился в родстве с Давыдовыми, Потемкиными, Раевскими и Орловыми. Знаменитый партизан и поэт Денис Давыдов доводился ему двоюродным братом. Родился Алексей Петрович Ермолов 24 мая 1777 года в Москве. Поначалу он получил домашнее образование. Первым его учителем был дворовый крестьянин. Далее Ермолов проходил обучение у богатых и знатных родственников, приглашавших домашних учителей. Своё образование Ермолов завершил в благородном пансионе при Московском университете. Как тогда было принято, ещё в младенчестве Ермолов был записан в военную службу. В 1778 году он уже числился каптан-армусом лейб-гвардии Преображенского полка, а вскоре сержантом этого полка. Начал Ермолов военную службу в 15-летнем возрасте. В 1792 году он был приведён в Петербург, произведён в капитаны и зачислен в Нежинский-Драгунский полк старшим адъютантом генерал-порудчику Самойлову. С 1794 года начинается боевая служба Ермолова. В тот год он отличился при штурме предместия Варшавы в Праге и был замечен командующим русскими войсками против повстанческой армии Тадеуша Костюшко Александром Васильевичем Суворовым. По личному распоряжению Суворова Ермолов был награждён Орденом Георгия IV степени. В 1795 году Ермолов был возвращён в Петербург и определён во 2-й бомбардирский батальон, но в том же году по протекции влиятельного графа Самойлова был направлен в Италию, где находился при главнокомандующем австрийскими войсками генерале Дэвисе, действовавшими против французских войск, находившихся в Италии. Однако вскоре Ермолов был вызван в Петербург и назначен в Каспийский корпус графа Зубова, направленный против вторгнувшейся в Закавказье армии Ага Мохаммедхана Каджара. На первых порах военная карьера Ермолова складывалась удачно. В 1797 году он уже в чине майора, а 1 февраля 1798 года ему присваивают чин подполковника, назначают командиром конно-артиллерийской роты, расквартированной в небольшом городке Несвижи, Минской губернии. Но вскоре ему было суждено выдержать суровые испытания. Распространение просветительских идей в России в конце XVIII века захватило и молодого Ермолова. Он стал членом политического кружка, руководимого его братом – Каховским. В кружке занимались чтением запрещенных книг, восхвалением Французской республики, сочинением и переписыванием сатирических стихов, в которых высмеивался Павел I. Кружок просуществовал недолго и был раскрыт тайной полицией Павла. Каховского арестовали. При обыске в его бумагах было обнаружено письмо Ермолова к нему, которое резко аттестовал своих начальников. Письмо явилось поводом для ареста и допроса Ермолова, который был доставлен в Петербург и посажен в каземат Алексеевского Равелина. Через два месяца он был выпущен из каземата и направлен в виде царской милости в ссылку в Кострому. Здесь он познакомился с Матвеем Платовым, также находившимся в ссылке, впоследствии знаменитым атаманом войска Донского. В Костромской ссылке Ермолов интенсивно занимался самообразованием, много читал, самостоятельно изучил латинский язык, сделал ряд переводов с сочинений римских классиков. Арест, каземат и ссылка сильно подействовали на Ермолова. По его признанию, Павел I в ранней молодости мне дал жестокий урок. После этого скрытность, осторожность, умение лавировать стали характерными чертами Ермолова. Он признавался, что его бурной кипучей натуре впоследствии было бы не сдобровать, если бы не этот жестокий урок. Позже он будет демонстративно подчеркивать свою лояльность к режиму и незаинтересованность политическими делами. Превоцарение Александра I в числе многих опальных и сосланных при Павле I был возвращен из ссылки Ермолов. 9 января 1801 года он вновь был принят на службу и отправлен в Вильню, где находился до 1804 года. Несмотря на прощение и милость нового царя, высшее военное начальство долго препятствовало дальнейшему продвижению Ермолова по службе. Здесь, несомненно, сказалось и нерасположение всесильного Рокчеева, невзлюбившего дерзкого подполковника артиллерии, а также великого князя Константина Павловича, который так отзывался Ермолове, очень остер и весьма часто до дерзости. Скрытность и осторожность Ермолова вполне уживались с его острыми, язвительными афоризмами и репликами, которые потом передавались из уст в уста и способствовали его популярности, особенно среди офицерской молодежи, видевшей в нем человека независимых взглядов, придирающего лесть и угодничество. 19 век начался наполеоновскими войнами, в которые были втянуты почти все европейские государства, в том числе и Россия. В 1805 году против Наполеона оформилась новая, третья коалиция, которую составили Россия, Англия, Австрия, Швеция и Неаполитанское королевство. Однако фактически против Наполеона были направлены лишь русские и австрийские войска. Во главе русской армии был поставлен Михаил Иларионович Кутузов. В составе ее находилась и конная артиллерийская рота под командованием подполковника Ермолова. В ходе этой войны Ермолов со своей ротой участвовал в сражениях с французами Прямштеттане и Кремсе. Храбрый и распорядительный артиллерийский полковник был замечен Кутузовым. Упреждая подход русских войск, Наполеон в середине октября в двух сражениях при Иене и Аурштетте нанес сокрушительное поражение прусской армии. Прусский король Фридрих Фильгельм III бежал к границам России. Почти вся Пруссия была занята французскими войсками. В последующие семь месяцев русской армии одной пришлось вести упорную борьбу против превосходивших сил Наполеона. В этой войне уже в чине полковника и командира 7-й артиллерийской бригады принимал участие Ермолов, о чем он подробно рассказывает в своих записках. Ермолов находился на самых опасных участках сражений при Пресеж-Эйлау и под Фридландом. Артиллерия Ермолова оказала существенную поддержку русским войскам в этих сражениях. Хотя в ходе кровопролитных сражений Наполеону удалось оттеснить русские войска к Неману, границе России, он понес столь значительные потери, что сам предложил Александру заключить мир. Мир и секретный оборонительный и наступательный союз России с Францией были заключены 25 июня 1807 года. Так завершилось участие России в четвертой коалиции европейских держав против Наполеона. В войне 1806-1807 годов Ермолов получил уже широкую известность как талантливый и храбрый штаб-офицер. Благоволивший к нему Багратион дважды представлял его к присвоению звания генерала-майора, но всякий раз на пути стоял Аракчеев. В конце 1807 года Аракчеев неожиданно сменил гнев на милость и в начале 1808 года Ермолову присваивают звание генерала-майора, а затем он получает назначение на должность начальника резервного отряда, расквартированного в Волынской и Подольской губерниях. Ермолов переезжает в Киев и всецело отдается своим служебным делам. Здесь он познакомился с благовоспитанной и высоко образованной девушкой из местной дворянской среды. Горячая взаимная любовь, однако, не завершилась браком. В своих записках Ермолов объясняет, что главным препятствием к браку послужило его незавидное материальное положение, не дозволявшее ему безбедно содержать семью. Так навсегда и остался он холостяком. В конце 1811 года Ермолова вызывают в Петербург и назначают командиром гвардейской бригады, которую составляли Измайловский и Литовский полки. В марте 1812 года он назначен командиром гвардейской пехотной дивизии. Военная карьера Ермолова вновь стала складываться удачно. Грянула гроза 12 года. В ночь на 12 июня 1812 года многоязычная 600-тысячная Великая Армия Наполеона вторглась в пределы России. 1 июля 1812 года Ермолов назначен начальником штаба 1-й Западной Армии, которой командовал военный министр Барклай де Толли. С этого времени Ермолов непосредственный участник всех более или менее крупных сражений и боев Отечественной войны 12-го года, как во время наступления французской армии, так и в период ее изгнания из пределов России. Особенно он отличился в сражениях при Витебске, Смоленске, Бородине, Малоярославце, Красном, Березине. После Смоленского сражения 7 августа ему присваивают звание генерал-лейтенанта. С прибытием 17 августа к Соединенной Армии Михаила Иларионовича Кутузова Ермолов становится начальником его штаба. В этой должности он находился вплоть до изгнания французов из пределов России. При этом, помимо штабной работы, во время контрнаступления русской армии он командует ее авангардом. Уже в самом начале заграничного похода Алексей Петрович Ермолов был поставлен во главе всей артиллерии русской армии. В кампанию 13-го года он участвовал в сражениях при Дрездене, Люцене, Бауцене, Лейпциге, Кульме. После кульмской победы над французскими войсками, в которой особенно отличился Ермолов, Александр I спросил его, какой награды он желает. Острый на язык Ермолов, зная приверженность царя к иностранцам на русской службе, ответил «Произведите меня в немцы, государь». Эта фраза потом с восторгом повторялась патриотически настроенной молодежью. В декабре 1813 года французские войска отступили за Рейн, и кампания 14-го года началась уже в пределах Франции. 18 марта под стенами Парижа произошла последняя битва между войсками коалиции и Наполеона. Ермолов здесь командовал русской и прусской гвардиями. На следующий день союзные войска вступили в Париж. В мае 1814 года Ермолов назначаются командующим 80-тысячной резервной армией, дислоцированной в Кракове. В начале марта 15-го года собравшийся на Венский конгресс представители держав победительниц Наполеона получили известие, что он, покинув место своей ссылки, остров Эльбу, высадился на юге Франции и стремительно приближается к Парижу. Отошли на второй план споры и разногласия между участниками Конгресса, спешно готовилась новая армия против Наполеона. Ермолов получил предписание о движении его корпуса к пределам Франции. 21 мая он уже был в Нюрнберге, а 3 июня в пограничном с Францией городе Аюбе. Но принять непосредственное участие в военных действиях против войск Наполеона корпусу Ермолова не пришлось. 2 июня 1815 года армия Наполеона была разгромлена англо-прусскими войсками во знаменитой битве при Ватерлоо. Наполеон вновь подписал отрещение от престола, сдался англичанам и был отправлен в ссылку на остров Святой Елена. Союзные войска вновь вступили в Париж. В их составе находился со своим корпусом и Ермолов. В ноябре 1815 года Ермолов сдал корпус генералу Паскевичу и вернулся в Россию. 6 апреля 1816 года последовал рескрипт Александра I о назначении Ермолова командиром отдельного грузинского корпуса и управляющим по гражданской части на Кавказе и в Астраханской губернии. Одновременно состоялось и назначение его главой чрезвычайного посольства в Иран для выполнения важной миссии – проведения скорейшего разграничения земель между Ираном и Россией, согласно Гюлистанскому мирному договору 1813 года. 12 октября Ермолов официально вступил в свою должность, приняв дела у своего предшественника генерала Ртищева. Россия прекрасно понимала огромное значение Кавказа как важного военно-стратегического плацдарма для проведения своей восточной политики. Этому также способствовало и влияние международных факторов в начале XIX века – укрепление позиций европейских государств, в первую очередь Англии и Франции, на Ближнем и Среднем Востоке, рост прорусской ориентации ряда кавказских народов, страдавших как от междоусобиц, так и от разорительных нападений со стороны Османской Турции и Шахского Ирана. Назначая Ермолова наместником Кавказа, Александр I преследовал далеко идущие военно-политические цели. Он рассчитывал на то, что Ермолов – талантливый и энергичный государственный и военный деятель, наиболее подходящая кандидатура, способная выполнить задачи укрепления позиций России на Кавказе и приведения в подданство российскому императору непокорных горских народов. При вступлении в должность командующего отдельным грузинским корпусом и генерал-губернатора Кавказа и Астраханской губернии Ермолов представил Александру I план своей военной и административной деятельности на Кавказе. План был одобрен царем. Он включал в себя приведение в подданство горских народов Северного Кавказа и завершение образования российского административного устройства на Кавказе. Именно с этого времени началась долгая и упорная Кавказская война 1817-1864 годов. Завоевание Чечни, Горного Дагестана и Северо-Западного Кавказа Ермолов начал с покорения Чечни и Горного Дагестана. Оно проводилось суровыми методами. Непокорные селения сжигались, сады вырубались, скот угонялся, покоренные народы приводились к присяге на верность российскому императору, облагались данью, у них брались заложники, амманаты. Ермолов заново создал укрепленную Кавказскую линию как опору для планомерного наступления на территории горских народов Кавказа. В 1818 году была заложена крепость Грозная, ныне город Грозный. Затем цепь других крепостей по рекам Сунжа, Тереку, Кубани, где были поселены казаки и расквартированы регулярные войска. Прокладывались дороги, в лесах прорубались просеки. Строительство крепостей и дорог проводилось не только силами русских солдат. Для этих работ массами сгонялось и местное население. В начале 1818 года народы Дагестана подняли восстание, заключили между собой союз о совместных действиях против русских войск. К нему примкнули Аварское, Казикумыкское ханство, владение Мехтулинское, Каракайдакское, Табасаранское и Вольное Акушинское общество. Восстание охватило обширный район. Действуя решительно, Ермолов зимой 1818 года разгромил Мехтулинское ханство, а в 1819 году генерал Мадатов покорил Табасарань и весь Каракайдак. Битва 19 декабря 1819 года русских войск с повстанческими отрядами решила судьбу Северного Дагестана, который был присоединен к России. Решительными мерами Ермолов подавил сепаратистские выступления в 1819-20-х годах местной светской и церковной знати в Эмеретии, Гурии и Менгрелии. В 1822 году Ермолов начал наступление на Кабарду, одновременно создавая линию крепостей в этом регионе. Попытка народов Чечни и Кабарды в 1925 году поднять восстание была пресечена. Благодаря военно-административной деятельности Ермолова на Кавказе была прекращена межнациональная рознь, сопровождавшаяся разбойными набегами, покончена с работорговлей. Немало было сделано Ермоловым для развития сельского хозяйства, промышленности, торговли и культуры за Кавказе. Ермолов поощрял развитие шелководства и виноградарства, строительство в городах, обеспечил безопасность дорог, реконструировал военно-грузинскую дорогу через Кавказский хребет и проложил ряд новых дорог, имевших большое стратегическое и хозяйственное значение. В Тифлисе были построены монетный двор, меднолитейный и пороховой заводы. В 1919 году стала выходить первая грузинская газета. Ермолов много занимался устройством сети школ в Грузии. В 1822 году он освободил крепостных крестьян, принадлежавших мятежным кабардинским феодалам. Также Ермолов много занимался благоустройством Тифлиса, Дзербента, Шимахи. В Тифлисе им был открыт офицерский клуб с богатой библиотекой. На 100 тысяч рублей, выданных ему на посольство в Иран в 1917 году, он построил для солдат госпиталь в Тифлисе. Были построены или благоустроены курорты в Ясентуках, Пятигорске, Железноводске, Кисловодске. Александр I, чтобы вознаградить Ермолова, назначил ему аренду с годовым доходом 40 тысяч рублей. Ермолов убедил царя отменить подписанный им рескрипт и употребить указанную сумму для помощи бедным служащим. Гермолов отвергал всякие титулы и отличия. «Боже, избави, если меня вздумают обезобразить графским титулом», заявил он в ответ находившие упорные слухи о возможном возведении его в графское достоинство. Высокие нравственные качества, ум и порядочность – вот что он ценил в человеке. «Пред лицом справедливости не имеет у меня преимуществ знатный и богатый, пред низкого состояния бедным человеком», писал он в одном из писем своему другу. Скончался Ермолов 11 апреля 1861 года в Москве. Он завещал похоронить его в Орле рядом с могилой отца, как можно проще. Но жители Орла устроили грандиозную панихиду. Массы людей в день его похорон заполнили церковь, где шло отпевание, площадь перед церковью и прилегающие улицы. Память о Ермолове глубоко почтили и в других городах России. Так из Петербурга писали, что после кончины Ермолова на Невском проспекте во всех магазинах выставлены его портреты, и он как будто воскрес в памяти России в минуту смерти. Алексей Петрович Ермолов писал свои мемуары не для печати, и только в последний год своей жизни, уступая просьбам близких ему людей, приступил к доработке и подготовке записок к печати, с тем, чтобы они были изданы после его смерти. В приложении приведена автобиография Ермолова, написанная им в 1858 году и содержащая в основном сведения о его службе в бытной с наместником на Кавказе. Здесь интересен подтекст документа, где сообщается о поводе отставки Ермолова в 1827 году. Предисловие написано Василием Федоровым. Алексей Петрович Ермолов. Записки во время управления Грузией. По окончании войны с французами 1814 года, государь, пред отъездом своим из Парижа в Англию, приказал мне отправиться в Краков к назначенной мне новой команде. По обстоятельствам тогдашнего времени, со стороны Австрии можно было ожидать некоторых несогласий, и потому нужны были на границе войска и скорости. Порученные мне состояли из большей части резервной армии, формировавшейся в герцогстве Варшавском, и в составе своем названы сильным авангардом. Нельзя было войскам СИМ дать наименование корпуса, ибо многие из генералов старее меня имели только дивизии. И так, под именем сильного авангарда, без обиды другим, могло под начальством моим быть слишком 90 тысяч человек. В течение 1814 года составился в Вене конгресс, известный несогласиями собравшихся государей. Но бегство Наполеона с острова Эльбы положило конец этим распрям, а быстрое появление его в Париже и удаление оттуда королевской фамилии ввозвало к единодушному против Наполеона ополчению. Во время пребывания императора в Вене дано было армии нашей повеление выступить, и я с войсками, в Кракове бывшими, вышел за границу в апреле месяце 1815 года. Резервные войска, которыми я начальствовал прежде, переменены были с составленным временно шестым корпусом из двух пехотных, одной гусарской дивизии и нескольких казачьих полков. В этом втором нашем во Францию походе мы не имели случая сразиться с неприятелем, ибо англичане и прусаки кончили действия совершенным рассеянием французской армии, и Наполеон, лично ею начальствовавший, предал себя власти английского правительства. Войска наши вступили, однако же, во Францию, и государь отправился в Париж. Прибывший на Рейн, вместо шестого корпуса, с которым я пришел, был дан мне гренадерский корпус, и часть оного последовала в Париж для содержания при государе караула, ибо гвардии при армии не находилось. В Париже имел я случай испросить увольнение в отпуск по болезни на шесть месяцев. Дошедший с гренадерским корпусом на возвратном пути до царства польского, я поехал в Варшаву, где уже государь находился. И я был свидетелем восхищения, облагодетельствованного им народа, принявшего от него и политическое бытие и конституцию. В самом начале 1816 года был я в Орле у престарелых родителей моих, среди малого моего семейства. Вел жизнь самую спокойную, не хотел разлучиться с нею, намерение имея не возвращаться к корпусу, а потому и просил продолжения отпуска, дабы ехать к минеральным водам на Кавказ. Но вместо того получил приказание прибыть в Петербург. Из частных известий знал я уже, что я назначаюсь начальником в Грузию. Исчезла мысль о спокойной жизни, ибо всегда желал я чрезвычайно сего назначения, и тогда даже как по чину не мог иметь на то право. По приезде в Петербург государь, постоянно мне благотворящий, объяснил мне, что он не решился бы определить меня в Грузию, если бы не были свидетельствующие, что я того желаю, ибо сам он не мог думать, чтобы назначение сие могло согласоваться с моим намерением. Объяснением Сим государь истолковал мне, какого он о Грузии мнения. Всего достаточно было, чтобы на моем месте устрашить многих, но я решился поверить в себя моему счастью. Несравным удовольствием принял я назначение меня послом в Персию. Меня устрашали дела, по роду своему совершенно мне незнакомые. Я наслышался о хитрости и коварных свойствах персиян и отчаивался исполнить с успехом поручения государя. Ничто так не оскорбляет самолюбие, как быть обманутым, а я никак не надеялся избежать того. Приняв наставление, сделав нужное приготовление к посольству, я выехал в начале августа месяца из Петербурга в Москву, где пробыл несколько дней, ибо государь, будучи там, приказал при себе находиться. В Москве заметил я, что несколько странно смотрели на человека, появившегося в звании главноуправляющего Грузию, и сверх того чрезвычайного и полномочного посла. Я сам себе иногда не доверял, что это со мною могло случиться. В сентябре прибыл я на границу в Кавказской губернии. 20 лет назад проезжал я Кавказскую линию, будучи капитаном артиллерии, в молодых весьма летах и служа под начальством генерала-аншефа графа Зубова, который с корпусом войск действовал против персиян в 1796 году. Первые обстоятельства, обратившие внимание мое, были высланы мне навстречу конвойные команды из поселенных на линии казаков. Всегда отличались они от прочих казаков особенной ловкостью, исправностью оружия и добротой лошадей. Я, напротив, увидел между ними не менее половины чрезвычайно молодых людей, нигде не служивших, и даже ребят. Предместник мой, по усиленному старанию донского войска атамана генерала-графа Платова, согласился сменить линейными казаками шесть донских полков, служивших на линии, и от всего несмотрительного распоряжения должны были выйти на службу все малолетние и даже находившиеся в отставке казаки. Повинность, превосходившая все те усилия, каковы и делаемые были в кампанию 1812 года, возбуждала ропот. И я, в прекращении Онова, решился оставить на службе пять донских полков, отправивший только один таковой в свои жилища. Государь, по донесению моему, утвердил распоряжение мое. Остановившись малое время в Георгиевске, дабы собрать нужнейшие о кавказской линии сведения, я отправился в Грузию и прибыл в Тифлис 10 числа октября. Предместник мой, генерал от инфантерии Ртищев, нетерпеливо ожидал меня, ибо желал скорее возвратиться в Россию, куда супруга его уже прежде отправилась. Имевши прежде сведения, что в Грузии отправление дел по службе не в надлежащем идет порядке, наслышавшись даже о многих злоупотреблениях, почел я необходимым иметь с собой нескольких чиновников, известных мне службою и на честность коих и правила мог бы я положиться. Нужнейшего мне для военной части взял я начальником корпусного штаба полковника Вильяминова, служившего прежде со мною в артиллерийской гвардейской бригаде, потом в Кракове и, наконец, в гренадирском корпусе всем же званий. Офицер сей, хорошо учившийся, имел большие сведения и отличные способности. Дежурным штаб-офицером был подполковник Наумов, неутомимой деятельностью и наклонностью, особенной к порядку. По части гражданской был при меня калежский советник Рыхлевский, чиновник, рекомендованный мне с наилучшей стороны и знающий хорошо порядок дел. Начальником дивизии, расположенной в Грузии, выпросил я генерал-майора Кутузова, коего коротко я знал хорошие способности. Обер-квартирмейстером, по желанию моему, был назначен полковник Иванов. Вскоре по прибытии в Тифлис должен я был осмотреть важнейшую часть границ, ибо, готовясь к отъезду в Персию, нужны мне были сведения о состоянии оных, особенно зная, какие употреблял усилия шах персидский, дабы возвращено ему было ханство Карабахское или часть оного, в чем и предместник мой обязался ему способствовать. Итак, я поехал в Карабах, полковнику Иванову поручил осмотреть Талышинское ханство, офицером квартирмейстерской части приказал сделать обозрение прочих границ с Персией. В Карабахе познакомился я с ханом, оттуда нарочно проехал в селение Зардаб, лежащее на реке Куре, дабы видеться с шерванским ханом, из вежливости выехавшим мне навстречу. Потом был я в селении Минге-Чаур, где хан Шикинский меня дожидался. В Тифлис возвратился я 12 декабря, проездив немного более месяца. Здесь я могу сказать, что настоящим образом вступил в оправление дел и уже ознакомился, по крайней мере, с главнейшими обстоятельствами, до края относящимися. Состояние страны, управлению моему уверенной, было следующее. Со времени вступления на престол царствующего императора Грузия постоянно занята нашими войсками и вводился постепенно наш образ управления при действии собственных законов, составленных царем Вахтангом, коим сохранена прежняя сила. Судная часть была уже в лучшем устройстве, доходы с земли начинали приходить в большую степень определенности. Грузию, собственно, составляют Картолиния, округ чрезвычайно хлебородный, Кахетия, разделенная на Тилавский, и Сингахские уезды, из коих первой изобилуют прекраснейшими виноградниками. Последний, нисколько много занимаясь разведением садов, имеет довольно обширное хлебопашество. Картолинии принадлежит часть осетин, живущих в горах. В недавнем времени начали они принимать христианскую веру. Успехи оной, хотя еще очень ничтожные, но можно надеяться, что получив более доверенности к правительству, ибо приемлющим крещением оказывается особое внимание. Они переменят зверские свои обычаи и наклонность к воровству. С Кахетию смежно небольшие земли, в коих живут народы, именуемые пшавцы и тушинцы, издавна покорствовавшие грузинским царям. Они имеют богатое весьма скотоводство, наклонности воинственных верны правительству. Над ними от начальства поставлен пристав из грузин, ибо необходимо знать язык. Не всегда, однако же, повинуются они надлежащим образом, и досели почти в диком состоянии. Самхетия, войнами опустошенная и почти никакого населения не имеющая. Бамбаки и Шурагель, малая весьма округа, в последнюю с Персией войну разоренные, в коих и досели малы жителей. Дистанции татарские, Борчалинская, Казахская и Шамшадыльская, довольно населенные, имеющие хорошее хлебопашество и богатое весьма скотоводство. В Грузии присоединен Елисаветпольский округ, бывшее ханство Ганджинское, в 1804 году взятое оружием под предводительством главнокомандующего генерала князя Цицианова. Исим ограничивается пространство, которое мы под общим именем Грузии именуем. Округ сей богат скотоводством, производит лучшую пшеницу в здешней стране, имеет посевы сарачинского пшена и шелковичной сады. Дохода казне приносит более, нежели прочие округа Грузии. В Имаритин, независимо от Грузии, учреждено временное правление. Бедная сия земля, бывшая до 1810 года особенным царством, включает в себе пять округов. Население оной, жестокую муровую язву уменьшено более чем наполовину. В провинциях Менгрелии, Грузии и Абхазии владительные князья пользуются прежними, предоставленными им правами и самыми с землей доходами, в некоторых же случаях зависит от распоряжения главного в крае начальника, приводимых в исполнение правителем Эмеретии, который определяется из служащих в корпусе генералов. Ханство Карабахское было в управлении мехти хана, имеющего чин генерал-майора. Отец, умышляя против нас измену и доброжелательствуя персиянам, с которыми мы были в войне, пригласил войска их, но был предупрежден, и войска наши, внезапно напавшие на него ночью, лишили его жизни. Дочь его, сестра нынешнего хана, находится в замужестве за шахом персидским, и потому, сколько не показывает он себя приверженным нашему правительству, по привязанности к сестре имеет отношение с Персией. Ханство сие в 1805 году покорилось первой власти государя. Хан во знаменование зависимости платил дани 8 тысяч червонцев. С того самого времени войска наши имели пребывание в ханстве, и персияне смотрели с завистью на богатейшую землю сию, доставшуюся в руки наши. Народу населения Карабаха простирается до 24 тысяч семейств. Оно не составляет половины прежнего, ибо неоднократная наносимая прежде персиянами война разорила землю. Жители в большом количестве увлечены в плен, не в меньшем разошлись по разным местам. Досели еще мало весьма населения в равнинах Карабаха, близко прилежащих к границе Персидской, и жители не делают на них прочных заведений. Повсюду видны развалины городов и больших деревень, остатки обширных шелковичных садов и земледелия, свидетельствующих богатые некогда земли состояния. Нынешний хан, не радеющий о благоустройстве земли, доверчивый к окружающим его чиновникам, которые его обманывают, проводит время в распутстве, ничем более не занимаясь, как охотою с собаками или ястребами. Все заведения отцом сделаны в упадке, и даже не только нет признака роскоши, в которой он живал, но и самый замок или дворец его представляет развалины, и нет почти в нем убежища. Любимца расхитили, собственно, принадлежащее ему имущество до такой степени, что ему недостает средств к содержанию себя приличным образом. За несколько лет не представлено в казну ничтожной платимой им дани. Ширванским ханством управляет генерал-лейтенант Мустафа Хан. Он владел онем и тогда, когда в 1796 году был с войсками генерал-аншеф граф Зубов, но по свойству недоверчивому, по злоумышлению против русских, за которые боялся наказания, он тогда бежал в Турцию, и когда войска графа Зубова отозваны были в Россию, он возвратился и изгнал поставленного нами хана. До 1806 года пользовался он совершенной независимостью, но видев пример взятого оружием Ганджинского ханства, вошедшего в подданство ханства Карабахского, он поверг себя в покровительство императора, и в знак подданства обязался платить 8 тысяч червонцев дани. Но с переменную состояния своего не переменил он свойств, и той же, как и прежде, недоверчивости исполнен был к нашему правительству. Он старался распространить связи свои с народами Дагестана, сильными, воинственными, никому доселе не покорствовавшими, думая тем устрашить русских и заставить уважать себя более прочих. Война с Персией, многие занятия предместников моих по предмету внутреннего землеустройства заставляли их для удержания Мустафы хана в спокойствии и хорошем расположении к нам делать ему многие угождения, и он истолковал себе, что он может быть для нас опасным. Высокомерие его простиралось до того, что он не выехал к главнокомандующему генералу Тормасову, который желал иметь с ним свидание. Со мною поступил он снисходительнее, и удивлен был, когда приехал я к нему не более как с пятью человеками свиты, а он сопровождаем был по крайней мере пятьюстами человек конницы. Он, однако же, дал заметить мне, что не каждому должен я вверяться подобным образом, и что он также точно пристерегал покойного князя Цицианова. Хан не рассудил, какая между князем Цициановым и мною была разница. Он славными поистине делами своими был для них страшен, а я только что приехал и был им совершенно неизвестным. Мустафа хан управлял ханством лучше прочих владителей. Народ им, собственно, не был отягощаем. Но если терпел некоторые утеснения, то единственно от предоставленной им власти беком, между коими сделал он многих себе приверженцев. В земле была полиция, нередко наказывалось воровство, с исправностью собирались доходы. Хан жил довольно великолепно, и служащих ему нередко награждал щедро. Со стороны правительства нашего при нем находился пристав из офицеров, но он умел так отделять его, что тот ничего не мог знать о его связях и поведении, и только собирал некоторые сведения от приверженных нам армян, живущих в Шерване. Население в ханстве может быть считаемо около 20 тысяч семейств. Часть народа довольно значительная, по причине чрезвычайного зноя в летнее время удаляется в горы, и потому прочной оседлости не имеет. Ханство изобилует шелком, сорочинским пшеном, всякого рода хлебом, имеет на реке Куре богатейшие рыбные ловли и многочисленное скотоводство. Муганское, на правом берегу Куры лежащая степь, он ему способствует. Есть конские заводы, но с карабахскими не могут сравниться, откуда выходят весьма статные, доброезжие и к трудам сносные лошади, славящиеся во всей здешней стороне. В Шикинском ханстве нашел я владителя генерал-майора Измаил Хана, человека весьма молодого, наклонностей развратных, в управление подвластными неправосудного, в наказаниях не только неумеренного, но жестокого, кровожадного. При первом появлении моем в Грузии поступило ко мне множество на него жалоб. Предместник мой, генерал Ртищев, был к нему чрезвычайно снисходителен. Никакая на него просьба не получала удовлетворения, жалующиеся обращались к нему и оттого подвергались жесточайшим наказаниям или избегали он их разорительную плату. Окружащие генерала Ртищева, пользующиеся его доверенностью и, если верить молве, то даже самые ближние его получали от хана дорогие подарки и деньги. С негодованием должен я упомянуть об одном постыдном начальство поступки. Жители Шикинские, в числе более 200 человек, пришли в Тифлис не в состоянии, будучи сносить злодейской жестокости и утеснений хана. Жалобы, слезы, отчаяния не тронули начальство. Их назвали бунтующими против власти, многих наказали телесно, более 20 человек, как заговорщиков, сослали в Сибирь. В бытность главнокомандующим в Грузии фельдмаршала графа Гудовича, Шикинское ханство после измены Селим-хана, изданного нашими войсками, состояло под российским управлением, и народ чрезвычайно доволен был избавиться от ханов. Весьма ощутительно были выгоды от присоединения сего ханства. Кроме доходов, довольно значительных, единство власти должно было быть полезной целью. Но граф Гудович, по необузданному самолюбию, упорный в своем мнении, по неприступной гордости, не допускающей мнения других, представил правительству о предоставлении ханства Джафар-Кули-хану, владевшему в Персию ханством Хойским. Ловкий сей человек снискал доверенность графа, будучи полезен ему при неудачной осаде Эреванской крепости, где поблизости находилось принадлежавшее некогда ему владение. И он, имея людей ему приверженных, мог доставлять нужные сведения, иногда открывать намерения неприятеля. Он находился также при князе Цицианове в блокаде Эревани, и с ним было, собственно, его конницей до 700 человек. Джафар-Кули-хан принадлежал к одной из знатнейших и сильных фамилий в Персии, имел обширные связи и многочисленную партию, которые давали ему надежды на персидский престол. Права похитителей одинаковы, преимущественно определяет сила и счастье. Сим обязан престолом ныне царствующий шах, и Джафар-Кули-хан, проиграв против него сражение, спасся к нам бегством. Недолгое время управлявший ханством, Джафар-Кули-хан умер, и по нем наследовал теперешний хан, сын его. При первом свидании с Измаил-ханом, в присутствии многих из народа, сделав замечание насчет злоупотребления им власти, поручил я ему быть снисходительным к народу. Приставу, при нем находившемуся, поручил собрать всех несчастных, которых подверг он жестоким истязанием, и приказал поместить в его дворце, пока не удовлетворит, по крайней мере, семейств их обеспечением их благосостояния. Шикинское ханство, при меньшем населении, нежели в ханстве шерванском, дает не менее дохода, однако, если исключить откупные статьи, значительную часть дохода в Шерване составляющая. Дани в казну вносят в год 7 тысяч шервонцев. Произведения земли те же самые, как и в Карабахе и в Шерване, при равном плодородии и оной. В одном всем ханстве было некогда благоустроенное управление, определены доходы и повинности, уравнительно разделены труды жителей в пользу хана. Во время момент Гасан хана, которому персияне выкололи глаза, выгнали из владений, и он в крайней бедности, скитаясь в Турции, прибег под покровительство императора и живет в Астрахани, получая достаточное содержание. Отец нынешнего владетеля несколько удерживал сей порядок, но при всем последнем ниже признаков оного не осталось. Талышинское ханство, разоренное персиянами, имеет малое народонаселение, доходы весьма скудные, которыми пользуется хан, не платя в казну никакой дани. Приверженность к России владетеля, отца теперешнего хана, вызвала мщение персиян, подвергла землю его истреблению, и полуденная часть ханства, при последнем трактате нашем с Персией, признана принадлежностью оной. Куринское ханство получило бытие в недавнем времени. Им управляет полковник Аслан хан, человек правительству приверженный. Население малое, жители обременены налогами, дань 30 тысяч четвертей пшеницы, платимая казне, чрезвычайно их разоряет. Казыкумыцкое ханство во владении Сулхай хана, человека самого коварного, готового на всякие злодеяния. По древности своего происхождения он весьма уважаем, между горскими народами имеет сильные связи, ко вреду нашему им употребляемое. Участвуя во всех предприятиях дагестанцев против нас, и будучи наконец наказан отделением части владения его, из кои составлено Куринское ханство, данное родственнику его врагу непримиримому, отмщивающему жестокую обиду, бежал в Турцию. В командование генерал Артищева возвратился, изгнал в отсутствие его управлявшего владителя и, пользуясь твердыми и почти непроходимыми местами горестой стороны, остался без наказания. Но если генерал Артищева отвлекали важнейшие занятия, мог он, по крайней мере, не входить в сношение с явным изменником и злодеем, в сношение, которое не иначе должен он разуметь, как прощение его преступлений. Ханство Казыкумыцкое, по словам людей, хорошо его знающих, имеет жителей до 15 тысяч семейств. Хан никакой дани не платит. Аварское ханство во владении генерал-майора султана Агмет Хана лежит в середине гор Кавказских, отовсюду почти неприступных и никогда русские в нем не бывали. Жители Онова бедны, ведут жизнь самую суровую, наклонностей воинственных. Последний предсим-владитель Умай-хан был знаменит в здешних странах военными своими подвигами. Не раз удачно и делал на Грузию нападения, разорил серебряные и медные ее заводы. Пользуясь дружбой Ахалцихского паши, через земли его вступал в Амеретью. Прошел однажды Эреванскую область беспрепятственно, но близ города Нехичевана был разбит персиянами. Долгое время благоприятствовавшее ему счастье привязало к нему многие горские народы, алчные добычи, и он являлся сопровождаем, будучи большими силами. Он приучил их к грабежам, и Грузия, можно сказать, почти беззащитная, внутренними раздорами истребляемая, удовлетворяла их алчности. Долго еще после смерти Умай-хана врывались они в Грузию многочисленными партиями, но не было уже счастливого предводителя, и Грузия покоилась под защитой российских войск, от которых незадолго до смерти испытал он поражение. Теперешний хан, не знаю почему, получает жалования по пять тысяч рублей серебром, уверяя, что он нам приносит пользу влиянием своим на горские народы Дагестана, которых будто воздерживает от нападений на Грузию. Сему верили многие из моих предместников, и я показываю ему вид до времени. Хан сей Дани никакой не платит, никаких обязанностей ни себя не принимал. В Тифлисе содержится от него Аманат, заложник, на казенном иждивении. Уцмей, каракайдатский владетель провинции, соседственный Дербенту, признает зависимость от России, но всегда в связи с народами, нам неблагоприятствующими, и подозревая, что начальству известно изменческое его поведение, имеет конному совершенную недоверчивость. И еще не было никого из русских, с коим бы виделся он, не сделав предварительных условий и без сопровождения многолюдной толпы. Во владениях его нередко бывают беспокойства, и он не всегда достаточно имеет власти смирять их, паче между жителями, гористую место с земли занимающими. Уцмей Дани в казну не платит, никаких обязанностей не имеет, ни же за безопасность проезжающих через его владения не ответствует. Русские, иначе как с благонадежным конвоем, проезжать не могут. Сему владетелю, равно как и хану Казакумыкскому, предместники мои предлагали чин генерал-майора с двумя тысяч рублей серебром жалования, но они отверглись негодованием, что не хотели сравнить их с Шамхалом Тарковским, который имеет чин генерал-лейтенанта и шесть тысяч рублей ежегодно. Не могли подобные предложения наград людям, явно нам, недоброжелательствующим, не поселить в них мысли, что их ласкают из боязни, и оттого возрастала дерзость их. Обширные занятия начальников здешнего края, малые вообще средства, не допускали их употребить нужной строгости, а нередко власть наша или мало признаваема была, или с ненадлежащим уважением. Народы небольшой земли, называемой Табасарань, не постоянно повиновались нам и по чрезвычайной бедности своей никакой пользы правительству не приносили. В Кубинской провинции с присоединением кона и городов Дербента и Баку введено было наше управление. Суд отправлялся по закону и обычаям земли. Комендант, собирая доходы, обращал их в учрежденное казначейство. Введение его состояла внутренняя полиция и всякого рода казенное имущество, оставшееся от бывших прежде ханов. Жители сей провинции, более всех прочих мусульманских присоединенных к России областей, любят наше правительство. Во многих случаях оказали опыты верности и давно уже наслаждались с совершенным спокойствием, но возмущает оное, живущий неподалеку угорских народов, бежавший владетель их, Шах Али Хан, который, будучи вспомогуществуем сильным Дагестаном, нередко с многочисленными толпами впадал в провинцию, и легковерные думали, что он может овладеть оною. Шах Али Хан старался сколько можно придать ему правдоподобие, разглашая о делаемых ему Персии и пособиях деньгами, которые подлинно пересылаемы к нему были через шерванского Мустафу Хана, казакумыцкого Сурхай Хана и торгующих города Дербента, где наиболее имел он людей ему преданных. Персия и по заключении с нами мира не переставала пересылать деньги всем вредным для нас людям, в числе коих почитала беглого грудинского цесаревича Александра, сына царя Ираклия. Сей во всех возмущениях Грузии являлся в Хакетии, сопровождаемый большим числом лесгин, и наклонное к измене грузинское дворянство, обращаясь к нему, увлекало с собой добрый и простодушный черный народ. Лезгины, грабежом ненасытимые, обогащались добычью, в глазах подлого беглеца цесаревича толпами отгоняемые были пленные грузины и продаваемые в рабство отдаленнейшим народом. Царевич, содействующему ему дворянству, раздавал грамоты наименее тех, которые, оставаясь верными правительству, ему противились. Повсюду, встречаясь с войсками нашими, лесгины обращались в бегство. Царевич, знаменитый трусостью, никогда ни малейший не подвергался опасности, но сие не препятствовало ему иметь приверженных людей, и при всяком новом появлении его, готовы были многие из дворян к славным подвигам, желали, чтобы он возвратил престол праотцев своих его. Предместники старались согласить его выйти из гор, обещевая милость государеву. Случаями с ними пользовался он, чтобы убедить персидское правительство, сколько он нам опасен, и что по влиянию его на горские Дагестаны народы может отвлекать большую часть войск наших. Один из приверженцев его, татарин низкого происхождения, содержавший на откупе тифлистские бани, находится поверенным в делах в Персии. Министр сей нередко приглашаем на совещание к наследнику персидского престола Аббас Мерзе. Об одном из здешних начальников, генерал-лейтенанте Маркизе Паулуччи, можно сказать, что он никаких цесаревичу Александру не делал предложений. В последнее время, незадолго до моего приезда сюда, один из здешних дворян, под видом собственных дел, отправив в Петербург, передал министерству нашему отцаревича с жалобою, что ему препятствует прибегнуть под покровительство императора. Обрадовались всему случаю, не спрося генерала Ртищева, можно ли верить человеку, которого легко узнать было все гнусные свойства. Поручили командовавшему на Кавказской линии генерал-майору Дель-Поццо войти с ним в сношение. Уполномочились сделать некоторые издержки в подарки ему. И скоро он уверился, что царевич выйдет в Кизляр, где уже приготовлял он ему пышную встречу. Дворянину, привезшему письмо в Петербург, дан прямо чин поручика. Хотя бы не бесполезно было прежде взять сведения, кто сей беглеца поверенный. Он дворянин армянского происхождения, изобличенный не один раз в воровстве вещей и денег из карманов. По имени Иван Карганов. Через всего достойного человека, управляющий Министерством иностранных дел, статс-секретарь граф Несцельроди, прислал царевичу письмо с самыми лесными от имени государя обещаниями. Между тем, царевич, продолжая с генерал-майором Дель-Поццо, независимо от генерала Артищева, переписку, явно обманывал его, вымышляя неловко глупые отговорки, что он выехать из гор скоро не может и нередко просят денег. Вскоре по приезде моем усмотрел я наглые царевичи обманы и приказал прекратить с ним всякое сношение. Иссякли вдруг новые источники его доходов, и он в огневе своем прислал мне письмо, что будто узнал он о происках моих лишить его жизни. Я отвечал, что человек знаменитый как он, развратную жизнью, глупостью и трусостью, в самых молодых летах своих лишенных забегства к неприятелю, благословления отца опасным быть не может, и что я гроша не дам ни за жизнь, ни за смерть подобного подлеца. Письмо сие было одно, которым он, конечно, не похвастал правительству персидскому. Упомянув о всех землях и народах, лежащих на полуденной стороне Кавказа и повинующихся власти нашей, остается только сказать о владении елеусейского султана полковника Агматбека. Часть подвластных его состоит из лесгин, пришедших с гор, часть из бывших в давнем времени жителей Кахетии. Султан платит в казну дань совокупно с вольным обществом, именуемым Чарским, соседственным Кахетии. Подвластных султану считается до двух с половиной тысяч семейств. Чарское общество признает зависимость от России, на подданство дана присяга и неоднократно нарушено. Управляется избираемыми старшинами и худо повинуется онам. В обществе всем два состояния людей. Пришедшие с гор лесгин господствуют, давние жители земли, составляющие часть черного народа, находятся в их услужении, повинуясь им беспредельно. Они некогда принадлежали Кахетии, исповедовали христианскую веру. Ныне из боязни властелинов своих оставили оную, но желают к ней возвратиться. Число сих последних не менее четырех тысяч семейств. Дани платит общество Чарское вместе с юлисейским султаном 13 500 рублей серебром или шелком равную сумму. Император, пекущийся от средствах образования грузинского дворянства, обратил деньги сии на учреждение благородного училища, где во времена князя Цицианова начинали оказываться хорошие в обучении юношества успехи. Теперь же училище в совершенном упадке. Связи с горскими жителями сего общества и Белоканского, состоящего из 900 семейств, были всегда причиной немалых для Кахетии бедствий. Места твердые, в которых расположены богатейшие селения Лизгин Чарских, защищали их от мщения грузин. И был случай, что войска наши потерпели здесь урон и без всякого успеха. Кроме последнего Кахетинского бунта в 1812 году, во всех прежних содействовали они Лизгином, старевичем Александром, приходившим из гор. Впрочем, благоприятствовали ему, давали ему у себя убежище и его приближенным и помощь содержания. Теперь скажу о народах против Кавказской линии обитающих. От вершин Кубани по левому берегу живут подвластные от Таманской порте народы под общим названием закубанцев. Известные, воинственные, редко спокойные. Против центра линии лежит Кабарда, некогда многолюдная, кои жители, почитаемые храбрейшими между горцами, нередко по многолюдству своему отчаянно противостояли русским в кровопролитных сражениях. С давнего времени были кабардинцы подданными нашими, имели от царей российских грамоты. Среди них имел пребывание чиновник в качестве пристава, учреждены были суды, в коих заседали лучших фамилий князья их. Многие из них служили в наших армиях. Но уже давно нарушение присяги сделалось действием обыкновенным. Давно войска наши наказуют измены, ионы возрождаются беспрерывно. Кабардинцы менее гораздо ста лет назад были идолопоклонниками. Правительство допустило мусульманскую веру во дворица. Явились озлобленные против христиан священнослужители. Порта с намением таковых подсылала. Тайно расточаемо были подарки, обещания и проповедуемая вера, льстя разврату. Снисходя пороком, жителей спокойных, сделавших нам привычку, долго не могла поколебать в их приязненном к нам отношении. Но слишком равнодушное ко всем сим переменам начальство тогда предприняло противиться оным, когда меры насилия были необходимы и убеждению не давал места фанатизм. Люди, прежде нам желавшие добра, охладели, неблагонамеренно и сделали совершенными злодеями. Веру и учреждения свои решились все защищать единодушно. Коростолюбивые священнослужители приняли на себя разбирательство дел. Все подпало власти их, уничтожены прежние суды, князья и лучшие фамилии, потеряв всякое влияние, лишились уважения в народе, и мы не могли иметь никакой партии в пользу нашу. Молодые люди знатнейшего происхождения вдались в грабежи и разбои, и между ими отличался тот, кто более мог наносить вреда русским, нападая на безоружных поселян Кавказской линии и отгоняя табуны. Моровая язва была союзницей нашу против кабардинцев, ибо уничтожив совершенно все население малой кабарды и производя опустошение в большой, до того их ослабило, что они не могли уже как прежде собираться в больших силах, но делали набеги малыми партиями. Иначе и войска наши, на большом пространстве честьми и слабыми рассеянные, могли бы подвергаться опасности. Весьма многие предприняты в кабарду экспедиции, иногда заставляли их возвращать или платить за сделанные похищения. В 1810 году в последний раз наказывал их генерал Булгаков, начальствовавший на Кавказской линии. Но никогда не претерпевали они чувствительной потери, ибо нельзя было скрыть от них при уготовлении к походу, и они имели время удалять в неприступные места гор и семейства свои, и драгоценнейшие имущества, и успехи войск наших ограничивались отгоном лошадей и скота. Вступивший в командование линию генерал Артищев, желая показать правительству, что ему покорствуют кабардинцы, согласил их на отправление в конце 1811 года депутации в Санкт-Петербург. Розданные деньги и подарки, к чему они весьма лакомы, составили шайку, готовую отправиться. Мог бы генерал Артищев заметить, что ни один из хорошей фамилии или хотя бы из порядочных людей не предложил себя, но надо было похвастать у двора, и шайка, можно сказать, бродяг, отправилась. Правительством они были приняты благосклонно. Некоторым даны были штабо-офицерские чины, всем вообще награды и богатые подарки. В начале 1812 года они возвратились, но все сие не сделало кабардинцев ни вернейшими подданными, ни спокойнейшими соседями. Набеги, убийства, разбои не менее были частыми. Всем состояние нашел я кабардинцев, прибывший в здешний край. Некоторые из князей по доброй воле или по вызову к нам приезжали, показывая себя верными и в великую вменять заслугу, что они участвовали с другими в разбоях. Тогда, однако же, как ближайшие их родственники и подвластные, а некоторых даже сыновья замешаны были во всяком случае. Пристав наш не имел уже пребывания в кабарде, и хотя сносился с главнейшими, но ему не было оказываемо никакого послушания. Несколько князей и уздений выехали ко мне навстречу. Я ласково принял их, советовал воздержать кабардинцев от злодейств и разбоев, которые могут навлечь им жестокое наказание. Я знал, что все обещают и ничего не исполняют, но не мог приступить к мерам смирения их, ибо неизвестно мне было, какие ожидают меня занятия. Смежные с кабардинцами в местах ближайших к хребту Кавказа живут осетины. Некоторая часть оных в совершенной покорности у кабардинцев со времени могущества сих последних. Некоторые из осетин вышли на равнину и заводят селения в окрестностях Владикавказа. Там же, в вершинах реки Сунжи, расположились выселившиеся из гор Ингуши, народ воинственный, приведенный в покорность кроткими мерами, употребленными генерал-майором Дель-Поццо. На военной дороге от Моздока в Грузию, единственной, которую мы через горы Кавказа величайшими поддерживаем трудами, живут тагаурцы, нам хорошо повинующиеся. Многие другие племена горцев еще мало покорствуют или из одного страха. От некоторых содержатся аманаты во Владикавказе. Против левого крыла линии лежит малая кабарда. Хотя остатки жителей от моровой язвы ограничиваются ныне числом не с большим 300 семейств, и нет следов прежних больших селений. Ниже по течению терека живут чеченцы, самые злейшие из разбойников, нападающие на линию. Общество их весьма малолюдно, но чрезвычайно умножилось в последние несколько лет. Ибо принимались дружественно злодеи всех прочих народов, оставляющие землю свою по каким-либо преступлениям. Здесь находили они сообщников, тотчас готовых или отмщевать за них, или участвовать в разбоях, а они служили им верными проводниками в землях им самим незнакомых. Чечню можно справедливо назвать гнездом всех разбойников. Управление оной разделено из рода в род между несколькими фамилиями, кои почитаются старшинами. Имеющие сильнейшие связи и люди богатые более уважаемы. В делах общественных, но более в случаях предприемлемого нападения или воровства, собираются вместе на совет. Но как все они почитают себя равными, то несколько противных голосов уничтожают предприятия, хотя бы могли они быть полезными обществу. Паче же голоса сии поданы кем-нибудь из сильных людей. Народонаселение в Чечне с присоединившимся обществом качкалыков считается более нежели шесть тысяч семейств. Земли, пространством не соответствует количеству жителей или поросшие лесами непроходимыми, недостаточно для хлебопашества, отчего много народу никакими трудами не занимающегося, ищущего средства существования едиными разбоями. Далее чеченцев по правому берегу Терека живут Андреевские, Оксаевские и Костековские народы, называемые вообще Кумыками, издавна подданные наши. Каждое из трех владений Кумыцких. Управляемо было старшим политам Беем или Князем, и так они чередовались между собою. Следовательно, по большей части получалось, что управлял наименее способный. Народонаселение всех владениях ничтожно, казне никаких доходов нет. Город Андрей весьма торговый и со временем может большие приносить выгоды. Далее за Костековскими владениями, близ устья реки Кайсу, лежат земли Мехти Шамхалу Тарковскому генерал-лейтенанту, принадлежащие. Владетель тей замечен правительству весьма приверженным, как были его отец в царствовании Екатерины II, чина тайного советника удостойной. Шамхалы были прежде весьма сильными в Дагестане, коего народы им повиновались. Но теперешнего Шамхала-соседи живут во вражде с ним, возмущают подданных его, и сие причиной, что он более прежнего ищет покровительство начальства. Город Тарки расположен на самой коммуникации нашей от Кизляра к Дербенту, и предместники мои желали, чтобы Шамхал принял войска наши, которые хотели поместить у него в виде почетного караула, но он отказал в том. Такова была недоверчивость самого благонамереннейшего из владителей. Все прочие, о которых упомянул я выше, еще с меньшим чистосердечием расположены были к нам. Тишина и некоторые устройства удерживались одним страхом. Повсюду пребывание войск было необходимо. Охранение обширных границ требовало он их в большом количестве. В особенности, кавказская линия подвержена была беспрестанным набегам. С полуденной стороны Кавказа наиболее делали беспокойство дагестанские народы нападениями на Кубу, и нередко в больших силах. Воинственный дух сих народов поддерживали частый распри мусульманских владетелей, которые попеременно привлекая их на свою сторону, давали случай приобретать добычи. Некоторые давали им плату, и они пускались иногда в отдаленные предприятия. Кахетия разоряема была многолюдными толпами, сходящих с гор Лезгин. В Картолинию впадали соседние соны Осетины и Лезгины, которых содержал у себя Ахалцигский Паша, невзирая на существующий мир между Россией и Портою. В некоторых местах и на персидской границе нередко производились грабежи, и причиной он их недостатки средств самого правительства удерживать повиновения народы, иногда же алчность употребленных на границе чиновников, входящих в раздел добычи с разбойниками. Со стороны Черного моря беспокоили гурию Ахалцигского Пашилака никакой властью не обуздываемые народы, известные под именем Ачарцев и Кабулет. На Абхазию нападали жители гор, почитаемые подданными порты, худо повинующиеся Анапскому Паше, который сверх того думает приобрести их к себе привязанность, попуская своевольство, паче же хищничество. Приняв команду над грузинским корпусом, при первом взгляде на пространство земель, не мог я не чувствовать, сколько недостаточно число войск, корпус составляющих. В октябре 1816 года нижних воинских чинов, могущих быть в действии, 19-й и 20-й пехотных дивизий, 30336, резервные бригады и трех гренадерских полков 7024, в гарнизонных полках и батальонах 5920, в Нижегородском Драгунском полку 711, в линейных казачьих полках 5302, войско Донского в казачьих полках 5237, астраханского казачьего войска в трех полках 1634, артиллерии, батарейных 48, легких 60, конно-казачьих 24 орудий. Присем надлежит взять в рассуждение климат, несродный солдату нашему, размножающий между их чрезвычайной болезни и необыкновенную смертность, что уменьшало их ощутительным образом. В обороне земли надлежало бороться с величайшими препятствиями. Гористое положение представляли пути непроходимые, реки быстрые, в некоторые времена года непроходимые. Кроме военной дороги через Кавказ из Моздока, все прочие оставлены без внимания и никогда никакой работы не предпринято для их исправления. Войска, вообще имея трудные между собой сообщения, не в состоянии были производить движения быстрых, соединяться скоро. По необходимости принятая кордонная система еще большим всем соотношении подвергает неудобствам, и некоторые части войск должны делать большие обходы для вспомоществления угрожаемым пунктам. Движение тягости, следовательно, продовольствия никогда не определяется верным расчетом. Сверх того, в летние три месяца, по причине чрезвычайных и несносных жаров, понуждающих самих природных жителей земли удалиться в горы, во всех по положению низменных местах переходы войск совершенно невозможны. Здесь уместно было бы описать вид границ наших. Но как предместниками моими никакого не сделано обозрения оных, я же сам по краткости моего здесь пребывания успел только бросить взгляд на те, кои нас от Персии отделяют. Предпочтительно, предпрочем, и потому, что готовился к путешествию в Персию, то для некоторого о них понятия прилагаю извлечение из рапорта моего государю от 9 января 1817 года. Вид границ. Граница от запада начинается Шурагельскую провинцию, совершенно открытую и ровную. Прилежащую к ней область Бомбатскую окружает довольно высокий хребет гор, и, простираясь через провинции Казахскую, Шамшадильскую и Елисаветпольский округ, отделяет их от Персии. Потом, охватив некоторую часть Карабахского ханства, оканчивается у реки Аракса. Граница далее идет по течению Аракса и через Муганскую степь. Потом ханство Толышинское. Протягиваясь по Каспийскому морю и, входя углом внутрь персидских владений, составляет конечность границ наших к востоку. Твердость границ. Через горы, образующие границу нашу, проходит несколько удобных дорог, и во множестве такие, где только артиллерия пройти не может, но войска свободны. В ханство Карабахское открыт вход неприятелю по всему пространству реки течения Аракса. Выход опаснее, ибо река Аракса в тылу имеет места открытые, кое обнаруживают движение. Степь Муганская зимою, представляющая наилучшие пастбичи, принимает множество кочующих народов. В прочие времена года обитают змеи, единственная ее оборона. Ханство Толышинского, принадлежащее нам часть полуденную свою границу, имеет совершенно открытую. С запада лежит хребет высоких гор, которых не только вершины, но и самые отлогости их к нам обращенные до самой подошвы, и все почти дороги, входящие в ханство, в руках персиян. Образ защиты. При первом взгляде представляется обширность границ наших с Персией, и до какой степени чрезмерное протяжение делает оною неудобной. Дороги, выходящие из Шурагельской и Бомбатской провинции в Ириванскую область, должны быть защищены достаточным войском и хорошую крепостью. От Бомбатской провинции и до Карабаха хорошо устроенная в Елисаветполе крепость и отряд быстрых войск достаточно для обороны и наблюдения за жителями, часто нарушающими верность. В Карабахе крепость, вмещающая довольные запасы, может быть полезной для наступательных с стороны действий. Степь Муганскую, через которую идет лучшая дорога в Талышинское ханство, оборонять должны пребывающие в Карабахе войска, действуя в тыл неприятеля. Другой обороны никакой искусства не представляет. Талышинское ханство теперешним числом войск защитить невозможно, умножив же их, ослабить надлежало бы другие части войск и для обороны земли совершенно никаких средств не представляющий. В случае оборонительной войны обширность границы требует значительного количества войск. Единый удобный способ обороны есть война наступательная, пути для Оны-2, через Иреванскую область, имеющую крепости, через Карабах, землю горестую, но где лежит кратчайшая к Тавризу дорога. Но в случае совокупного персиян с турками, действия, война наступательная едва ли может иметь место. Собственные земли. Способы для обороны. Провинции Шурагельская до последней войны имела жителей до тысячи семейств, теперь менее двухсот и бедных. Также разорена Бомбатская и жители столько же в скудном состоянии. Казахская, Шамшадильская и Борчелинская населены татарами и весьма малым числом армян. Хлебородны, скотоводство имеют изобильное. Народ храбрый, воинственный, несколько раз нам изменивший, но его употребить можно с пользою. В Елесоветпольском округе народ промышленный, к войне способность одинаковая, земля тучная. Карабахское ханство опустошено нападениями персиян, уменьшилось население, изобиловавшее богатством. Почва земли чудесно плодородием. Народ воинственный и всегда с нашей стороны. Из всей земли со временем можно извлечь величайшие выгоды, не иначе, однако же, как введя наше управление. Ханство Толышинское имеет с небольшим две тысячи семейств, и по тесноте места население мало умножаться может. Хлеба производится мало, ибо богатейшая часть оного уступлена Персии. Единственным способом улучшения порочных и к обороне неудобных границ наших, я поставил на вид приобретение от Персии ханств, лежащих до левого берега реки Аракса, кои первую войной должны быть отданы в руки наши или до того не будет твердой и покойной границей со стороны Персии. Проживая в Тифлисе, собирал я какие только возможно было о Персии сведения, и время выезда моего с посольством приближалось. Чиновники, он и о составляющие, все уже собрались. От Сардаря и Реванского присленно было с вопросом, какие нужны были в пути приуготовления для удобнейшего следования посольства. Между прочим, получал я известие, отовсюду подтверждавшееся, что в Персии большое приуготовление войск. Крепости исправляются подчинкою и строятся вновь. Не могли турки быть тому причиной, ибо Персия в наилучших была с ними отношениях. Повсюду же совершенное было спокойствие, кроме Харасанской области, подъявшее оружие для снискания независимости. Но для он и не могли собираться войска близ границ наших. В то же самое время прибыли турецкие войска и несколько пашей в Арзурум. Закупаем был провиант в большом количестве. Из Константинополя отправлен был в Анатолию парк полевой артиллерии. Все, судя по наружности, имело вид, что персияне взаимно с турками скрывают какие-либо намерения. Слышно мне было, что персияне готовы требовать с настоятельностью все присоединенные нами мусульманские провинции и Карабах непременно. В рассуждении турок уведомлял меня посланник наш в Константинополе, барон Строганов, что он встречает в негациациях своих многие затруднения и крайне упорство со стороны оттаманского министерства, что он, проживший полгода, не имел еще у султана приемной аудиенции. Обстоятельства сии заставили меня сделать императору представление, что отсутствие моего в Персию может иметь неприятные следствия, если точно скрывает она намерение неприязненное в случае отказа удовлетворить требованиям ее о возвращении провинций, что могут меня под благовидную наружностью переговоров удержать у себя и между тем приближаются к границам наших, их войска. Что в лице моем соединенной должности посла и главного в здешней стороне начальника делают меня в глазах недоверчивого персидского правительства подозрительным, что таковы могут меня представить оному англичане, сильное влияние имеющее на политические дела Персии, которым не нравится сближение наше с сим государством. Император, вняв благосклонно представлению моему, удостоверил доверенности избрать на мое место по собственному моему усмотрению генерала и отправить его в Персию. Прислано были бланкеты полномочия и другие нужные бумаги. В продолжение переписки с Петербургом расселись подозрения мои насчет прибытия войск турецких в Анатолию, сообщенными мне от барона Строганова сведениями, что Порта, узнав о намерении трапезонского паши сделаться независимым, войска сии против него посылает. Довольно большое число их для того, вероятно, назначено было, чтобы удержать повиновение прочих пашей, чтобы они не последовали его примеру. В Персию отправленный от меня калежский советник Мазарович, человек особенно ловкий и одаренный проницательностью, был хорошо принят шахом, успел познакомиться с главнейшими лицами двора и министерства и сообщил мне известие, что шах весьма желает иметь российское посольство и что к принятию оного делаются все приуготовления. Итак, решился я сам отправиться в Персию и 17 числа апреля выехал из Тифлиса. Войска в Грузии и Меретии и прочее, провинциях на полуденной стороне Кавказа поручил я генерал-майору Кутузову, хотя не был он старшим в чине. Начальник Кавказской линии генерал-майор Дель-Поццо должен был относиться к начальнику главного штаба его императорского величества. Губернаторы кавказские Астраханские доносили прямо в Сенат. Делами гражданскими в Грузии управлял генерал-майор Сталь II, которого нашел я, приехав в Тифлис в звании губернатора Грузии на правах военного. Весьма чувствовал я, что подобное разделение власти могло быть поводом к беспорядкам, но я принужден был сие сделать, ибо не имел старшего, которому управление всего поручить мог, и по необходимости должен был в некоторых уважить долговременное служение и старшинство в чинах. Генерал-майору Кутузову дал большую степень доверенности по известным его мне способностям. Начальнику корпусного штаба приказал во время отсутствия моего сделать обозрение Эмеретин, Менгрелии и Абхазии, о коих имели мы весьма недостаточные понятия. Надлежало осмотреть важный пункт Редут-Кале, единственное место по возвращении Турции к крепости Пати, которому приставать могли приходящие из России суда с провиантом для войск, в провинциях по Черному морю расположенных. Приказал изыскать дорогу для сообщения Грузии с Эмеретию, которая производилась годами чрезвычайно трудными и только вьюками в одно хорошее время, зимой же никогда. Приказал заняться избранием мест для постоянного расположения штабов некоторых полков, кои доселе занимали места самые нездоровые и, не имея прочных заведений, не могли иметь порядочного хозяйства по образу службы солдат в здешней стране, требующего особенного внимания. В Персию выехал я через военный пост наш, называемый Гумри, следуя близ самой турецкой границы. Паша Акарский прислал ко мне чиновника с письмом, в котором поздравлял меня с благополучным прибытием, извиняясь, что не мог выехать для свидания со мною. Через Столынь, армянский Имчадзинский монастырь, прибыл я в город Эревань, где, пробыв весьма недолго, отправился в Таврис. Тут, равномерно оставшись непредложительное время, прибыл в Султанию, куда шах расположил перейти на все лето, убегая несносных жаров, какие бывают обычно в Тегеране. Вкратце скажу, что возложенные на меня поручения кончил я довольно удачно. Переговорам моим немало способствовало то, что я вежливым образом обхождения моего и умевший оказывать лестное уважение шаху весьма ему понравился. Он щедр был в похвалах на мой счет, и никто из вельмож не смел ничего сказать противного. Не столько нравился я Аббас Мерзе, нареченному наследником Персии, потому что уклонился от признания его в качестве наследника, ибо не видал в нем никакой для нас пользы, хотя то инструкцию и предоставлено мне было. Со времени посещения моего Персии уничтожен в отношении к русским тот гордый этикет, которому подвергались они наравне со всеми прочими европейцами, и для коих он доселе существует. Настояния о возвращении приобретенных нами от Персии провинций были весьма усилены, тем более что Министерство Персидское хотело показать народу сей знак уважения к шаху императора, как признание его могущества. От подвластных нам ханов под видом торговли посланы были люди для разведывания. Как я буду принят, и не успеют ли персияне возвратить мусульманские наши земли? В простом народе неблагонамеренными людьми рассеяны были слухи, что я согласился отдать обратно ханство, и сие производило некоторые беспокойства, могущие иметь неприятные следствия. В отвращение онных должен я был во время пребывания моего в султании оставить прокламацию к жителям наших ханств, в которой обещал не уступать и одного шага земли из приобретенной нами. Действие прокламации сей было полезно и тем много убеждало, что я писал онную из того места, где производились переговоры. Народ увидел твердость, с какой охраняет правительство своих подданных. Через шесть месяцев я возвратился из Персии обратно. В продолжении столько короткого времени нельзя собрать о государстве обширным достаточно сведений. Мне же, возможно, и предстояли препятствия приобрести онные. Но что я узнал через собственных чиновников, делавших знакомство, и от людей, которых нашли мы нам благоприятствующими, скажу вкратце. Персия есть страна, недовольно населенная. Северные области онной, границам нашим и Каспийскому морю обращенные, заключают и больше народонаселения, и больше земли богатства. Из них Адеринжанская изобилует всякого рода хлебом и имеет наилучшее скотоводство. Гелянская знаменита производимым в ней шелком в большом весьма количестве. Производят много хлопчатой бумаги и сарочинского пшена. Жители онной имеют с Астраханью торговые сношения и обращают в он их значительные капиталы. Всоразмерность пространства земли обработанной мало. Во многих местах по свойству своему, а паче по недостатку вод, она ничего не производит, и наипаче возвратиться к плодородию может разве при размножении народа трудолюбивого и усилиях постоянных. Довольно значительная часть народа, прочных жительств не имеющая, надолго отдалит приведение государства в лучшее устройство. Нет более праздной жизни народа кочующего. Никакое состояние не питает сколько чувства независимости. В Персии образа правления определенного нет. В руках шаха власть беспредельная, более или менее отягощающая подданных, смотря по свойствам царствующего. В Турции есть обычай, коим долговременная их бытность дала некую святость закона. Улема имеет сильное влияние на власть и может делать представления, которые подчасту не остаются без успеха. В Персии неравным пользуются уважением священнослужители и нет ни малейших препятствий действию власти. Нынешнего шаха господствующая страсть собирать сокровища и народ обременяется чрезмерными налогами. Грабительство приведено в систему и обращено в необходимость для каждого из управляющих, ибо без денег и подарков ни милости шаха, ни покровительства вельмож ниже уважения между равными снискать невозможно. Деньги доставляют почести и преимущества, коих персияне ненасытимы. Деньги разрешают преступления, с которыми персияне неразлучны. Сама вера не только не налагает обуздания на страсти, но часто искусным толкованием получает направление, льстящее пороком. Несмотря на сие, власть, менее порочно употребленная, может извлечь большие средства из народа покорного, терпеливого, воздержного и спокойно приемлющего новое установление. Если будет шах, который по необузданности самовластия одно то уделит в пользу человечества, что оградит жизнь подданных законами, сделает великие начала. Если который из шахов обеспечит собственность от притязания, успеет во всяком предприятии и будет боготворим. Но едва ли возможно ожидать всего, ибо оба сие условия в понятии восточных народов составляют главнейшие преимущества деспотизма и принадлежность властителей. Весьма вероятно, что как сие не захотят лишиться свободы самовластия, так и народы не осмелятся познать необходимости обуздания. Теперь Персия разделена на равные части, вверенные управлению сыновей шаха, и второй сын, Аббас Мерза, объявленный наследником, которому помогают англичане, вводит успешно значительные преобразования. Регулярные войска устрояются на хорошем основании. Артиллерия в отличном порядке и умножается очевидно. Есть литейный хороший завод и оружейная фабрика. Учреждаются крепости по образцу европейских. Извлекаются руды и уже медь, свинец и железо в большом количестве. Предназначается устроение суконных фабрик и завода для очищения сахара, дабы избежать угнетающей монополии Ост-Индской компании. Аббас Мерза предоставляет иноземцам всякого рода выгоды, и нет сомнения, что найдутся способные люди для приведения многих частей в порядок. Под его распоряжениями теперь уже много войск и артиллерии, и по обстоятельствам легко может быть увеличиваемое число он их, ибо собрание рекрут производится без затруднения, и самые даже кочующие народы начинают давать он их, почти не оказывая ропота. Всему может быть препятствием закоренелое невежество знатного дворянства, которое верить не хочет, чтобы нужны были заслуги и достоинства тому, кто имеет преимущество знатного происхождения. Они понять не могут постепенного возвышения в чины детей их, которым доселе без всяких заслуг предоставляемая была власть, даваемые важные поручения и начальство над войсками. В Персии почти каждый поселянин воин, и сребячество приобыкает к оружию, а потому каждый поступает на службу хорошим стрелком. Труды переносят терпеливо, в пищи чрезвычайно умерены, удобны к движениям необычайно скорым, и в короткое время Персия может иметь пехоту, которая станет наряду с лучшими в Европе. Англичане употребляют всевозможные усилия противопоставить могуществу нашему всей стране все препятствия. Деньги, расточаемые ими в министерстве и всем приближенным шаха его наследника, не допустят искреннего сближения Персии с Россией. Никогда! На возвратном пути из Персии получил я известие о кончине генерал-майора Кутузова, командовавшего после меня в Грузии. Горестно было лишиться приятеля испытанного и помощника по службе наилучшего. По возвращении в Тифлис нашел я Грузию довольно спокойной. Только в Кахетию врывались партии Лизгин, но ничего вредного не произвели. В Дагестане приметно было, что крылись намерения злые, и поведение Сурхай-хана Казакумыцкого, тесные связи имеющего с Дагестаном, весьма были подозрительны. Более осторожный Мустафа-хан Шерванский, женившись на дочери Сурхай-хана, хитростью сего последнего, хотя вовлечен был во все его намерения, но умел поступки свои прикрывать наружностью приверженности правительству. Аварский хан Султан Агмет частыми письмами уверял в преданности, но известно было мне, что действует совсем противно. Со стороны Кавказской линии наиболее беспокойств и разбоев производили чеченцы. Кабардинцы несколько менее, но не переставали делать хищничество. 1817 год примечателен был необыкновенным разливом вод, которые произвели величайшее опустошение в поселениях казаков на Кубани и Терике, но император, вознаграждая понесенные им и потери, изволил пожаловать по представлению моему довольно значительной суммы денег. В 7 же году с горы Казбека обрушился снег, остановивший течение реки Терика почти на целые сутки. Ущелье, по коему он протекает, завалено было на большое расстояние и в высоту на 50 сажен. Сообщение с Кавказскую линию прервано было надолго. Подобные снежные обвалы бывают всякие 7 или 8 лет, требуют величайших трудов для проложения через них дороги. Имея намерение ввести войска в чеченскую землю и не имея их достаточно на Кавказской линии, испросил я прибавление одного егерского полка и таковой назначен был из Крыма. Сверх того, из Кубинской провинции, от полка Троицкого, приказал я отправить один батальон в Кизляр. Один батальон кабардинского полка пошел в Моздок из Грузии. В конце сего года собралось стифлис грузинское дворянство на выборы. По уничтожению многих должностей, которые во время царей и, соответственно, при дворе их или в судебных местах занимаемые были лучшими фамилиями, правительство в вознаграждение определяло довольно щедрые пансионы и сверх того советников предоставило княжеским фамилиям по выбору. Другие менее важные должности назначены были равномерно по выбору для дворянства. Здесь дворянство весьма многочисленное. Князей же, по крайней мере, столько же, как графов в Польше и также ни те, ни другие прав своих неси преимущества, доказывать не желают. Предместники мои не могли успеть составить депутатское собрание, встречая решительное со стороны дворянства упорство. Его устрашала дворянская грамота, которую российское дворянство приняло от государей своих как величайшее благодеяние. Таким образом, приемлются здесь многие из благотворных правительства постановлений. Мне, однако же, удалось согласить дворянство на составление депутатского собрания, хотя не без затруднения, и оно приступило к действию. Составлено правило в руководство с некоторыми облегчениями, кои утверждены по моему представлению. Я и спросил дозволения мусульманам доказывать бегское свое происхождение, ибо некоторые из них в давние времена бывали даже независимыми владителями. Почему могут принадлежать им права дворянства? Действия депутатского собрания, прежде представления их в Герольдию и далее в Сенат, поступают на рассмотрение главного управляющего. Я подшел нужным сие средства, дабы отвратить злоупотребления, коих мог ожидать от влияния сильных фамилий, приобыкших давать покровительство низшим состоянием. Чтобы дать понятие, какие правительству предстоят препятствия в малейших его постановлениях по закоренелому невежеству и привычке к беспорядкам, достаточно сказать, что все вообще противились учреждению в городе квартирной комиссии для уравнительного разделения постоя. Тем более здесь отяготительного, что кроме военных людей и самим гражданским чиновникам отводятся квартиры. Три дня осем рассуждаемо было без успеха. И даже были мнения, дерзко порочившие сие правительство распоряжения, я не иначе мог кончить то, как объявив, что все собравшиеся для рассуждения будут заперты до того, пока выберут членом в состав комиссии. И комиссия учредилась. Здесь вообще все состояния, исключая черного народа, довольно добродушного и готового научиться кроткому повиновению, приобыкли предавать распоряжениям начальства привратное истолкование. Если когда не смеют совершенно отказаться от исполнения, то испытывают наклонность к каким-нибудь переменам, дабы впоследствии рассказывать легковерным, что принудили к тому сопротивлением. Тщеславие сего рода в особенности принадлежит здесь знатнейшим княжеским фамилиям, к мнению которых все прочие имеют рабственное уважение. Многоразличные обстоятельства понуждали предместников моих ласкать высокомерие сих людей, ибо слишком сильным почитаемо было влияние их в народе. Они же, при возникавших часто в здешней стране мятежах, употребляемы будучи к прекращению он их, в каковых случаях весьма мало из них бывали сколько-нибудь надобными, почитали себя необходимыми, и щедро расточаемые им награды принимали как надлежащее им уважение, никогда как милость. Не погрешая, можно сказать о князьях грузинских, что при ограниченных большей части их способностях нет людей большего о себе внимания, более жадных к наградам без всяких заслуг, более неблагодарных. Здесь при царях сильнейшие фамилии пользовались большими преимуществами, и в них, имея всегда нужду, цари попускали власть беспредельную в отношении к принадлежащим им крестьянам. Доходы царства были весьма скудны, неопределительны, не было средств содержать постоянных войск, с соседями были вражды беспрестанные, и войска по надобности собирались с земли. При сих случаях богатейшим из князей, которые могли поставлять большее число воинов, оказываемо было предпочтение, прощались вины и преступления снискивали снисхождение. Они приобыкли к своевольству, и она нередко переходила в непослушание против царей и даже измены. В Грузии почти нет княжеской фамилии, особенно знатной, из которой бы не было несколько изменников в бегах в Персии или Турции. Цари, боясь наказаниями ожесточить фамилии, подчас уже из средств наказания не имея, искали их возвращение, не только обещали забвение вины, но и самые милости. Людям с таковыми свойствами нелегко приобыкнуть можно к правительству, не терпящему своевольства, полагавшему обуздание на власть прихотливую, не имеющему необходимой нужды потворствовать разврату виновным послаблением. По сей причине весьма мало есть грузинских князей, нам приверженных. Я же в особенности обращаю их на себя негодование, ибо в поведении моем с ними примечают они разницу с моими предместниками. Уважение мое дается более приобретающим его заслугами и благонамеренным к правительству расположением, нежели происхождению от знатной фамилии. Отделяю я всякое преимущество князей над дворянами, которые доселе разумели они присвоенным к ним титулом. Между самих князей не поставляю никакого различия, которое прежде, в обиду многих, принадлежало единственно богатству или многочисленности фамилии. Чины, награды и пансионные даются редко, ибо даются достойным, повиновения требуют безусловного. В татарских дистанциях Борчалинской, Казахской и Шамшадильской, Агалары, род дворян, издавна присвоили себе такую степень власти над черным народом, что сей последний, свободный по состоянию и зависящий от них потому только, что поручен им в управление, обязан, будучи некоторыми в пользу их повинностями, сделался совершенно рабами. Не было повинности определенной, не было собственности, которую бы Агалар не мог присвоить по произволу. Подать в казну имя была распределяема. Увольняли Атона и кого желали, но других возлагали по прихоти. Богатые с поселян избегали ее, тягость падала на одних бедных. Наложением штрафа собирали они большие деньги и никому отчета в них не давали. В дистанции, хотя и были от правительства чиновники, называемые главными приставами, но не имели они достаточной власти смирять своевольство Агалар, временем утвержденные обычаи сохранились в полной силе. Цари грузинские, неоднократно испытавшие измену сих народов, думали удерживать их Агаларом поблажая, а сии привыкли пользоваться большими преимуществами, всегда устрашая царей, что при малейшем неудовольствии народ свободный, кочевую жизнь ведущий, оседлостью к земле непривязанной, перейдет к персиянам. Начальство доселе те же самые употребляло средства, ту же самую имело боязнь, чтобы жители не бежали за границу. И продолжавшаяся с Персией война и внутреннее беспокойство понуждали его к снисхождению, которое умножало власть Агаларов. Не мог я допустить всего рода управления дистанциями. Время мирное предоставляло мне возможность приступить к некоторым вонам переменам. Я издал постановления, коим определены отношения народа к своим Агаларам. Они введены в обязанности управляющих деревнями, но не принадлежат им он и в собственность, и могут переходить от одного к другому, служа или вознаграждением за верность и усердие, или отъемлены будучи за измену и недоброжелательство, и даже жестокие и несправедливые поступки. Каждому из Агаларов по знатности рода, по уважению в народе, по заслугам правительству и смотря по многочисленности семейств, назначена прислуга целыми семьями, которыми распоряжаются они по произволу, употребляя в работу по своим домашним нуждам. Семьи сии назначаются на известный срок и по очереди, разве по добровольному согласию, иначе в услужении удерживаемы быть не могут. От податей и всяких других повинностей на то время изъемлются. Всех прочих жителей работы в пользу Агаларов, как во образе своем, так и во времени, определены с точностью. Постановление сие, ограничивая выгоды Агаларов, им не нравилось, и они просили, чтобы сделал я в нем перемены. Они жаловали, что с тем потеряют уважение в простом народе. Меня уверяли грузинские князья, что они не могут сделать привычки к всему вещей порядку, и, неудовольствиями их пользуясь, персияне непременно уговорят к побегу. Грузинское дворянство желало беспокойств и возмущений, ожидая, что я, устрашен будучи ими, оставлю весь порядок управления в прежнем состоянии, и что сие распространится не менее и на самую Грузию. Я ожидал, что побегут за границу некоторые из Агаларов, ибо таковы охотно принимаемые персиянами и теперь живут там. Знал я, что по привычке покорствовать, некоторые из простого народа за ними последуют. Но я решился на то, ибо уверен был, что все татары и даже в большом количестве на побег не согласятся, потому что далеко в Персию не пойдут, а в соседственных землях не найдут равных выгод. Я имел и то в виду, что побеги таковые могут случаться только в самом начале, но когда простой народ увидит свои выгоды, освободясь от прежнего управления Агаларов, лучше состояние свое употреблением трудов в собственную пользу. Влияние на него Агаларов уничтожится. Я отверг все просьбы и жалобы Агаларов и приказал главным приставам наблюдать за точным исполнением постановления. Главнейшее неудовольствие обнаруживали двое важнейшие Агалары казахской и шамшадильской дистанции, сильные обширными связями родства и приобыкшие к господствованию. За Симе учрежден бдительный присмотр и за сношениями и за границей. С 1818 года, в самом начале апреля месяца, выехал я на Кавказскую линию. Дорога через горы от глубоких тающих снегов была ужаснейшая, и я немалое расстояние проходил пешком. Из Георгиевска отправился я для приобретения правого фланга линии. Темнолесную крепость нашел я по обстоятельствам совершенно ненужную. Не знаю, какую она и прежде могла приносить пользу, будучи расположена в таком месте, где ничего не защищала, куда не мог прийти неприятель по местоположению, почти неприступному. Не могла даже вмещать такого числа войск, с которым бы удобно было пуститься на самое легчайшее предприятие. Нельзя было расположить в ней никаких запасов, ибо нет к ней дорог, кроме весьма трудных. Устьлабинскую крепость, по многим о ней рассказам, ожидал я найти чрезвычайную. Она точно столь обширна, что по количеству на линии войск ее занять надлежащим образом неким. В крепости нет ни одного строения каменного. Казармы, провианские магазины, самый арсенал – деревянные. Один весьма небольшой колодезь. Довольствоваться живодою из Кубани неприятель легко воспрепятствовать может. Словом, подобные крепости не могут быть терпимы против неприятеля. Каковы вообще здешние? Кавказская крепость в меньшем гораздо размере и лучше Устьлабинской. Но крутой берег, на котором она лежит, обрушился от множества заключающихся вонам источников и уже часть большей крепости в развалинах. Я отменил исправление оной. Прочный окоп – есть небольшое укрепление, лежащее против малосильных закубанских народов и в худом весьма состоянии. Укрепление святого Николая устроено предместником моим генералом Ртищевым. И трудно узнать, чего он желал более – место нездорового или бесполезного. Во время разлития Кубань наполняла водою все укрепление и через окна входила в жилище солдат. Болезни и смертность превосходили вероятие. Я приказал уничтожить убийственное сие укрепление. Вообще можно сказать о правом фланге Кавказской линии, что по причине протяжения его и мест повсюду открытых нет никаких средств сделать его более твердым и оградить от нападений за кубанцев, имеющих удобные через Кубань переправы во множестве. Должно предписать одному несогласию живущих за Кубанью народов, что они далеко внутрь линии нашей не делают набегов, на что по многолюдству их легко бы могли решиться. Умножившееся в Кавказской губернии население заставило распространить жилище почти до самой Кубани и потому наиболее подвержены они опасности. Неприятель имеет весьма сильную конницу. Стоящие на кордоне казаки наши, если бы и не были рассыпаны на большом пространстве, не могли бы противостоять оной по несоразмерности сил. Пехота же не имеет достаточной подвижности, чтобы воспрепятствовать набегам. Я нашел на линии данное всем войскам запрещение не преследовать за границу хищников. Причина у сего боязнь моровой язвы, которая весьма часто появляется между закубанцами, сообщаемая им через Анапу из Константинополя. По связям закубанских народов с кабардинцами из сих последних с чеченцами, против их вообще одинаковая предпринимается осторожность. Они знают о всем запрещении и тем с большей наглостью производят разбой. И бывали даже примеры, что возвращаясь с набега на земли наши, лишь только вступят на свою сторону, отзываются с насмешку к преследовавшим их войскам или на кордоне стоящим пикетом и показывают безбоязненно похищенную ими добычу. С радостью приняли войска приказание преследовать разбойников и, конечно, не будет упущен ни один случай отмщения. До сего не испытали мы еще большей опасности от заразы и несколько раз появлявшаяся на линии была счастливо прекращена. Я в 1816 году приехал в Грузию вместе с чумою и немало не подозревал о том. Конвойная, припровождавшая меня через горы команда, взята была из заразившихся донских полков, следовавших на службу в Грузию. Вскоре потом обнаружилась оная в полках, но я уже был в Тифлисе, и конвойная команда свободно со всеми собралась, следовательно, весьма многие могли бы быть сомнительными, и меры осторожности делались невозможными. Полки донские успел я не допустить за один марш до Тифлиса, где расположили на открытом поле. Свежий воздух октября месяца чрезвычайно способствовал очищению, и вся потеря ограничилась десятью казаками. Если бы я получил известие о заразе на одни сутки позднее, полки прошли бы в Тифлис и отправились во все провинции. Нечаянный случай открыл заразу. В полках, преследовании через Кавказскую линию, было два человека умерших казаков. Число весьма обыкновенное, по которому нельзя ничего было подозревать чрезвычайного. Но не зная почему, вздумалось начальнику линии генерал-майору Дель Потца приказать отрыть и освидетельствовать умерших. И медицинские чиновники нашли на них знаки моровой язвы. Тотчас же отправленный ко мне курьер успел предупредить прибытие полков, но сами они о существовании между ними заразы ниже помышления не имели. Впрочем, от заразы в здешней стране едва ли возможно предохраниться. Чиновникам и даже войскам можно внушить, сколько в таковых случаях спасительна предосторожность. Но можно ли таковое ожидать от простолюдина, иначе от мусульман, верящих предопределению? Таковых у нас весьма много, и у всех живущих близко границы есть родственные связи в соседственных землях и беспрепятственные сношения, которых при всей бдительности прекратить совершенно невозможно. Тайным сообщением способствует множество дорог, между коими есть некоторые нам неизвестные. Словом, от чумы охраняет нас одно счастье. При обозрении линии со вниманием рассматривал я окрестности города Ставрополя, ибо со временем намереваюсь я перенести туда губернский город и оставить Георгиевск как место самое губительное для всех живущих в нем. Я приказал остановить все крепостные работы, жалея о тех, которые произведены с большими весьма издержками, и там, где давно уже видеть можно было, что они совсем не надобны. Не мешало бы и моим предместникам сие заметить. Из Георгиевска проехал я Гребенского войска в Червленную станицу, неподалеку от Кои приуготовлена была на Тереке переправа для войск, назначенных в Чеченскую землю. Я приказал некоторые части перейти на правый берег, ожидать, пока соберутся прочие войска. 24 мая переправился весь отряд, состоящий из двух батальонов 8-го и двух батальонов 16-го егерских полков, одного батальона Троицкого, одного батальона Кабардинского пехотных полков, шести орудий батарейной, шести легкой и четырех конной артиллерии, донских и линейных казаков 500 человек. Оставивши одну роту и два орудия для охранения переправы, весь отряд в один марш перешел от Терека на реку Сунжу. Все владельцы селения Чеченских, расположенных по берегу Терека, именующихся Мирными, находились при войсках. Селения сии не менее прочих наполнены были разбойниками, которые участвовали прежде во всех набегах чеченцев на линию. В них собирались хищники и укрывались до того, пока мирные чеченцы, всегда беспрепятственно приезжавшие на линию, высмотрев какую-нибудь оплошность со стороны войск наших или поселян, могли провождать их к верным успехам. Чеченцы, издали высматривая движения наши, не сделали ни одного выстрела до прибытия нашего к Сунже. Весьма немногие из самых злейших разбойников бежали из селений, по левому берегу лежащих. Все прочие бывали в лагере, и я особенно ласкал их, дабы, оставаясь покойными в домах своих, могли привозить на продажу нужные для войск съестные припасы. В лагерь взяты были от их селений аманаты. Старшины почти всех главнейших деревень чеченских были созваны ко мне, и я объяснил им, что прибытие войск наших не должно устрашать их, и если они прекратят свои хищничества, что я не пришел наказывать их за злодеяния прошедшего времени, но требую, чтобы впредь он их делаемо не было, и в удостоверение должны они возобновить давнюю присягу на покорность, возвратить содержащихся у них пленных. Если же ничего не исполнят из требований моих, сами будут виною бедствий, которых не избегнут, как явные неприятели. Старшины просили временно размышления и совещания с обществом, ничего не обещали, отзываясь, что ни к чему приступить не могут без согласия других. Приезжая нередко в лагерь, уверяли в стараниях своих наклонить народ к жизни покойной, но между тем из многих неосновательных рассуждений, сколько неудобно исполнение требования о возврате пленных, можно было заметить, что они не имеют вовсе намерения отдать их. В совещаниях их находились всегда люди нам приверженные, и от них обстоятельно знали мы, что известные из разбойников, не надевшиеся на прощение за свои преступления, возмущали прочих, что многие из селений по связям родства с ними взяли их в сторону и отказались ездить в собрание. Прочих же успели они уверить, что русские, как и прежде, пришли для наказания их, но потому не приступают к оному, что опасаются в летнее время вдаться в леса непроходимое, что устроение крепости есть вымысел для устранения их, но что того не имеем мы намерения, и даже ни малейших нет к тому приготовлений, что чеченцам нужно иметь твердость, что мы, пробывши некоторое время, возвратимся на линию. Продолжавшиеся сряду три недели проливные дожди и холодная чрезвычайная погода препятствовали нам приступить не только к работам крепостным, но даже к приготовлению нужных для того вещей и к начертанию укрепления. Сие наиболее утверждало чеченцев в мнении, что пребывание наше на земле их временное, и когда потом приступлено было к работам, они не переставали думать, что делаем только вид того и их оставим. Впоследствии приказано было селением, от коих были у нас аманаты, доставлять лес на стройку. Ближайшие не смели оказать непослушание, те же из селений, которые расположены были в отдалении, или за известным урочищем, называемым Хан-Кале, где узкое дефиле, поросшее частным весьма лесом, делало дорогу непроходимую, отказали в доставке леса, и объявили, что никаких обязанностей ни себя не приемлют, и ни в какие сношения с русскими не вступят. Повинующихся нам начали устрашать отгоном скота их, и даже нападениями на их жилище. Урочище Хан-Кале начали укреплять глубоким рвом и валом, по всем дорогам выставили караулы и пикеты. Редкая ночь проходила без тревоги, ибо, подъезжая к противоположному берегу реки, стреляли одни из ружей в лагерь. Нападали на передовые наши посты, и разъезды в лесу, где вырубали мы хворост, всегда происходила перестрелка. Словом, во всех случаях встречали мы их готовыми на сопротивление. К соседственным лесгинам и другим народам горским послали они просить помощи. В продолжение всего получил я от Шамхала Тарковского уведомление, что брат хана Аварского, управляющий небольшой провинцией, называемую Мехтулли, смежную с владениями Шамхала, давно прежде угрожавшая владеть его деревнями, собрав толпу вооруженных, захватил некоторые из он их. Что акушинский народ, сильнейший в Дагестане и воинственный, подстрекаем будучи аварским ханом и более еще беглым дербенским Шиг-Али ханом, которого укрывал у себя, и грузинским царевичем Александром, присылает к Шамхалу старшин своих, с требованием, чтобы отказавшись от повиновения русским, присоединился он к нему и содействовал в предприемлемых им намерениях или в случае несогласия выгонит его из владений. В подвластных своих примечал уже Шамхал большое непослушание, и многие взяли сторону акушинцев. Командующий войсками в Кубанской провинции и Дербенте, расположенными, генерал-майор Пестель донес, что в Дагестане приметен рождающийся дух мятежа, что горские народы, наиболее злобствуя на Шамхала за приверженность его к нашему правительству, намереваются сделать нападение на его земли. Страшат также Уцмия Каракайдацкого, прибегнувшего наконец покровительству нашему, и хотя поздно узнавшими, однако же нет для него другой надежной защиты. Таковые известия сообщал беглый царевич Александр, наследнику Персии, Аббас Мерзе, и министру его, Мерзе Бюзурку, предписывая деятельности своей и усердию к пользам Персии, что он возмутил Дагестан против русских. Письма сии были перехвачены, и явно открылось, что Аббас Мерза для сего предмета доставлял царевичу деньги. Но всегда он их был, однако же, недостаточно, ибо царевич жадовался на свою бедность и точно претерпевал оную. Аварский хан, имеющий вражду с Уцмием Каракайдацким, давал у себя убежище людям для него вредным и подослал таковых для произведения возмущения в его владениях. Генералу Пестелю дал я немедленно подробнейшее наставление. С двумя батальонами пехоты, шестью орудиями артиллерии и сколько можно собрав казаков выступить к реке Дарбах или ближе к городу Башлы, будя есть место удобное для расположения лагеря. Город сей, имеющий до трех тысяч семейств, заключал в себе всех людей, не повинующихся Уцмию, явно недоброжелательствующих нам. Связи с горцами заставляли и прежних владетелей с осторожностью употреблять власть свою, снисходить к винам жителей и сии, наконец, вошли в привычку худо повиноваться. При войсках наших должны были находиться полковник Аслан Хан Кюринский со своей конницей и конница Кубинская и Дербенская. Генерал-майору Пестелю запрещено было начинать военные действия, но оказывая к тому готовность, пропустя слух о следовании трех тысяч войск в Дагестан, для которых требовать заготовления продовольствия от Шамхала, удерживать окушинцев во внимании к собственной защите и не допускать к оскорблению находящихся под покровительством нашим. Смиряя присутствием войск самовольных жителей города Башлы, удерживать их по виновению Куцмию и тем усилить его власть. Взять под надзор в Дербент подосланных аварским ханом, живущих во вражде с Уцмием, его родственников, делающих подвластных ему разврат и беспорядки, уверив их, что предосторожность сия употребляется для сохранения их от опасности, по злобе к ним Уцмия. Найти приличное средство войти в сношение с акушинским народом и требовать от него аманатов, или иначе могут в опасности быть пасущиеся на плоскости в осеннее время стада их. Наклонить Уцмия, чтобы войсками своими изгнал Абдулла Бека, зятя беглого ших Алихана, который похитил управление Табасарана, провинцию, состоявшей частью под нашим покровительством, дав надежду Уцмию, что сын его заступит его место. Шамхала и Уцмия уведомил я о назначении войск собственно для их защиты. Аварскому хану, который до того казался приверженным, писал я, чтобы он старался воздержать акушинский народ от наглых угроз, которые смеет он делать владетелем, подданным императора, и чтобы брату своему воспретил поступать неприязненно с Шамхалом. Акушинскому народу дал я знать, что приняв на себя обязанность не делать набегов на владение российски и утвердив то данную присягою, нарушение оной не оставит правительство без наказания. Что неприязненным действием почтуя нападение на земли, Шамхалу и Уцмию принадлежащее. Что я лучше хочу предостеречь народ, которого желаю я спокойствия, нежели впоследствии подвергнуть себя упреку, что оставило его в неведении, какие бедствия он себе приуготовляет. В Чеченской земле между тем приступлено к построению крепости, которая по положению своему, стесняя жителей во владении лучшими землями, стоя на удобнейшей дороге к Кавказской линии и недалеко от входа через урочище Хан-Кале названа Грозною. В производстве работ сколько могли чеченцы делали препятствия. Редко случалось, что солдаты, оставляя шансовый инструмент, тут же брали ружья и отражали нападение. Но когда через реку Сунжу сделана была переправа и на противоположном берегу устроено укрепление, чеченцы менее появлялись на нашей стороне. Все ближайшие к урочищу Хан-Кале оселения или те, коим полагали они, что войска удобнее пройти могут, вывезли лучшее свое имущество. Жены и дети оставались в таком положении, чтобы при первой тревоге удалиться в ближайшие леса, где приготовлены были шалаши. На ближайших полях брошен был хлеб, который по боязни не собирали, и уже в летнее время чувствуем был воном недостаток. Пришли, наконец, в помощь лесгины, и между чеченцами примечена большая деятельность в приготовлениях к сражению. Повсюду показывались они в больших уже силах. Деревни по левому берегу реки Сунжи и одна на правом берегу, называемая Сунжинскую, сохраняя все наружности преданности, не только лесгин, кое из самих даже чеченцев, явно противящиеся нам, не принимали. Между многих перестрелок с отрядами нашими была одна весьма сильная. Когда к квартирмейстерской части подполковник Верховской послан был занять лес, в котором надобно было произвести порубку для строений. Войско Донского генерал-майор Сысоев с малым числом казаков, сделав атаку на сильную чеченскую конницу, наказал за содеянное нападение на отводные наши караулы, причем изрубили они несколько человек. Главное же дело происходило 4 августа. С Кавказской линии должен был прибыть в лагерь большой транспорт с провиантом и разными другими вещами, при которых много было едущих к войскам чиновников. В конвое находились одна рота пехоты с пушкой и несколько казаков. Чеченцы с лесгинами вознамерились сделать на транспорт нападение, а всем незадолго дали нам известие, и я навстречу транспорту отправил часть войск. Когда же из крепости замечено было движение в больших силах, то отправил я в помощь с частью начальника корпусного штаба полковника Вильяминова. Неприятельская конница успела уже перейти реку Сунжу и пустилась на транспорт. Часть пехоты шла вслед за Оною, и еще довольно Оноя оставалась для охранения переправы. Увидев идущие из крепости войска наши, конница тотчас обратилась к своей пехоте, и сия двинулась навстречу нашей. Толпы ее, боясь действия артиллерии, не смели весьма приближаться, но стрелки вышли во множестве, и начался весьма сильный огонь. В сей день чеченцы дрались необыкновенно смело, ибо, хотя недолго, могли, однако же, они стоять на открытом поле под картичными выстрелами. Но когда полковник Вильяминов приказал войскам идти поспешнее к деревне Очага, куда бросилась неприятельская конница, как приметно к переправе, ибо известен был всем вместе хороший брод. То происходило замешательство, и немало людей потонуло. Полковник Вильяминов мог их стеснить селение Очага, и артиллерии удобно было действовать с большим успехом, но жители селения сего, нам покорные, и не участвовавшие в предприятии чеченцев, выбежали к нему навстречу, прося пощады. Он не мог не исполнить их просьбы. Потеря всем дели с нашей стороны была ничтожная, и транспорт без всякого вреда прибыл в крепость. Вскоре после сего произошли между чеченцами и лесгинами несогласия и ссоры, и сии последние, не в состоянии будучи переносить жаркого летнего времени и оставивши не менее половины людей до выздоровления, удалились в дома свои. Сим кончились все подвиги лесгин, и чеченцы, знавшие их по молве за людей и весьма храбрых вразумились, что подобными трусами напрасно они нас устрашали. Прежде в ожидании от них большего вспомоществования разглашали они о прибытии их в больших силах, открылось наконец, что их было до тысячи человек. Из Грузии получено известие, что укрывавшийся в горах беглый грузинский царевич Александр проехал тайным образом и с весьма малым числом приближенных к нему людей в Вахалцикский Пашалык, правдоподобно тому, что в Персию опасно было проехать, ибо по дорогам туда повсюду поставлены были караулы и татарам строго подтверждено было от тщательном наблюдении. Царевич проехал недалеко от штаба одного из донских казачьих полков и, конечно, от оплошности командующего он им, который только потому избавлен мною от ответственности, что я не хотел показать грузинам, что я желал достать его, ибо они по невежеству всегда считали его опасным для нас человеком, и многие недоброжелательствующие нам старались размножить мнение, что правительство в некоторых случаях потому поступает снисходительно, что опасается огоршить дворянство, чтобы оно не преклонило народ на сторону царевича. В бегство его сей раз в Турцию провожатыми были чарские лесгины, имеющие повсюду связи, и, конечно же, многие из наших, если бы не способствовали тому, то без сомнения знали. Начальство же было предупреждено с большой подробностью, и в поимке все нужнейшие приняты меры. Из Дагестана генерал-майор Песталь сообщил мне известие, что окушинцы намереваются прийти с войском и потом вступить с ним в переговоры, что жители города Башлы, видя расположенные недалеко от них войска наши, тайно приглашают их к себе на помощь, что умцы, показывая притворную вражду с ними, сам того желает, ибо по свойствам недоверчивости имеет сомнение, чтобы мы для пользы его хотели смирить башлынцев. Я предписал, если точно придут окушинцы и захотят иметь с нами переговоры, не входя с ними ни в какое объяснение, требовать аманатов. Если Шамхал, Умций, князь Аварский будут предлагать какие-нибудь условия, напомнить им просто обязанности верноподданных. Между тем, стоять с лагерем в открытых местах, никак не вдаваясь в горы или трудные местоположения, что в равнине, имея с собой артиллерию, может он противостоять всяким их усилиям. Если нужна будет ему в войсках подвижность, чтобы все тягости отправил назад, и, самое необходимое, имея обоз, сохранял бы его в укреплении хорошо защищенном. Подтвердил не побуждать неприятеля к действию, напротив, ничего решительно не предпринимая, дать время несогласию поселиться между ними, ибо без единоначалия и без привычки к послушанию необходимо будут различные мнения, и следствия он их раздор, что собравшись в значительных силах без приуготовления способов продовольствия долго вместе пробыть не могут и возвратятся домой, а тогда на оставленных башлынцев напасть будет удобно. Или если по обширности города и по многолюдству вон им нельзя будет разорить его, то по крайней мере нанести действием артиллерии большой вред стесненным его расположением. Пользоваться случаем отгонять лошадей и скот, коих потери тем чувствительные, что составляет главнейшее здешних народов богатство. Для усиления отряда генерал-майора Пестеля из батальона, расположенного в Елисоветпольской крепости, приказал я отправить 300 человек. В Дербенте распоряжено иметь огнестрельные запасы. 1 числа октября поехал я из крепости Грозной на линию, где в селении Прохладном пригласил к свиданию со мной князей кабардинских, главнейших из священнослужителей и знатнейших из уздений. Все почти приехали, кроме малого числа злейших разбойников, которые явиться не смели. С досадой упрекал я им в нарушении обещания вести жизнь мирную и самой присяги в том, что несколько раз имиданной. Упоминал о многих в недавнем времени происшествиях, которые обнаруживают их самыми подлыми мошенниками, и что известная некогда храбрость их и воинственная между горскими народами слава помрачена презрительнейшими делами, одним гнусным ворам свойственными. Поставил им в пример того же года наказанный за укрывательство разбойников Трамова аул неподалеку от Константина Горска отстоявший, который по приказанию моему разрушен до основания, взятый до двух тысяч лошадей и весь скот, и что житель Монова только позволено было вывести жен своих и детей. Обещал, что равное сему и их ожидает наказание, если не переменят своего поведения, если родители не будут воздерживать детей своих и родственников, помещики своих подвластных, если священнослужители, имеющие большое в народе влияние, не будут делать предписываемых законом наставлений и внушения. Предложив им средством избегнуть грозящих бедствий то, чтобы наказывать сами за воровство и возвращая похищенное, убийц представляли для наказания к российскому начальству, что несколько таковых примеров воздержать разбойников из-за преступления злодеев не потерпят менее виновные, а начальство не будет принуждено посылать беспрерывно войска, которые разоряют землю прекраснейшую. Справедливость замечаний моих не допустила возражения. Многие говорили, что есть средство исполнить требования мои, и что они о том будут стараться, видя, что в советах моих заключается собственное их благо, но только два или три человека осмелились сказать при всех, что льстят мне обещаниями ложными, что ничего не сделают, ибо первейшим из князей надлежит сделать пример над своими ближними и выдать к наказанию за разбой, что трудно быть первым в подобном случае, ибо все прочие поручиться сим будут. Если же так поступят знатнейшие, то они готовы то исполнить и ручаются, что средством сим прекратятся беспорядки, и боязнь, которую они имеют от русских, превратится в прежнее к ним расположение. После сего расстался я с ними, тут же видел, что свидание было бесполезно. Со мной был генерал-майор Дель Потсо, который коротко знал их, и бывший некогда в Кабарде главным приставом, чрезмерную кротостью своей снисхождением, оставляя вины без наказания, наконец попустил их и на самые преступления. Он был причиной уничтожения родовых судов, и с ним вместе начались разврат и беспорядки. Если странным казалось кабардинцам видеть главного начальника без той пышности, какова окружала всегда моих предместников, то не менее удивлялись они, что на свидание с ними приехал я в сопровождение 180 человек пехоты, малого весьма числа казаков, и с двумя пушками гарнизонной артиллерии, запряженной мужичьими лошадьми, с прислугой обветшалых гарнизонных канониров, когда все они вместе составляли не менее 600 человек. Я не мог сие сделать с намерением, чтобы не показать особенного внимания, которым напрасно давно их баловали, но причина настоящая была та, что не можно было найти более войск праздных. В сие время получил я из Дагестана донесение, что генерал-майор Пестель, заметив беспрерывные обманы жителей Башлы, и получив от Аварского хана уведомление, что акушинцы идут в помощь каракайдацкому народу, решился занять Башлы, и что сделал без всякого сопротивления. В то же время дал он знать, что хотя Уцмий ведет себя со всей осторожностью и показывает вид приверженности, ибо за противные поступки его боится подвергнуть наказанию старшего сына его, живущего Аманатом в Дербенте, но многие причины заставляют его думать, что он в сообществе с акушинцами и внушениями своими возмущает против нас башлынцев. Аварский же хан, о коем писал генерал-майор Пестель, как об участвующем в предприятиях акушинцев, тогда же присылал мне письмо с уверениями, что он старается наклонить их к отдаче Аманатов, но я уже предуведомлен был о сомнительном поведении и ему не верил. Генерал-майору Пестелю приказал я взять от Уцми объяснение, каким образом идут к нему в помощь акушинцы, если он их не требовал, и почему ему нужна оная, когда российские войска ни ему, ни его подвластным обид не причиняют, и что если они идут к городу Башлам, то объявить ему, что почту сие за измену с его стороны императору, и тотчас другой возведен будет достоинство Уцмия. В сношениях с акушинцами отдалять всякое влияние аварского хана и ему отозваться, что не входите с ним в объяснение, как с человеком народу сему не принадлежащим. Акушинцев по привытию в Башлы отразить оружием, и для того всегда в готовности оставить занимаемые в городе квартиры, ибо удобнее несравненно напасть на них в поле. С башлынцев взять непременно Аманатов из лучших фамилий. Вскоре после всего известил генерал-майор Пестель, что акушинцы вместе с другими народами Дагестана прибыли и расположились в 30 верстах от башлы с намерением напасть на войска наши и их истребить, надеясь на свою многочисленность. От башлынцев взял уже он Аманатов, и они объявили ему, что будут вместе с войсками нашими защищаться, в провианте делают охотно помощь. Генерал-майор Пестель, устроив некоторые около города укрепления, дожидался неприятеля спокойно. О Шамхале Тарковском дошли до меня слухи, что, невзирая ни на какие угрозы его неприятелей, он не согласился на предложение их с ними соединиться против нас и остался в приверженности своей непоколебимым, но что возмущение в его владениях понудило его оставить Тарки и удалить его семейство в место более безопасное, а жители города, боясь нападения Лизгин, большей частью рассеялись. Генерал-майору Пестелю поручил я дать Шамхалу, что, как скоро только мне возможно будет действовать в пользу его, я ничего не упущу для владителя, оказывающего столь похвальный пример верности императору. До того же предложил Дербент убежищем для его семейства, где также могло сохраняться его имущество. Возвратясь с линии в крепость Грозную, нашел я Сунжинскую деревню, одну из богатейших, которой жителей особенно ласкал я, с намерением оберегая деревню, дабы лежащая поблизости крепость могла получать из нее все необходимые потребности, уже разоренную. Один из жителей он и выстрелил из ружья в солдата, посланный за покупками команды, когда они отдавали ему вала из казенной повозки, которого называл он своим. Офицер приказал схватить преступника, но самого офицера лошадь схватили за повода, и он едва избавился от смерти. Команда должна была возвратиться. Начальник корпусного штаба послал успокоить жителей, чтобы за вину одного мошенника не боялись они мщения, но чтобы выдали преступника для должного наказания, которое он и потому заслуживает, что дерзостью своей подвергал опасности всю деревню. посланный нашел жителей, поспешно выбирающихся из домов и удаляющихся в лес, и ему ответствовано было, что стрелявшего по солдату не отдадут и будут защищаться, если войска придут. Начальник корпусного штаба пошел сам с несколькими ротами, желая, однако же, уговорить их, но встречен был выстрелами. Жены и дети и лучшее имущество были уже отосланы, оставались одни люди для защиты домов. Когда атаковали деревню, части же войск приказано было обойти, дабы охватить оступление в лесу. Все бросились бежать с такой скоростью, что догнать было невозможно. Деревня взята, хлеб, фураж и годный лес настроения выводились несколько дней. После всего происшествия деревни, лежащие на левом берегу Сунжи, недалеко от крепости, все были оставлены жителями без всякой с нашей стороны причины. В них были многие благонамеренные люди, и которые весьма желали спокойствия, но как между чеченцами совершенное безначалие и не воздерживать своевольных, не наказывать преступных никто не имеет права, ибо все почитают себя равными, то люди порядочные боятся подвергнутся ответственности за мошенников и оттого удаляются от места пребывания русских. Выдавать же злодеев в руки неверных, каковы мы христиан разумеют, почитают погрешением против своего закона. Все земляные работы крепости Грозной были приведены к окончанию в половине октября месяца, на зиму приготовлялись для жилища гарнизону землянки, и для вооружения крепости доставлена была артиллерия. Чеченцы верили уже, что пребывание на Сунже русских невременное. В сие время пронеслись разные слухи, что с дагестанцы в больших весьма силах сделали на генерал-майора Пестеля нападение и дрались при башлах в продолжении двух дней, и что намерены возобновить сражение, а часть войск отправить для разграбления кубинской провинции, где войск почти не было. От генерал-майора Пестеля давно уже не было донесения, а из Казиюртского укрепления нашего на реке Сулаке дали знать, что сообщение с Дербентом прервано, и последнее предписание мое генерал-майору Пестелю не могло быть отослано. По расчислению времени не мог я успеть прийти ему на помощь, но знал, что если появлюсь во владениях Шамхала или угрожать стану провинции Мехтулинской, принадлежащей брату Аварского хана, бывшему причину всех беспокойств, то находящиеся против генерал-майора Пестеля дагестанцы, особенно немедля выступил я из крепости Грозной 25 октября. Войска мои состояли из двух батальонов Кабардинского, одного батальона Троицкого, двух батальонов 8-го егерского полков, 14 орудий и артиллерии, 300 человек казаков линейных, всего войск вообще не более было 3200 человек. В крепости Грозной осталось 9 срот 16-го егерского полка, 6 орудий артиллерии и 400 человек линейных казаков. Переправив через реку Сунжу в устье ее у селения Брагунского пришел я в город Андрей 29-го числа и дал войскам день отдохновения. Здесь подтвердились слухи, что генерал-майор Пестель был атакован, но что находится в башлах. Многие говорили, что в сражении мы много потеряли, что взяты у нас пушки, но всем последним мог я усомниться, ибо число пушек показывали более того, каковое у него было. Все утверждали, что Аварский хан предводительствует возмутившимися дагестанцами. В Андрееве были подосланы акушинцами люди для наблюдения за движениями и числом войск наших. Я растягивал батальоны так, что казались они гораздо многочисленнейшими. Батарейные орудия играли важную весьма роль. В город Тарки прибыл я 3-го числа ноября и расположил войска по квартирам, ибо проливные дожди препятствовали идти далее. Шамхал находился при генерал-майоре Пестеле. Жены его готовы были выехать из города и только потому остановились, что услышали о движении войск. Лучшее имущество отправлено было за реку Сулак. Многие из жителей разбежались, боясь возмущения собственных подвластных Шамхала. Все они вышли из послушания, некоторые пошли с оружием против русских, ибо в то самое время Аварский хан возвращался в город Башлы и собирал войска для защиты Мехтулинской провинции, принадлежащей ему с братом его Гассан ханом. В окрестных селениях привезены были раненые в сражении против генерал-майора Пестеля и для погребения тел убитых там. В измене генерал-майора Аварского хана не было уже сомнения. Здесь получил я от генерал-майора Пестеля рапорт, что дагестанцы не менее 30 тысяч напали на него в городе Башлы, и сражение было самое упорнейшее. В первый день мог он защищать построенную им вне города батарею и небольшие окопы, но жители города, оборонявшие некоторую часть укреплений, изменили и впустили неприятеля, который легко мог отрезать сообщение его с войсками, защищавшими ту батарею, и он должен был оставить ее и с нею вместе часть города и расположиться по каналу, проходящему посредине города, что сосредоточило более его силы. Неприятель по многочисленности своей испытывал атаки со всех сторон, но безуспешно. Левый фланг войск наших был наиболее опасный, ибо неприятель все усилия потреблял, чтобы обладеть замком Уцмия, который занимали две роты с одной пушкой. Он, прикрыт будучи возвышением, мог легко приблизиться к замку и начал рыть рот траншей, дабы скрыться от ружейных выстрелов, и вероятно, чтобы удобнее зажечь деревянное строение, которое поверх стен замка расположено было. Пушка не могла уже действовать, и опасно было потерять замок, ибо одна дорога для отступления войск возможная проходила ибо большой в городе пожар препятствовал. После, хотя и преследовал, но отбит был с уроном. Жители города Башлы с большим остервенением бросались, дабы отбить детей своих, которые взяты были в Аманаты, но не могли успеть в том. Генерал-майор Пестель на дороге к Дербенту должен был проходить через некоторые деревни Каракайдацки. Все дороги были перекопаны или завалены, мосты истреблены, но слабо преследуемые неприятелями, без препятствия обошел он их, склонившись к дороге, идущей по берегу моря. Во всех сих сражениях, к удивлению, потери наших убитых и раненых не достигает 400 человек. 11 числа ноября лишь только немного переменилась погода, выступил я из Тарки по направлению в селение Параул Мехтеулинской провинции, где прежде жевал Аварский хан, будучи бахтулинским беком до возвышения его все последние достоинства. За 4 дня до сего предписал я генерал-майору Пестелю, чтобы немедленно возвратился к Башлам и разорил город до основания, что удобно сделать он может, ибо все внимание дагестанцев обратилось к пришедшим со мной войскам. Следовательно, не встретит он другого сопротивления, кроме жителей Башлы. В небольшом от города Тарки расстоянии увидели мы неприятеля, большими толпами занимающего вершины хребта называемого Талгин, у подошвы Коева должны мы были прошедшие несколько верст через него самого переправиться. Короткий день, трудное движение артиллерии по грязной весьма дороге сблизили к вечеру прибытие к тому месту, где был въезд на гору по чрезвычайно крутой отлогости. Неприятель, перекопавший оную во многих местах, защищал большими силами. Поздно было начинать дело, его надлежало изыскивать обход, и не иначе, как ввиду неприятеля. Следовательно, он повсюду, предупреждая и имея выгоду местоположения, мог затруднять подъем войск в гору. Я приказал им отойти и расположиться на ночлег. Авангард мой сделал несколько пушечных и ружейных выстрелов, и, конечно, не принесший никакой другой пользы, кроме той, что увидел я, до какой степени лесгины боятся пушек. Некоторые из сопровождавших меня подвластных Шамхала заметили на вершине горы и самого Аварского хана. По крикам, всю ночь продолжавшимся, и песням войск видна была его радость, что они нас не пропустили. Я готовился с рассветом начать действия и предвидел ощутительную потерю по трудности всхода на гору. Нельзя было отступлением ободрить неприятеля. В первый раз в стране сей появились русские войска и с ними главный начальник. Горские народы смотрели со вниманием на происшествия, и малейшая со стороны нашей неудача или действия, которому можно было бы дать невыгодное истолкование соединило всех их, и мгновенно имел бы я против себя большие силы, ибо сие самое время все дагестанцы возвращались от города Башлы в дома свои, гордые успехом, что принудили генерал-майора Пестоля к отступлению. Один из проводников, давний житель земли, хорошо знающий места, объявляет, что в четырех верстах есть дорога, которая по трудности ее оставлена жителями, но легко по оной может зайти пехота, и вероятно, что неприятель или малыми силами, или небрежно ее охраняет. В полночь на сию дорогу послал я один батальон, с тем, что если может он зайти на вершину, то чтобы, заняв находящийся на оной лес, присоединил к себе составляющий резерв две роты, и ими старался возвести на гору два при них бывших орудия, а мне немедленно дал знать об успехе. Между тем, дабы развлечь внимание неприятеля со стороны хорошей дороги, где он ожидал нас, производилась в ночи перестрелка. Бурная и чрезвычайно мрачная ночь посланному в обход батальону способствовала, пробираясь через густой лес, дойти неприметно до самых неприятельских караулов, которые были столь же нетрезвы, как и неосторожны. Залп впереди стрелков, крик «Ура!» и барабан такой произвели страх, что неприятель рассеялся, оставя на месте все, что имел с собою, и даже немало оружия. При всем случае было у нас только два раненых солдата, и батальон беспрепятственно овладел вершиной хребта. Дорогу сию охранял брат аварского хана, довольно с большим числом людей, но он бежал первый. Всем прочим войскам приказал я туда следовать. Не менее суток подымали мы на гору артиллерию нашу и обозы, но неприятель тотчас бежал со всех пунктов и не было противящегося. Из некоторых близких селений явились старшины с покорностью. Между прочим из одного где в ту ночь главный кади Акушинский с четырьмя тысячами человек имел ночлег свой. Они пришли в помощь изменнику аварскому хану. В селении Параул не застали мы ни души, жители бежали из Онова, но войска нашли богатое продовольствие и некоторую добычу. Отсюда на донесение генерал-майора Пестеля, что в скорости не может выступить к городу Башлы по неимению провианты и готовых огнестрельных запасов, повторил я, чтобы непременно исполнило было прежнее мое предписание и что по обстоятельствам весьма правдоподобно, что он никакого не встретил сопротивления. Надо было разрушить сие давнее гнездо разбойников и нам злодейски изменивших. Наконец уведомился, что он вышел с отрядом в Башлы и что в городе нашел весьма малое число жителей, которые при появлении войск разбежались и он без помешательства мог зажечь город. 14 числа ноября приблизились мы к селению Большой Джангутай, где дожидался нас неприятель, занявший лежавшие впереди довольно крутые возвышения, на коих были сделаны окопы и засеки. При самом начале сражения, когда нельзя было хорошо осмотреть местоположение, сделался такой густой туман, что в близком расстоянии различать предметов было невозможно. И сие необходимо, умедлив наши успехи, могло немало затруднить, ибо в шести верстах находившийся с четырьмя тысячами человек Кадий Акушинский мог прийти совершенно в тыл нам. И хотя взял я против того предосторожности, но разделяя силы уменьшал число сражавшихся. Возвышения были взяты на штыках, но неприятель с такой побежал поспешностью, что его могла догнать одна та часть войск, которая с левого фланга обойдя, занимала уже часть селения. Выбежав из селения, встречен он был нечаянно казаками, которые нанесли ему вред. Спасением своим совершенно обязан он туману, ибо местоположение, как усмотрено после, представляло удобность отрезать отступление и всех истребить. Потерю, однако же, имел он довольно чувствительную. Аварский хан в всем случае не находился. Брат же его равномерно и здесь бежал из первых. С нашей стороны ранено три офицера и рядовых, и убитых, и раненых до 50 человек. Селение Большой Джангутай имело до 600 дворов, и в нем был дом брата Аварского хана довольно обширный. Все приказано истребить, кроме одной небольшой части селения, которую оставили в пользу пришедшим просить пощады жителей. Они, всего лишившись, должны были проводить зиму без пристанища. От них узнали мы многие подробности, и что Гассан хан имел немало войска, ибо в помощь к нему приходили живущие по реке Койсу народы. Войска возвратились в Параул, где в хороших квартирах дано им два дня отдохновения. Акушинцы отправились домой. Аварский хан ожидал ответа на присланное ко мне письмо, в котором, признаваясь виновным в глупом сведении счетов, просил прощения. Я отвечал ему, что нет подлым изменником прощения, что он лишился чина своего и жалования. Он тотчас уехал в Аварское ханство, а я в прокламации, описавший подлую его измену, именем императора лишил его чина генерал-майорского и получаемого им 5000 рублей серебром жалования. В Парауле истреблен дом сего изменника, строение огромное и нарядное. Селение осталось сохранено, ибо в земле сей хотел я иметь людей благодарных. Из Параула пошел я на Карабудак Кент, принадлежащее Шамхалу большое селение и против него бунтовавшее. Все трепетало от страха, жители вышли войскам навстречу. Собранным старшинам и жителям истолкованы обязанности повиновения Шамхалу. Прощено прежнее преступление по просьбе его, но в пример справедливой строгости повешен при всех один из злейших изменников. Семейство его выгнано из селения, дом разорен до основания. Во владениях Шамхала водворилось совершенное спокойствие и тишина. В Карабудак Кенте в первый раз увиделся с Шамхалом, который только что возвратился из Дербента. Привыкши слышать о пышности многих из моих предместников, видев некоторое великолепие, когда с войсками отца своего находился он при генерал-аншефе графе Зубове в походе против персиян, он удивлялся неприхотливой жизни моей и простой одежде солдата. Короче, познакомившись со мною, он признался, что имел сомнение, чтобы я был настоящий начальник, но что пришла ему мысль, что под именем своим прислал я другого генерала. Всякие нелепости находят место в головах здешних жителей. В городе Тарки пробыл я три дня. Шамхал доволен был привидением в покорность земли его, уверился, что готов помогать ему во всяком возможном случае. Он желал, чтобы для охранения его часть войск расположена была в городе, ибо опасался он акушинцев и брата аварского хана. Имея другие намерения, я не мог уделить войск, и потому советовал ему стараться подвластных свои в таком расположении удерживать, чтобы они готовы были на его защиту. Склонял его до некоторого времени не раздражать акушинцев и возобновить связи, которые прежде имел он между ими, не щадя некоторых для того издержек. Шамхал скупостью свою потерял людей, ему доброжелательствовавших, ибо по обычаям земли, чем знатнее владелец, тем большее число должен иметь приверженцев, которые не иначе приобретаются, как подарками и деньгами. Акушинца же издавна сими единственными средствами всеми прежними Шамхалами удерживались на своей стороне. Поручил Шамхалу по связям близкого родства его с Уцмием внушать всему последнему, чтобы не изменил обязанностям верноподданного государю и старался обратить к повиновению возмутившееся его владение и, буди может, чтобы наказал дерзнувших поднять против нас оружие, в особенности лежащие на плоскости терекешинские селения. 30 ноября возвратился я на линию и переправился через терек Старогладковской станицы, откуда войска отпущены на назначенные им квартиры. В 7 году были они на работе при крепости Грозной, но и в походе с ряду 7 месяцев. Государю-императору донес я, что, лично видев положение Андреевских, Костяковских и Оксаевских владений, нахожу необходимым устроение крепости при селе Андрея, которое, производя богатый торг, удовлетворяет всем необходимым потребностям горцев, и что сих последних со временем, не употребляя оружие, но одними нуждами их можно будет содержать зависимости, что крепость сия на спокойствие левого фланга Кавказской линии будет иметь немалое влияние, и довел также до сведения, что старшего Андреевского владельца или князя по неспособности его и невоздержанному поведению переменил я другим, испытанный к нам приверженности. Командующему в крепости Грозной приказано в зимнее время порубить лес, покрывающий ущелье Хан-Кале, через которое проходит лучшая и кратчайшая дорога ко всем большим чеченским деревням. Для сообщения от Терека до сей крепости приселения Старый Юрт устроен редут, и в нем расположена рота. Всем владельцам лежащих по правому берегу Терека деревень дано наставление не терпеть у себя вредных людей, не пропускать через земли своих хищников и выставить в известных местах караулы. Начертаны правила самые строгие, коими руководствоваться должны начальники воинские в отношении к владельцам, каким сии последние обязаны им послушанием и подвластны им повинностями. Вместо дани постановлено по наряду начальников высылать на службу людей собственным вооружением и на своем содержании. Еще не было примера, чтобы кто заставить мог чеченцев употреблять оружие против своих единоземцев, но уже сделан первый к тому шаг и им внушено, что того всегда от них требовать будут. Прекраснейшие земли, коими они пользуются и боязнь с потерей их подвергнутся бедности, которую претерпевают непокорствующие, строго преследуемые, вынуждает со стороны их сие повиновение. В продолжительное отсутствие мое прибыли из России вертембергские колонисты в числе 500 семейств. Министр внутренних дел по неосмотрительности припроводил их тогда, как не только не было сделано никаких для водворения их приготовлений, даже не было достаточно казенной земли для них. Старшины сих колонистов представили прошение своему государю во время его путешествия. Ему угодно было приказать, чтобы они отправили ко мне несколько человек, которые бы могли предварительно узнать, какие предложу я им для поселения земли, и найдут ли они ожидаемые ими выгоды. Они приезжали в Грузию, все рассматривали в подробности, но прежде, нежели уведомить могли свое общество о сделанных наблюдениях, на возвратном пути своем нашли оное на Кавказской линии. Колонисты, не ожидая никаких известий, отправились след за ними. Большую часть из них застигла в горах холодное время, надобно было стомдить их теплую одеждую, недостаток способов припровождении их через горы умедлил движение их, люди испытали болезни, много пало скота, и колонисты, вместо обещания правительству не требовать никаких пособий, стоили он ему одним своим добавлением около миллиона рублей, включая вспоможение, данное некоторым семейством на обзаведение. Я, желая дать грузинам пример хозяйственного порядка, выписал 30 семейств колонистов, изыскивая тех из жителей Германии, которые по испытанной нравственности отличаются порядком домашнего устройства. Министр доставил мне первых ему попавшихся, и я не достиг своей цели. Но такого количества, в каковом прибыли колонисты, я никогда не желал, а еще менее мог быть довольным нашедший их секты сепаратистов, без всякой нравственности, преданных разврату, невоздержанных, небережливых и праздных. Многие из них были солдатами в числе контингента, который давал Рейнский союз Наполеону. Наделение землями колонистов тем более представляло затруднение, что не было достаточно он их на левом берегу Куры, где я желал расположить их поселение, дабы в безопасности сохранить заведения больших казней и сдержек стоящие. На правом же берегу нет благонадежных средств ограждения в случае войны с персиянами или турками, ибо для разорения поселений не нужны значительные силы, которые всегда почти отразить возможно. Недостаточно набега конной партии, отчего остеречься решительно нет способов по множеству у неприятелей конницы, по множеству дорог. Итак, колонисты по необходимости поселены на правом берегу, чего не должно было случиться, если бы прежде, нежели прислать их в большом, несоразмерно со способами количестве, спрошено было мнение начальства. Во время пребывания моего на Кавказской линии проехал в Санкт-Петербург и возвратился обратный чиновник, посланный от Шаха Персидского с письмами и подарками к высочайшему двору. Желая предупредить о всем министерства, я приказал открыть письма и сделать им перевод, удержав некоторое время чиновника. Ему представлено было, что то же самое сделано было с письмом моим, прежде, нежели представили его Шаху. Письма и подарки были только предлогом, но чиновнику сему поручено было просить о признании аббас Мерзы наследником Персии, чего не сделал я, бывший там в качестве посла. Причины сего и сделанные мною по всему предмету представления не найдены уважительными, хотя, между прочим, замечал я, что неприличествует взять защиту сторону неправую, ибо Шах избрал наследника вопреки закону земли, предоставляющему право старшему из сыновей. Эаббас Мерза признан наследником, о чем объявило мне министерство, спустя десять месяцев, совестясь, быть может, основательных моих возражений. Достойный сей наследник с удовольствием окружает себя всеми вредными для нас мошенниками, в беспрерывном сношении с обитателями Кавказа, возбуждая их против нас и расточая на то деньги, ласкает и осыпает дарами недовольных правительством или недоброжелательствующих он ему. В начале сего года представлен мною императору проект системы крепостей для здешнего края. Для обороны сих крепостей предлагал я независимо от действующих войск составить особенные гарнизоны на равных преимуществах с армейскими полками, с тем, чтобы часть он их была подвижную и во всегдашней готовности для защиты края, ибо не все вдруг крепости могут быть угрожаемы неприятелем. Обозы для он их предположены были чрезвычайно умеренные, следовательно, мало лошадей и потому издержек. Одежду для солдат предлагал я более с климатом согласованную, отличающуюся от теперешней, но всюду единообразной и для знойной Грузии и для Камчатки ледовитой. На случай, если бы не скоро был рассмотрен проект мой или бы совершенно не удостоился одобрения, просил я усилить корпус тремя полками пехоты и двумя ротами легкой артиллерии. В то же самое время сделано государю представление, чтобы если присланы будут из России два батальона пехоты, то успокоив совершенно Абхазию, можно будет для Черноморского флота доставить неистащимые корабельные леса наилучшего качества. В пример поставлены строящиеся при тамошних берегах большие купеческие суда турецких подданных, потому что нигде за столько ничтожную цену сделать таковые невозможно. Предположено в бухте, именуемой Пицунда, лучшей по всему восточному берегу Черного моря, сделать заведение, в котором бы хранились заготовляемые леса для отправления по назначению. Охранение сего заведения, как и устроение на границе Абхазии крепостцы приурочище Гагра для пересечения пути от стороны Анапы, делающим набеги горцам подданным порты, должно возлежать на сих двух батальонах, и по расчету их для того весьма достаточно. Дорогою чрезвычайной ценой поставленный в Черноморское Адмиралтейство корабельный лес должен проекции сделать заслуживающим особенное внимание. Декабря 22-го дня возвратился Яфтифлис. В Грузии в продолжение лета лесгинами делаемы были набеги на Кахетию, но повсюду были отражены и чувствительного вреда не причинили. Живущие в Ахалцикском Пашалыке семьями поселившейся лесгины делали в картолине хищничество. На письма заступающего место мое генерал-лейтенанта Вильяминова Первого отзывался Паша Ахалцикский, что вышлет их на прежние жительства в горы. В ханствах было покойно. В Шикинском, озлобленный прежними поступками хана, жители явно оказывали к нему ненависть, и я должен был употреблять меры для удержания их послушания. Хан строгим наблюдением определенного мною пристава содержим был в пределах умеренности. Жители довольны были защитой правительства, ибо послан был от меня штаб-офицер для понуждения хана удовлетворить их за присвоенное несправедливое имущество, за прихотливо наложенные на них денежные штрафы и взыскание сие простиралось до ста тысяч рублей ассигнациями. Мустафа Хан Шерванский способствовал живущим в горах беглому царевичу Александру и изменнику Ших Алихану Дербенскому в тайных их с Персией пропускал пропускал через земли свои посланцев от горских народов. Исим Персия обещевала или дать деньги, или умножить на границы свои войска, заставить нас развлечь силы наши и тем доставить средства дагестанцам, производить опустошение в наших провинциях. Замыслы сии принадлежат Аббас Мерзе, но в исполнение приводил их находящийся при нем Мерза Бюзюрк, который, образуя его в юности и впоследствии сохранив над ним влияние, совершенно управлял им. По наружности же Мустафа Хан старался казаться приверженным, и я не имел до сего средств изобличить его в поведении, хотя многие весьма подробности об изменнических поступках его сообщены мне были одним из чиновников его, служившим в походе в Дагестан. Сурхай Хан Казакумыцкий самый хитрейший из мусульманских владетелей и ненавидящий русских, возбуждал против нас дагестанские народы, но, сохраняя вид доброжелательствующего нам, не раз писал ко мне, что оскорбляется, оставаясь без воздаяния за непоколебимую верность. Со всеми ими был я в приязненной переписке, в ожидании удобного случая воздать каждому по заслугам. В самом городе Тифлиси начинали оказываться некоторые перемены. Сколько можно расширялись улицы разорением строений, грозящих падением, учреждались площади и возводились как казенные, так и некоторые частные здания, лучшие прежних. Я приказал разрушить обетшалые, ни к чему не надобные городские стены, дабы соединить форштадт, на котором, по привычке страшиться прежних беспокойств, жители никак не хотели поселяться. Против меня был ужаснейший в городе ропот, и действия мои называли прихотливыми. Так бронили меня за армянское старое кладбище, находившееся в лучшей части города, которое велел я обратить в площадь. Но на сей площади, менее нежели через две недели, хорошо расположенная иллюминация, поставленная музыка и песенники привлекли множество народа, и порицавшие меня перестали быть недовольными моим распоряжением. Надеяться можно, что город примет другой вид и даже в скором времени могло бы себе последовать, если бы здешнее дворянство не было чрезвычайно запутано в своих делах и весьма бедно. Для возведения казенных зданий пожаловано было императором, по представлению моему, сто тысяч рублей медную монету, которая при моем предместнике генерале Ртищеве прислана была для мелочной войскам раздачи, ибо медь обращалась здесь в выгодном весьма курсе. Также сто тысяч рублей ассигнациями в червонцах, которые представил я в казну по возвращении из Персии, сбереженные от сумм на содержание посольства отпущенных. Предположив всем году отправиться на Кавказскую линию, сделал я поручение об изыскании новой дороги из Грузии в Эмеретью или исправление прежней для движения тягостей. Из Нухинского ханства послано было несколько человек для исследования о дороге на Кубинскую провинцию через ветвь гор, отделяющую от Кавказа и вообще называемую Салват. По тому же предмету производились изыскания и от стороны Кубы. Гвардейского генерального штаба капитана Муравьева IV назначил в экспедицию для обозрения восточного берега Каспийского моря собрание сведений о народах туркменских, по-оному обитающих, об их количестве, торговле, промышленности и опрочем. Ему поручено было изыскать удобную для судов пристань и место для устроения крепости. И буди нет особенной опасности в переезде степи, отделяющей Хиву от моря, отправиться с письмами от меня к Хивинскому хану. На каковой случай дал я капитану Муравьеву приличные подарки и приказал употребить возможные убеждения в дружественном расположении к хану российского правительства и сколько торговля, обеспеченная от набегов живущих на степи народов, может принести взаимных выгод. Основание торгового заведения на Восточном берегу было мнением адмирала Николая Семеновича Мордвинова, предложенным им на рассмотрение комитета министров, от коего и получил я оное при отъезде в 1816 году в Грузию, дабы при удобном случае собрал я нужные по сему предмету сведения и их представил. Что же касается досношений с ханом Хивинским, я начал их сам, рассуждая, что не имея некоторых познаний о самой земле, с которую намереваемся распространить торговые связи, не можно с верным расчетом предступить к онам и еще менее решиться на заведение, требующее отказны издержек немалозначащих. Сношение от имени моего предпринял потому, что знал своеобычный и гордый характер хана, и что скорее мне приличествовало снести, нежели самому правительству, если бы он сделал гордый и дерзкий отзыв, который мог последовать по его понятию о его могуществе и в надежде на ограждение степями непреодолимыми. К тому же имел я в предмете живущих в Персии английских индийской компаний чиновников, которым посланная от правительства экспедиция могла наводить меня отправленный офицер, ни малейших не возбуждал подозрений, особенно, когда я нарочно не скрыл о том и писал к персидскому министерству, чтобы суда наши принято были дружественно, если им случится зайти в Астрабат. Берег Восточной Каспийского моря со времен Петра Великого обращал на себя внимание. Есть довольно хорошее описание он его нашими офицерами, но о пути в Хиву по всему направлению и, собственно, о самой земле не мог я ничего сообщить капитану Муравьеву в руководство. В письмах моих к хану употреблены скромные выражения собственно на мой счет, например, великий и могущественный главнокомандующий и тому подобное. Долго писал я обыкновенным образом, но приметил, что здравое суждение не столь внятно здешним народом, как пышные глупости. От Шамхала Тарковского и военного начальника в Кубинской провинции, получил я известие, что окушинцы возмущают соседственные им дагестанские народы и в особенности наказанных в прошедшем году жителей Мехтулинской области, обращаясь их последних на Шамхала, что башлинцы живут по-прежнему в городе в надежде, что окушинцы защитят их, если бы русские вздумали их выгнать, что владения Уцмия Каракайдацкого готовы к возмущению, хотя сам он немало не примечен в участии, что идущие от Дербента торговые караваны подвергаются грабежу и уже нет безопасного сообщения. Словом, видна была необходимость наказать окушинцев, которых самонадеянность и дерзость начинали быть несносными. По поводу сего, повторив представление о прибавлении войск, я в рапорте моем от 12 февраля писал следующее. «Государь, внешней войны опасаться не можно, голова моя должна ответствовать, если вина будет со стороны нашей, если сама Персия будет причиной оной, и зато ответствую, что другой на месте моем не будет иметь равных со мною способов. Государь, употребив меня в качестве посла, дал мне средства иметь те сведения о земле, которые другой долго собрать не может. Видел я, каких стоит Персии усилий одна хоросанская провинция, в которой не может в продолжении девяти лет погасить возгоревшееся пламя мятежа, и хоросан не повинуется. В мое пребывание в Султании, и можно сказать, под моими глазами, с поспешностью отправлены были войска на место истребленных хоросанцами. Не укрылся от меня ропот подданных на беспутное управление, на изнуряющие налоги. Знаю, что не встретим сопротивлений со стороны жителей пограничных провинций. Напротив, ожидать можем пособий. Сие сведения составляют преимущество мое над теми, которые займут мое место, и она обратится во вред ей. Внутреннее беспокойство гораздо для нас опаснее. Горские народы, примером независимости своих самых подданных вашего императорского величества, порождают дух мятежный и любовь к независимости. Сейчас средствами малыми можно отвратить худые следствия, а несколько позднее и умноженных будет недостаточно. В Дагестане возобновляются беспокойства и утесняемы хранящие нам верность. Они просят справедливой защиты у государя великого, и что произведут тщетные их ожидания. Защита сия не состоит в бесславном рассеянии и наказании мятежников, ибо они появляются после, но необходимо между ними пребывание войск, и сей есть единственный способ усмирения их. Народ дагестанский окушинцы, о коих доносил я прежде, виной у всех беспокойств, и так далеко простирается его дерзость, что если вашего величества и не будет высочайшего соизволения на дополнение корпуса, я должен непременно идти для наказания сего народа, и мне, государь, не за себя страшиться надобно будет. Иначе кубинская богатейшая наша провинция может быть угрожаема нападением, и за ее непоколебимость ответствовать не можно. Теперь уже нет у нас сообщения верного кавказской линии с Дербентом, пресеклась торговля от расхищения караванов и убийства торгующих. Так было и прежде, и, конечно, ничего не будет хуже того, что было при последних моих предместниках, но не в моих правилах терпеть, чтобы власть государя моего была неуважаема разбойниками, и чтобы народы покорствующие напрасно наделись на его защиту. Начальником в Дагестане определил я генерал-майора барона вреде на место генерал-майора Пестеля, которому выпросил отпуск с состоянием по армии. О нем узнал я, что во время пребывания его в городе Башлы с отрядом войск, он редкий день не был пьян, жители города не только не умел содержать должном повиновении, и не видел, что они вывозят семейство свои, имущество, и явно имели с неприятелем сношения, но сверх того раздражал их самым оскорбительным распутством. Старшим при нем чиновником был командир Севастопольского пехотного полка подполковник Рябинин, во всех его упражнениях лучший ему товарищ. Оба они не были при войсках в сражении. Генерал-майор же Пестоль замечен еще весьма робким и даже вне опасности не способным распоряжать. И если бы не управляли войсками артиллерии подполковник Мищенко и майор Износков, командующий батальоном, то могли они испытать величайшую потерю и быть совершенно разбитыми. И генерал-майору Пестолю дано было место, и подполковнику Рябинину полк по наилучшим о них свидетельством. И таковыми обманут будучи, представил я их обоих к награждению за сражение при Башлы. Начальника корпусного штаба генерал-майора Вильяминова отправил я во Владикавказ, приказал ему, проходя до крепости Грозной, осмотреть реку Сунжу и лежащее на ней временное укрепление. Надзрановский редут при ингушских селениях и преградный стан, построенный генерал-майором Дальпоца по моему разрешению. Далее должен он был видеть прорубленную через урочище Хан-Кале дорогу и потом собрав на кавказской линии войска и переправясь у шелководского селения за реку Терек следовать городу Андрей, где на устроении крепости имел уже высочайшее соизволение. В продолжении зимы приказано было старшему Андреевскому князю заготовить лес для строений, за чем обязан был наблюдать и главный пристав. Но некоторые из жителей, привыкшие к своевольствам, не желая исполнить сей первой для них повинности, и прочих от послушания отвратили. Прибывши с войском, начальник корпусного штаба привел все в должный порядок и начались нужные к работам при уготовлении. Я остался в Грузии по случаю некоторых беспокойств в шамшадильской дистанции. Там агалары, недовольные введенными мною в управление переменами, наклоняли народ к возмущению, дабы тем понудить меня оставить все на прежнем основании. Обширные родственные связи шамшадильского султана способствовали ему иметь сильное влияние на большую часть простого народа, и сей по привычке покорствовать, не вникнув в выгода нового постановления, умышленно толкуемого ему в привратном смысле, также приносил мне просьбы об отмене оного. Приближалось время, в которое жители дистанции удаляются на кочевья в горы к самым границам Персии. Приносились слухи, что султан намеревается бежать и увлечь с собой народ. Я приказал усилить войска, которые обыкновенно высылаются для караула при кочевьях, а генерал-майору князю Мадатову взять под стражу султана и одного из главнейших аголаров казахской дистанции, которые и отправлены на жительство в Россию. Строгость водворила спокойствие, и здешние жители получили пример, что упрямство не всегда средство благонадежное против распоряжений начальства. Наконец, получил я высочайший рескрипт, коим одобрено предположение мое об устроении в здешней стране крепостей без всякой перемены. Проект о составлении особенной обороны крепостей независимо от действующих войск не утвержден. Император назначил новый комплект для полков грузинского корпуса, и впредь каждый из них в трех батальонах состава своего должен иметь унтер-офицеров 300, рядовых 3000 человек. Средние батальоны должны были быть обращены на защиту крепостей. Для укомплектования по-новому корпуса вместо рекрут, в которых всегда чувствительные от климата происходят потери, назначены полки, и им дано повеление расположиться в ближайших губерниях, откуда мог я взять их, когда надобно. Полки сии суть следующая. Пехотные Абширонский, Шерванский, Куринский, Тингинский, Новагинский, Менгрельский, Егерский 41-й, 42-й, 43-й, 44-й. Находившийся временно при корпусе 8-й Егерский полк поступил также в укомплектование прочих. От прежних полков корпуса должны составиться кадры и отправиться для формирования в России полков. Из штаб и обер офицеров, не исключая самих командиров полков, предоставлено мне было оставить в Грузии тех, кои могли быть мне нужными. Назначены были сверх того две легкие артиллерийские роты. Государь приказал во всех войсках переменить старое и к употреблению негодное оружие. Было еще таковое со времен покойной Екатерины II. Состоявший в корпусе грузинский гарнизон из двух батальонов полк уничтожен. При всем умножении корпуса имел я случай отправить с кадрами офицеров не столько здесь нужных или которые желали возвратиться в Россию, а ставить здесь на службу способнейших из прибывших. Государь преподал мне большие средства к приведению дел здешней страны в лучшее состояние. Невзирая, однако же, на все количество пришедших из России войск, в корпусе по новому положению был изрядный недостаток до комплекта. А сделано мною предложение переменить одежду солдат, приспособляя он ее к здешнему климату, вовсе умолчено. 17 числа июня отправился я на Кавказскую линию и скоро прибыл к городу Андрей. Во владениях кумыцких было покойно. К устранению крепости нельзя было приступать, потому что место засеяно было хлебом и надобно было вырубать весьма много леса. Не прежде половины июля начались работы. Вблизи живущие чеченцы и народ Ауха во владениях кумыцких было покойно. К устранению крепости нельзя было приступить, потому что место засеяно было хлебом и надобно было вырубать много весьма леса. Не прежде половины июля начались работы. Живущие вблизи чеченцы и народ Ауха часто беспокоили отводные караулы города. Отряд войск состоял из двух батальонов Кабардинского, одного батальона Троицкого, трех батальонов 8-го Егерского пехотных полков. Один из самых последних составлен был из прибывших рекрут, которые ни на какую не употребляли службу. Батальон же Троицкого полка отделен был на прикрытие через терек переправы и сообщения с Кавказской линией. Артиллерии состояло 6 батарейных, 6 легких, 4 конных орудий, линейных казаков 300 человек, одна пионерная рота. Со стороны Кубинской провинции небольшой частью войск наблюдаемо были дороги, выходящие из казакумыцкого ханства, ибо явно было неблагонамеренное поведение Сурхай хана. Также обращали внимание табасаранцы в совершенном возмущении бывшие. Дабы с помощью сих народов не могли окушинцы сделать нападение на Кубу или разорить ханство Кюринское, принадлежащее верному нам полковнику Асланхану, приказано было под начальством генерал-майора князя Мадатова оставить отряд из 1500 человек пехоты, трех сотен казаков и восьми орудий артиллерии. При нем должна была находиться конница, собранная в ханствах Шекинском, Шерванском и Карабахском. Она значительно могла усилить отряд, но между тем не меньшую приносила пользу, служа залогом в поведении ханов. Неохотно приняли они сие поручение, но не смогли его не исполнить. Мустафа же хан Шерванский не прислал ни одного из знатных людей или ему близких. Аслан-хан Кюринский с величайшим усердием присоединил к нашим войскам конницу свою и пехоту, которые набрать мог. Генерал-майор князь Мадатов, сделавший смелый марш в самые твердые места Табасарана, разбил мятежников. Жители, пребывавшие верными, много способствовали ему знаниям земли и дорог. Главный бунтовщик Эрсинский Абдулабек, зять беглого ших Алихана, имевший большое влияние в народе, потеряв имущество, Жители города Башлы, ожидая наказания, пригласили разные народы соседних вольных обществ, и между ними отличающийся храбростью народ, называемый Кабо-Дерги, и в силах довольно значительных вознамерились защищать город, в котором успели поправить почти все строения, в прошедшем году генерал-майором Пестолем разоренные. Генерал-майор князь Мадатов атаковал город, и жители, весьма недолго защищавшись, рассеялись. Дом Уцмия и весь город разрушен до основания. Уцмий, со своей стороны, собрав людей, ему приверженных, войскам нашим содействовал, но сам лично, по недоверчивости, избегал случая быть при войсках. Желая уничтожить в нем чувство недоверчивости и показать ему, сколько начальства готово благотворить во всяком случае людям постоянным своих обязательствах, приказал я отпустить сына его, живущего в Дербенте в виде аманата. Лишь только получил он его, тотчас с ним и вместе с семейством удалился в верхний каракайдак, который не оказывал нам повиновения. Генерал-майор Мадатов имел с ним свидание, но не иначе, как поехав к нему один, тогда как он сам окружен был толпой вооруженных людей. Напрасны были старания уговорить его, чтобы возвратился. Он обещал быть в верности непоколебимым, но приметно было желание изменить. Вскоре потом, набрав партию, делал он набеги на дорогу между Дербентом и Тарку, грабил проезжих и торгующих и вошел в связи с явными нашими врагами, думая с помощью их удержать за собой свои владения. Таковы были многих надежды на Дагестан и до то ли еще могущественных окушинцев. Генерал-майор князь Мадатов, делая с отрядом движения, не давал ему поблизости верного убежища. Родственники его, во вражде с ним бывшие и сильную в народе имевшую партию, действовали против него вместе с нами. Они успели жителей города Башлы привести в раскаяние. И как они, так и жители селений Терекеменских приняли присягу на подданство и им позволено возвратиться на прежнее жительство. Вместе с Сим лишился Уцми всех своих доходов. Не было средств наделять наградами приверженцев, не из чего было составлять войск, и те, которые прежде обнадеживали в помощи виде его ничтожества, к нему охладели. Прокламацией объявил я его изменником, и что никто из фамилии его впредь не будет Уцмием. Таким образом уничтожилось достоинство Уцмия, несколько веков существовавшее в большом междуздешних народов уважении. В течение августа месяца аварский хан начал собирать горские народы, обещая им не только препятствовать нам производить работы, но прогнать нас за Терек и разорить Кизляр. Легковерные последовали за ним, и их составилось не менее шести или семи тысяч человек. Он пришел к селению Боутугай в шестнадцати верстах от Андрея, лежащем по реке Косу, и занял в ущелье весьма твердое место, которое сверх того укрепил завалами и окопами. Чеченцы пришли ему на помощь. Жители кумыкских владений готовы были поднять оружие. Из Андрея многие изуздений, отличнейший класс в городе составляющих с ним соединились. Принадлежащие городу-деревни, называемые Салатанскими, нам изменили. Словом, все вокруг было в заговоре. Чеченцы сделали нападение на табуны нашего отряда и отогнали не менее четырех сотен упряжных лошадей артиллерии и полкам принадлежащих. Недалеко от лагеря повсюду были неприятельские партии. Сообщение с линию удерживалось большими конвоями от самого лагеря до переправа на Тереке. Пост в Сулаке при селении Кази-Юрте должен был я усилить двумя ротами и с двумя орудиями, ибо дагестанцы угрожали пройти прямой на Кизляр дорогой. Всем положении производил я работы даже в ночное время при зажженных кострах, спеша сделать укрепления способными к какой-нибудь обороне на случай нападения до прибытия войск, которых ежедневно ожидал я из России. Первый пришел ко мне 42-й егерский полк из Таганрога, и я, дав ему самый краткий ростах, в ночь на 29-е число августа выступил, чтобы атаковать аварского хана. В крепости, совсем еще не вооруженной, оставил я достаточный гарнизон и несколько пушек. Неприятель впереди позиции своей встретил мой авангард сильным огнем и бросился с кинжалами. Две роты 8-го егерского полка, удивленные сей совсем для них новой атакой, отступили в беспорядке, но артиллерия удерживала стремление нападавших. В сие время прибыли все войска, и батальон кабардинского пехотного полка, ударив штыки, все опрокинул, и если бы изрытые и скрытые места не способствовали бегству неприятеля, он понес бы ужасную потерю, но скоро мог он собраться позади своих окопов. Деревню Боутугай тотчас заняли наши войска. Я, избегая потери, не допустил стеснить неприятеля в горах, отрезав сообщение с равниною, откуда он получал продовольствие, будучи уверен, что недолго в таковом останется он положение. Перестрелки продолжались сначала довольно горячие, но артиллерия наводила величайший ужас, и неприятель смешным образом прятался Атоной. В ночи на третье число бежал с неимоверной поспешностью и в беспорядке. Вслед за ним сделал я один марш в горы, но уже догнать было невозможно. Войска возвратились в крепость, которой дано наименование «Внезапное». Между бегущими лезгинами произошли драки и убийства. Возмутившиеся ожидали нашего наказания. Салатавские деревни просили пощады, на них наложен штраф и ежегодная дань. Таким образом, вдруг, в пользу нашу обратились все обстоятельства. Авварский хан бежал в аварию, сопровождаемый проклятием разорившихся. В город Андрей, совершенно прежде оставленный, начали возвращаться жители, но главнейшие из возмутителей подвергнуты конскрипции. Оксаевских и Андреевских владельцев наказал я за то, что безведомо их не могли пройти чеченцы, отогнавшие лошадей наших, что было доказано свидетелями, и они должны были доставить мне равное число из собственных лошадей. Таким образом, вдруг, в пользу нашу обратились все обстоятельства. Шамхал, между тем, по настоянию моему, старался удерживать окушинцев в мирном расположении. Они приезжали к нему в большом числе, под видом, будто бы, примирить его с соседями и заставить брата аварского хана возвратить захваченные у него деревни. Но точное их намерение состояло в том, чтобы, пользуясь его боязнью, брать с него подарки и деньги. Шамхал имел осторожность не верить обещаниям их и обо всем давал мне известие, прося беспрестанно о помощи. Еще прибыли полки, Абшаронский к отряду, Куринский доставлен до особого назначения на линии. От генерала-лейтенанта Вильяминова I получено известие о происшедших в Эмеретии беспокойствах. Причины он их следующие. Экзарх Грузии Феофилакт, определен будучи для управления духовной частью в Грузии и Эмеретии, не узнав подробно обстоятельств, сделал представление Синоду о многих переменах в оверенной ему части. Вследствие Онова уничтожилось значительное число церквей и приходов. Коих Причты оставались без должностей в ожидании размещения на вакансии. Перемены сии были частью необходимы, ибо духовенство было в числе чрезмерном, церкви в бедности и потому без приличного благолепия, доходы без определительности, употребление он их без ясной отчетности. Перемены сии однако же не весьма нравились, ибо в числе духовенства в здешней стране есть люди, принадлежащие знатнейшим фамилиям, имеющие сильные связи. Их оскорбляла строгая подчиненность, уничтожившая прежнее их значение. Не менее огорчало то, что не могли они употреблять доходы безотчетно и в свою пользу. Но в Грузии не произвелось никаких худых последствий, ибо экзарх призвал к содействию местной власти. В Амеретии же, людьми неблагодамеренными между дворянством, паче же своим духовенством, преобразование управления истолковано было возмутительным образом, и простой народ, в невежестве своем наиболее послушный он ему, по сделанным тайно внушениям, не только во многих местах не допустил посланных от экзарха комиссионеров для описания церковного имущества, но угрожал он им, и они были даже в опасности потерять жизнь. Митрополита Феофилакта не раз предупреждал я, что нельзя приступать к равным переменам как по Грузии, так и по Эмеретии, ибо всей последней, по недавней ее независимости, власти не в полном действии, и им не полное оказывается повиновение, и что простой народ в состоянии несравненно большего невежества, нежели в Грузии, легко может быть возбужден к беспокойствам и надобно будет прибегать к мерам крайним для украшения. Митрополит казался согласующимся с моим мнением, но думал, что присутствием своим удалит всякий беспорядок и успеет исполнить свое намерение ввести новое преобразование. Он отправился в Эмеретию и, пребывая в Кутаисе, направлял действиями своих комиссионеров, но когда начал народ собираться толпами, власти, в округах учрежденные не в состоянии будучи удержать его в послушании и рассеять скопище, удалились и надобно было послать войска для усмирения их. Тогда митрополит уехал обратно в Грузию. Поспешность обнаружила молодушие его и робость, и он, угождая требованиям буйственного народа, приказал возвратить сделанное описание некоторой части церковных имений. Генерал-майор Сысоев успел без выстрела обратить жителей в дома свои, и толпы рассеялись. Невзирая на сие, приметно, однако же, было неудовольствие народа. Известны были люди, возбуждавшие его, и нельзя было сомневаться, что при малейшем случае во дворице мятеж. Я поспешил приходящие полки из России обратить на укомплектование войск. В Эмеретии и Менгрелии расположенных. Митрополиту Феофилакту сообщил, что нельзя оставить без исполнения высочайшее утвержденное преобразование, раз уж приступивши к оному, что всякое в подобном случае снисхождение народом непокорливым принято будет за слабость и даже боязнь правительства и может иметь весьма неприятные последствия. Я объявил ему необходимо взять двух старших эмеретинских митрополитов, которые весьма ощутительно противились преобразованию и в народе рассеивали нелепые высочайшие воли истолкования, самому ему, как первосвященнику, не оказывая надлежащего уважения. Оскорбленное самолюбие горделивого монаха одобряло мое намерение. Я сообщил генерал-лейтенанту Вильяминову первому о сделании распоряжения взять митрополитов сколько возможно скромным способом и не менее возбуждая негодование народа. В особенности надлежало удалить митрополита Путателя, явно ненавидящего российское правительство, чего он даже скрывать не старался. Давно известны были поступки сегодня благонамеренного человека, но правительство боялось беспокойств в Амеретии и потому оставляло его совершенно в действиях свободным. По воспоследовавшей смерти генерал-майора Исмаил Хана приказал я для описания провинции и доходов отправиться артиллерии генерал-майору Ахвердову к правителю канцелярии моей статскому советнику Могилевскому и сдал прокламацию, что ханство Шекинское навсегда принимается в российское управление. Приказал всю фамилию хана отправить в Елисаветполь, дабы не могла производить беспорядков. Назначил всем членам оной на первый случай престольное содержание, вплоть до усмотрения каких вознаграждений они достойны за имущество, обращаемое в распоряжение казны. Всем персиянам, которые некогда переселились с отцом умершего хана, приказал я дать позволение возвратиться в Персию, если у нас остаться не пожелают. Удерживать их я не старался, ибо они, будучи другой секты, у жителей провинции были в ненависти, как не менее потому, что, находясь при хане в почетнейших должностях, озлобили народ притеснениями. Желая наказать чеченцев, беспрерывно производящих разбой, в особенности деревни, называемые Качкалыковскими жителями, коими отогнаны у нас лошади, предположил выгнать их земель оксаевских, которые занимали они, сначала по условию сделанному с владельцами, а потом, усилившись, удерживали против их воли. При атаке сих деревень, лежащих в твердых и лесистых местах, знал я, что потери наши должна быть чувствительную, если жители онных не удалят прежде жен своих детей имущества, которых защищают они всегда отчаянно, и что понудить их к удалению жен может один только пример ужаса. Всем намеренней приказал я войско Донского генерал-майору Сысоеву с небольшим отрядом войск присоединив всех казаков, которых по скорости собрать было возможно, окружить селение Додан-Юрт, лежащие на тереке, предложить жителям оставить оное и буди станут противиться, наказать оружием никому не давая пощады. Чеченцы не послушали предложения, защищались с ожесточением. Двор каждый почти окружен был высоким забором и надлежало каждой штурмовать. Многие из жителей, когда врывались солдаты в дома, умершвляли жен своих в глазах их, дабы во власть их не доставались. Многие из женщин бросались на солдат с кинжалами. Большую часть дня продолжалось сражение самое упорное и ни в одном доселе случае не имели мы столь значительной потери, ибо кроме офицеров простиралось оное убитыми и ранеными до 200 человек. Со стороны неприятеля все бывшие с оружием истреблены и число вон их не менее могло быть 400 человек. Женщин и детей взято в плен до 140, которых солдаты из сожаления пощадили, как уже оставшихся без всякой защиты и просивших помилования, но гораздо большее число вырезано было или в домах погибло от действия артиллерии и пожара. Солдатам досталась добыча довольно богатая, ибо жители селения были главнейшие из разбойников, и без их участия, как ближайших к линии, почти ни одно воровство и грабеж не происходили. Большая же часть имущества погибла в пламени. Селение состояло из 200 домов, 14 сентября разорено до основания. 30 числа сентября я сам пошел с шестью батальонами и шестнадцатью орудиями артиллерии к деревням Качкалыкским, и 2 октября атакована деревня Горячевская, сильнейшая из них. Твердое положение оной местами укреплено были окопами, но чеченцы, будучи выгнаны из них штыками, не могли удержаться в самой деревне. И только производили перестрелку из лесов и ее окружавших. Потеря наша была ничтожная. Через день войска приблизились к деревням Ноенберды и Алаяр-Аул. Из первой выгнаны чеченцы сильную канонадою, последняя была ими оставлена, потому что легко могла быть окруженную. Обе разорены совершенно. При возвратном войск следования чеченцы показались из лесов, но перестрелка не продолжалась. Деревня Хангильды просила пощады, обещавшая жить покойно и не делать разбоев. Оксаевские владельцы ручались за жителей Оных, и им дана пощада. Вообще чеченцы защищались без упорности, и ни в одной из деревень не было жены и детей, имущество также было вывезено. Пример Додан-Юрта распространил повсюду ужас, вероятно, мы нигде уже не найдем женщин и семейств. В сие самое время генерал-майор Сысоев из крепости Грозный с батальоном 16-го егерского полка и куринским пехотным полком вступал в чеченскую землю через урочище Хан-Кале, дабы согласованным с разных сторон движением, развлекая силы чеченцев, облегчить предприятие против селений Качкалыковских. 5 октября войска возвратились в крепость внезапную. Между тем, получал я от Шамхала Тарковского известие, что брат изменника Аварского хана собирает войска, дабы истребить его, что вся Мехтулинская провинция, забыв потерпенное в прошлом году наказание, по-прежнему повинуется ему. А кушинцы не только не держали обещание смирить его и заставили возвратить захваченную Шамхала деревню, напротив, втайне ему благоприятствовали, желая уничтожить Шамхала как человека нам непоколебимо преданного, хотя по наружности показывали ему приязненное расположение. Шамхал оставил Тарки, где не мог защищаться против брата Аварского хана, ибо как жители города, так и большей части его владений готовы были на него обратиться. Он удалился в небольшой загородный домик и собрал около себя некоторое количество людей приверженных, решившись погибнуть сопротивляясь. Желал я дать ему помощь, но по обстоятельствам не мог того сделать. Брат хана Аварского сделал на него нападение довольно с большими силами, и хотя Шамхал защищался отчаянно, но, конечно, должен был уступить им, если бы не устрашил их несколько значительный урон, отчего они поспешно разбежались. Акушинцы заняли земли вольного общества Гарми-Юзень, называемого и нам приверженного, где, расположившись, часть в войсках прервала сообщение мое с отрядом генерал-майора Мадатова, и посылаемые курьеры, верные из татар, проезжали с большой опасностью. В надежде на силы свои и прежние успехи, акушинцы думали понудить нас возвратить Уцмию Каракайдацкому его владения, и сей предался им совершенно. К себе русских войск они не ожидали, почитая земли свои огражденными горами непреодолимыми. В то же самое время на крепость Чирак, лежащую на границе, отделяющей Кюринское ханство от Казакумыцкого, сделали нападение дагестанские народы, соседственное акушинцам. Сии последние не могли не иметь в том участие, и Сурхай хан Казакумыцкий, хотя старался уверять, что народы сии перешли через его земли, не прося его на то согласия, и когда не имел он о намерении их ни малейшего известия, но весьма ощутительная была его измена, и я приказал принять нужные против коварства его меры, запретив принимать подвластных ему Казакумыццев во всех наших провинциях, дабы потерю выгод торговли возродить в них на него неудовольствие. Небольшой гарнизон крепостицы Чирак отразил нападение, и неприятель рассеялся. Если бы предприятие сие имело некоторый успех, вероятно, что Казакумыцкое ханство, Табасарань и с ними соединившись прочие вольные общества, вспомогаемые сильной партией, которую беглый Ших Алихан имел в Дербенте, произвели бы беспокойство в кубинской провинции, где войск чрезвычайно было мало. Я должен был бы обратить туда отряд генерал-майора князя Мадатова, которому предстояло другое назначение. Примечательно также было сомнительное поведение Мустафы, хана Шерванского, который принимал посланных к нему окушинцев-старших с просьбой о помощи против русских и отправился обнадеживанием и щедрыми подарками. Также служащая при войск наших, набранная в ханство его конница, почти вся возвратилась в дома свои, и он не только не присылал других людей, но и малейшего не сделал наказания самовольно отлучившимся. Все сии обстоятельства показывали мне необходимость идти с войском в Дагестан и наказать окушинцев, которые служили твердую опору всем прочим народам и могущественным своим влиянием против нас вооружали. Известно, что удар им нанесенный прочие народы, как слабейшие, удержат страхи и покорности. В крепости внезапной ускорено работать сколько возможно. Жилища для гарнизона на зимнее время необходимые устроены, артиллерия для вооружения крепости доставлена. Оставив один батальон в гарнизоне для охранения оной, 11 числа ноября выступил я в город Тарки, куда двумя днями прежде отправил часть войск с полковником Верховским. Ему приказано было приуготовить квартиры, ибо некоторое время должен я был остановиться, дабы отряд генерал-майора князя Мадатова мог прибыть из Каракайдатской области. 14 ноября пришел я в Тарки, немедленно отправил приказание генерал-майору князю Мадатову прибыть с войсками и всею татарскую конницей в селение Карабудагент от Тарки в 30 верстах и расположив он ее приехать самому за приказанием. Начавшаяся дождливая погода вскоре переменилась на весьма холодную, и несколько дней беспрерывно шедший снег выпал в таком количестве, что артиллерия и обозы были совершенно он им покрыты. Тесные улицы города так завалены были, что прекращено было сообщение. Отряд генерал-майора князя Мадатова с величайшими затруднениями перешел из Каракайдака, испытав пути жестокие метели и холод. В ожидании перемены погоды пробыл и я в Тарках 17 дней. Между тем подвозился из Кизляра провиант, ибо находившийся в запасе был уже большей частью в расходе. А кушинцам отправил я бумагу, кое требовал, чтобы они дали присягу на верность подданству императору, прислали лучших фамилий аманатов, не давали у себя убежище неблагонамеренным и беглецам, возвратили имеющихся у них русских пленных. Обещал, если не согласятся, наказать оружием и взять главный город Акуша, называемый. Жителям провинции Мехтулли, коих акушинцы склоняли на свою сторону, послал я объявить, что если не останутся они покойными в домах своих, разорю их до основания и пленных отошлю в Россию. Си были в ужаснейшем страхе, ибо участвовали в возмущении изменника аварского хана. Были в сражении прибоу Тугая и сопровождали брата его, когда он сделал от Шамхала нападение. Сей последний, бывший главную причину беспокоить в Дагестане, незадолго предсим умер. Его отравила прекрасная жена его, которой начал он замечать распутство. К Шамхалу приезжали некоторые из старшин Акушинских под разными предлогами, но главное их желание состояло в том, чтобы узнать о числе войск наших и точно ли есть намерение наше вступить в их землю. «Всякий раз бывали они у меня и сего не мог я скрывать от них, раз объявивший мое требование, которое, впрочем, почитали они за одни угрозы». Шамхал имел между Акушинцами верных людей и потому знал обо всем, что между ними происходило и о решительном намерении их защищаться. Достоверно известно было, что они, приуготовляя все свои силы, приглашают соседей. Декабря 2 числа собранные до 2000 человек жители исправили дорогу, а в некоторых местах расчищали глубокий снег до самой земли. Я выступил в селении Кумтаркалли, авангард вошел в Мехтулинскую провинцию. Все потребное для войск было в готовности и повсюду совершенное спокойствие. Погода стояла прекраснейшая против обыкновенной и признака не было снега, хотя уже приближались мы к горам. В селении Шора соединил я все войска и отряд генерал-майора князя Мадатова прибыл из Карабудагента. Незадолго перед Сим окушинцы довольно в больших силах занимали гору Калантау, через которую лежит лучшая дорога в их владении. Подъем не менее шести верст и в некоторых местах довольно крутой затруднял всход на гору. Неприятель с удобностью защищая Оной мог причинить нам чувствительный урон. Но мне удалось посредством Шамхала внушить окушинцам, что они раздражат русских, занимая землю, принадлежащую Мехтулинской провинции, находящейся под их покровительством. Они оставили гору Калантау, и сие немало облегчило мои предприятия. Немедленно часть войск расположил я на вершине горы, и не менее трех дней продолжался подъем на гору артиллерии, и сколько возможно меньшего числа прочих тягостей. Все надо было втаскивать валами, ибо по крутизне горы лошади не могли быть употреблены без изнурения. Генерал-майор Князь Мадатов с четырьмя батальонами пехоты и частью артиллерии расположился у селения Урума близ границы Акушинской. Селение сие, принадлежащее Мехтулинцем, разорено было пребыванием войск Акушинских. Взятые в проводники жители земли, не веря успеху предприятия нашего, посланному для обозрения мест подполковнику Верховскому, показывали, как бы в насмешку, места, где разбиты были войска Шахнадира, дороги, по которым спасались они рассеянные. Таково было мнение о могуществе Акушинского народа, и немало удивляло всех появление нашей всей стране. Предместники мои не имели такого количества войск, чтобы идти в горы почти неприступные к народам, славящимся воинственными способностями. 12 числа декабря генерал-майор князь Мадатов оттеснил неприятельские передовые караулы и осмотрел им занимаемую не в дальнем расстоянии позицию. 16 числа пришел я с остальными войсками к селению Урума. На другой день делал обозрение расположения неприятельских войск. Приметны были многочисленные толпы, занимающие обширное пространство по хребту довольно больших возвышений, коим доступ чрезвычайно был затруднителен по причине крутизны и защищаем укреплениями из штатного камня построенными. Нельзя было идти по большой дороге, ибо по мере приближения к позиции спускалась она в глубокий и тесный овраг под самыми выстрелами. Невозможно было при обозрении видеть всех сил неприятельских, ибо оные части ускрывались за высотами, но замечено было более десяти тысяч человек. Правое крыло позиции прилегало к речке, протекающей в берегах чрезвычайно утесистых, через которую переправа была неудобна, и потому противоположный берег не был укреплен, и только малыми охраняем караулами. Неприятельские стрелки встретили нас, не доходя далеко до позиции, дабы воспрепятствовать обозрению. Перестрелка была ничтожная, я не приказал употребить артиллерию. Со мною находился Шамхал, которому поручил я подначальство собранных по приказанию моего мехтулинцев, с коими соединил он своих подвластных. Не имел я ни малейшей надобности всей сволочи, но потому приказал набрать оную, чтобы возродить зато вражду к ним окушинцев и поселить раздор, полезный на предбудущее время. В лагерь наш приезжали многие из старшин окушинских с разными переговорами, никогда не давая прямой на требования мои ответа. Вероятно, искали выиграть время, дабы умножить средства обороны, ибо усмотрено было, чтобы работы производились с деятельностью. Или протянуть до ненастной погоды, которой, судя по позднему времени, ожидать надлежало, что могло иметь весьма неприятные для нас последствия. Приметно было, что старались они осмотреть наши войска, но изрытое местоположение скрывало их, и по недостатку дров мало весьма было огней на бивуаках, почему также не могли они судить о количестве. Не приставал я настоятельно требовать ответа, представляя, сколько упорства со стороны их может быть для них пагубным, но они не только не изъявляли по гордости своей никакого согласия, напротив, присланные 18 числа старшины ответствовали довольно дерзко, уверяя, впрочем, что о настоянии моем рассуждаемо будет в общем совете, которого решение сообщат они мне в непредложительном времени. Таковы были отзывы их и прежде, и через людей, подосланных от Шамхала, известно было нам, что ежедневно собираемый совет по разности мнений ничего твердого постановить не может, что рассуждения многих благоразумнейших из старшин остаются без внимания, что молодые люди, наиболее имеющие влияние на главного коди, также молодого человека, желают непременно защищаться, и народ к тому возбуждают, представляя, что покорностью русским разрушают они воинственную свою славу и знаменитость между дагестанскими народами. Присланных старшин приказал я, угощая вежливейшим образом задержать в лагере, и они не прежде отправились обратно, как около полуночи, а в три часа за полночь выступили войска к неприятельской позиции, отстоящей не более восьми верст. Ночь была месячная и чрезвычайно ясная, но войска приблизились почти на пушечный выстрел, не будучи примеченными. До рассвета устроились они в боевой порядок, и пять батальонов пехоты под командой генерал-майора князя Модатова, спустясь глубокими рытвинами к реке, перешли беспрепятственно на противный берег. Неосторожный неприятель не защищал переправа, и сия дно уже могло ручаться за успех. Движение сих войск в горном местоположении долго не было примечено, и потому прошли они довольно большое расстояние, не будучи встречены неприятелем. Вскоре увидели мы, что из позиции большие толпы поспешно обратились против отряда генерал-майора князя Модатова, и вдруг загорелся сильный оружейный огонь. В сие время войска, при коих я находился, выслав стрелков, сбили передовые посты пред главной позицией, и батарейная артиллерия начала действовать на укрепление. Но с всей стороны менее опасался неприятель, ибо приближение к укреплениям было, как и выше сказано, чрезвычайно затруднительно. Шамхал со своими толпами, занимавшей конечность правого нашего фланга, имел перестрелку с небольшими неприятельскими постами, по возвышениям поставленными, и принудил их к отступлению. Конечно, не с всей стороны могли окушинцы ожидать решительного нападения, но не менее отвлекало оно некоторую часть сил их, и для нас тем более полезно было, что прикрывало расположением своим запасный наш парк и за войсками идущие обозы. Приспевшие к отряду генерал-майора князя Мадатова шесть орудий устроились на продолжении укреплений, и рикошетная стрелба наносила вред полкам. Триста человек линейных казаков, опрокинув слабую неприятельскую конницу, заняли впереди большое пространство и высоту, с которой могли легко спуститься к дороге в тылу неприятеля. Пехота отряда генерал-майора князя Мадатова поддерживала казаков стрелками, которые в то же время начинали приближаться к дороге, угрожая овладеть оной. В позиции неприятельской происходило величайшее смятение, и вскоре толпы бросились в поспешнейшее бегство, так что из некоторых укреплений, наиболее подверженных действию артиллерии, исчезли они мгновенно. Со стороны, где я находился, татарская наша конница, набранная в ханствах, с решительностью ударившая на неприятеля, бегущего по большой дороге, изрубила несколько человек и понудила его оставить дорогу. С частью войск начальник корпусного штаба генерал-майор Вильяминов пошел поспешно за неприятелем, поддерживая татарскую конницу, которую неприятель беспокоил с гор выстрелами. Пехота отряда генерал-майора князя Мадатова, переправив обратно на наш берег речки, с ним соединилась, и селение Лаваша, лежащее в верстах четырех от нашего расположения, немедленно занято было. Татарская конница и казаки по обеим сторонам речки посланы вперед преследовать бегущих. Перекопанная во многих местах большая дорога исправлена, и на ночлег при селении Лаваша пришла к войскам вся артиллерия и обозы. Толпы шамхаловой милиции рассеялись грабить ближайшие деревни. В селении Лаваша захвачено несколько жителей, которые не успели увезти семейств своих, и для них оставались. Они рассказали нам, что тут было во все время пребывания главного Кади Акушинского и знатнейших из старшин. Ежедневно собирались совещания, и вчера еще уверяемы были жители, что русские не придут, ибо по малочисленности своей сделать нападение не осмеливаются. Один из бывших в лагере нашим старшин, возвратясь, объявил, что нас весьма немного, и войска в таком изнуренном состоянии, что против них едва ли оружие употребить достойно. По таковым известиям, жители во всех дали деревнях не вывозили семей своих имущества, и повсюду совершенное спокойствие. Тут узнали мы, что с тремя тысячами человек находился единственный сын Сурхай хана Казакумыцкого, что на помощь акушинцам приходили кайсубукинские народы и многие другие вольные общества Дагестана, менее их значительные, и весьма правдоподобно было показание жителей, что все вообще силы составляли более двадцати тысяч человек. Уцмий Каракайдайский, известный между здешними народами человеком отличной храбрости, с сыном своим находился против войск левого нашего крыла, и жители селения Лаваша видели его бежавшего ранее прочих. Вместе с ним бунтовавший родной племянник и зять Шамхала, ших Алихан Дербенский составлял главнейшую в совещаниях особу, но в опасности не вдавался и в бегстве не был из последних. Аварский хан не был, из его подданных приходили весьма немногие. Судя по твердости неприятельской позиции, я решался на довольно значительную потерю, и она, конечно, была бы таковою, если бы отряд генерал-майора князя Модатова нашел сопротивление при переправе, и были заняты трудные места, которые прошел он без выстрела. Но тогда уже мог он развернуть свои силы, и уже начинал обходить конечность правого его крыла, после чего вскоре укрепления подверглись действию артиллерии. Сражение вообще продолжалось около двух часов. Неприятель не успел употребить четвертой части сил своих. Затруднения в переправе на правый берег реки не допустили обратить таковых, которые бы в состоянии были остановить успехи генерал-майора князя Модатова, коего решительное и весьма быстрое было главнейшую причиной его бегства. Потеря наша вместе с татарской конницей не превзошла 50 человек, что, конечно, не покажется вероятным. Во весь переход 20 числа декабря не видали мы неприятеля. Посланные в разъезд партии открыли, что жители из всех деревень вывозят в горы свои семейства, угоняют стада. Конница наша взяла несколько пленных, отбила обозы и множество скота. В селениях находили имущество, которое жители спасти не успели. Приказано было истреблять селение и, между прочим, разорен прекраснейший городок до 800 домов Улу-Ая называемый. Отсюда с такой поспешностью бежали жители, что оставлено несколько грудных ребят. Разорение нужно было как памятник наказания гордого и никому доселе не покорствовавшего народа. Нужно в наставлении прочим народам, на коих одни примеры ужаса удобно наложить обуздание. Многие старшины деревень пришли просить помилования, и были не только нетронуты деревни их, ни же не позволено войскам приближаться кон им, дабы не привести в страх жителей. На полях хлебах все заведения и стада их остались неприкосновенными. Великодушная пощада, которой не ожидали истолковала акушинским народам, что одною покорностью могут снискать свое спасение, и уже многие являлись с уверенностью, что они найдут снисхождение. Посланные партии к стороне главного города Акуши, отстоящего от ночлега нашего в 15 верстах, заметили чрезвычайно большое стечение в городе народа и движение необыкновенное, из чего можно было заключать, что жители приуготовляются к защите. По слухам знал я, что дорога на расстоянии шести верст к городу подходит весьма тесную лощиною и местами, где неприятель может нанести нам большой урон, занимая окрестные и во многих пунктах неприступные высоты, что нет дороги, которую бы возможно было обойти Оное, и что сверх того сам город лежит в самых крепчащих ущельях, среди коих отделившийся холм Отправив с начальником корпусного штаба генерал-майором Вильяминовым и генерал-майором князем Мадатовым Казаков и татарскую конницу до 1500 человек, приказал я осмотреть окрестные города-места, не вступая с неприятелем в дело до прибытия пехоты. Войскам приказано было выступить весьма рано. На пути встречен был я двумя из важнейших старшинами, из коих один был прежде главным Кади. Они одними сутками умедлил я приближение к городу, и что между тем употребят они старание согласить жителей просить прощения. В ответ, что мог бы я поверить присланным с воли народа, но тогда не было бы их двое, они же не предлагают от имени его, но собственное свое старание, и потому на одних подобных обещаниях не могу я остановить моих предприятий. И войска продолжали марш свой. Старшины уехали. Начальник корпусного штаба приказал сказать, что беспрепятственно дошли они до города, и он, и найдя оставленным жителями его, заняли. Вскоре пришел я с войском и расположился в городе. Все окрестные горы наполнены были спасающимися жителями с их семействами и имуществом. Я запретил их преследовать, хотя рассеянными и объятыми ужасом легко можно было бы овладеть ими. В городе нашли мы несколько хлеба. К Шамхалу явились знакомые ему люди, и посредством их вызваны многие знатнейших старшин, а вскоре и сам главный Кадзи, который весьма боялся явиться, будучи причиной своевольства акушинцев, и следуя внушением вредных нам людей, которых принимал всегда с особенным дружелюбием и оказывал им помощь. Наконец начали появляться жители и водворяться по-прежнему. В лагерь приходили женщины отыскивать грудных ребят своих, которых солдаты сберегали. Одному из знатнейших старшин возвращена была молодая дочь его, которую во время плена содержали с должным уважением. В городе разорить приказал я несколько домов, принадлежащих друзьям беглеца Ших Али-Хана и участвовавших с ним во всех вредных замыслах его против нас. Войскам доставлен был провиант, в котором начали они нуждаться. Собравшиеся жители и главнейшие старшин приведены были к присяге на подданство императору в великолепной городовой мечети, войска были под ружьем и сделан 101 выстрел из пушек. Я назначил главным Кади бывшего всем звания незадолго прежде и добровольно сложившего оная старика, известного кроткими свойствами и благонамеренностью, и выбор мой был принят окушинцами с удовольствием. От знатнейших фамилий приказал я взять 24 Аманата и назначил им пребывание в Дербенте. Наложена дань ежегодная, совершенно ничтожная, единственное доказательство их зависимости. Они обязались никого не терпеть у себя из людей правительству вредных, были признательны за пощаду и видели, что от меня зависело нанести им величайшие бедствия. Мне, при выражениях весьма лестных, поднесена жителями сабля в знак особенного уважения. Многим из отличнейших людей, в особенности пяти кадиям, начальствующим в магалах или округах, роздал я приличные подарки, некоторых, потерпевших разорения, наделил скотом, отбитым во множестве. Во время пребывания в Акуше явился бунтовавший зять Шамхала и некоторые бики, сопровождавшие в бегстве ших Алихана, прося о помиловании и позволении возвратиться на родину и получили прощение. Нескольких магалов, жители Казакумыцкие, недовольные поступками Сурхай-хана, пришли с жалобой на него и просили, чтобы я их отдал под покровительство полковника Аслан-хана Кьюринского, которому они присягнули в покорности. Аслан-хан с самого начала военных действий находился со своими войсками в отряде генерал-майора князя Мадатова в Табасаранской и Каракайдатской провинциях и при мне в Акуше. Ему за непоколебимую верность и усердие государю обещал я казакумыцкое владение и достоинство хана в непродолжительном времени. В Акуше с достоверностью узнал я о связях Сурхай-хана казакумыцкого и Мустафы хана Шерванского с Дагестаном и о стараниях их возмущать он и против нас, думая, что тем обратят на себя большое уважение правительства из опасения, что они могут участвовать в намерениях народах дагестанских. Из захваченных письменных дел главного Кади открылись тайные действия многих других изменников и злодеев и в особенности Уцмия Каракайдацкого и хана Аварского. Мать сего последнего, имевшего двух своих дочерей в замужестве за Шамхалом, просила письмом Акушинского Кади, чтобы он старался схватить Шамхала и доставил бы ей удовольствие напиться его крови. Какие нежные чувства женщины и великодушная попечительность о зяте. Тут же бежавший от ших Алихана казначей, долго при нем служивший, сказывал, какие и когда пособия деньгами или в вещах доставляла ему Персия, и в каких еще в недавнем времени находился он в сношениях с наследником Аббас Мерзою. Что по части скудны бывали сие пособия, что недоставало на содержание, и он принужден был пойти в долги и находиться в бедственном положении, ибо потеряна надежда, чтобы когда-нибудь заплатить он и Персия согласилась. Сначала бегство ших Алихана имел при себе довольно многочисленную свиту, желая тем придать себе более важности, и сие требовало от него больших издержек, и, наконец, последнее средство его истощило. 26 числа декабря выступил я из Акуши обратно, сопровождаем поставленным мною главным Кодием и всеми почтеннейшими старшинами, которых отпустил я с первого моего ночлега. Провинция Акушинская имеет жителей не менее 15 тысяч семейств, лежит вообще вся в местах гористых, среди коих заключается не весьма обширная, но прекрасная долина. Земля Оной весьма плодородна и обработана с чрезвычайным тчанием. Нет малейшего пространства невозделанного, каждого поселянина участок отделен межею. В некоторых местах произрастают хорошие леса, но рек весьма мало. Селения все обстроены опрятно, дома содержатся с особенную чистотую, которая приметна на самых дворах и гумнах. Жители главного города поблизости от Онова имеют загородные дома или хутора. Отличительные народу свойства есть добронравие и кротость. К воровству нет наклонности ни малейшей, праздность почитается пороком и ободряется трудолюбие. Но начинает целяться разврат от употребления горячих напитков, которым большое имеет пристрастие. Доселе роскошнейшим служит казенное наше вино, и разве спасет их то, что вице-губернаторы продают вместо водки воду. 27 числа декабря отпустил я в дома набранную в Ханстах татарскую конницу. Отряд войск генерал-майора князя Мадатова отправился в Дербент и Кубу к квартирам. От генерал-майора Вреде, командующего в Кубинской провинции, получил известие, что Сурхай Кхан Казакумыцкий с войсками в числе не менее пяти или шести тысяч атаковал Чаракское укрепление. Командующий воном весьма некомплектными ротами троицкого пехотного полка штабс-капитан Овечкин, защищаясь отчаянно, два раза отражал штурмовавшие толпы. Но, невзирая на понесенный урон, неприятель упорствовал в намерении взять укрепление, приступил к заготовлению лестниц и, может быть, преодолел бы ужасную несоразмерность сил, ибо находившаяся в укреплении артиллерия по причине возвышения своего, не могла вредить неприятелю до самого его приближения, и одна сторона довольно удобна была для приступа. Но внезапное известие о занятии войсками Акуши в такое привело ужас Сурхайхана, что не только он бежал, и толпы его мгновенно расселись, но послал даже в город Казакумык приказание, чтобы семейство его удалилось в горы. Он ожидал, что измена его не будет оставлена без наказания. При нападении на Чарак случилось следующее примечательное происшествие. Вне укрепления в близком расстоянии находилась мечеть, обращенная в провианский магазин. Неприятель хотел занять оную, ибо через то мог легче подойти к укреплению. Один молодой офицер, защищаясь в мечети до последней крайности, видя наконец, что удержать ее не в состоянии, отпустил в укрепление свою команду, а сам с четырьмя человеками лучших стрелков, запасшись большим количеством патронов, засел в минарете при мечети и, производя величайший вред толпившемуся неприятелю, не допускал его приблизиться к укреплению. Не иначе мог преодолеть неприятель сего бесстрашного офицера и его товарищей, как подкопавший основание минарета и опрокинув его на землю. Офицеру и солдатам предложено было сдаться, но они отвечали на то выстрелами. По сведениям, собранным после, неприятель одними убитыми имел до 50 человек в продолжении полутора суток их защиты. Ввиду укрепления были они уже мертвые и изрублены в мелкие части. Прибывший первого числа января в селение Параул Мехтулинской провинции дал я отдых войскам, расположая их в селениях по квартирам, после чего вскоре началась зима и весьма жестокая. Я назначил войска, которые подкомандую подполковника квартирмейстерской части Верховского, должны были остаться здесь на зиму. Насчет земли учредил снабжение их фуражом и дровами, перевозку провианта из магазинов Кизлярского и Дербенского обратил в повинность мехтулинцам и жителям Табасарана. Отряд войск сих обязан был наблюдать за поведением окушинцев и чтобы они не могли мстить народам, нам содействовавшим. Шамхалу, дающему собой пример постоянной верности императору, способствовавшему нам всеми зависящими от него средствами, в награду за усердие высочайшим именем государя дал я в Мехтулинской провинции в потомственное владение не менее 2500 семейств, что составит по крайней мере 10 тысяч душ и снабдил его грамотой. В остальных деревнях учредил Наиба, правитель русского начальства, в пользу двух малолетних детей умершего Гассан-хана, брата-изменника Хана-аварского, которых отправил в Россию вместе с бабку их, той злой и гнусной старухой, которой переписка захвачена была в Акуше. Некоторых из старшин мехтулинских и владельца селения Каферкумыцкого, возбудивших последние два года все мятежи и беспокойства, участвовавшим во всех предприятиях Аварского хана и его брата, в особенности злобствовавших на Шамхала за его приверженность к русским, отправил в Кизляр и приказал некоторых повесить, дабы беспокойные соседи Кавказской губернии знали, что и в Дагестан простирается власть наша и тщетны их на него надежды. Желая осмотреть округ Гамры-Езень, направился я через зоны и 17 генваря приехал в Дербент, где нужно было мне видеть крепость, которую, не знаю почему, спешил инженерный департамент приводить в оборонительное положение. Я нашел, что крепость имеет одно достоинство древности, но что бесполезно укреплять или исправлять оную, ибо часть возвышенная оной или цитадель слишком тесна для вмещения малого даже гарнизона, вся же вообще крепость потребовала бы весьма значительный расход. В общем мнении, долгое время Дербент, почитаем, был непреодолимую твердыню, преграждающую путь от стороны России. Мог он казаться нам таковым, пока земля была нам неизвестна, но почему так разумели о нем древние, когда удобно обойти его, и если точно существовала стена, проходившая по горам, то невозможно, по крайней мере, употребить повсюду равные для защиты оной средства. В Дербенте явился ко мне возвратившийся из Хивы гвардейского генерального штаба капитан Муравьев. С ним приехали два посланца от Хивинского хана, с которым желал я вступить сношение. Они представили мне пышные письма хана и ничтожные подарки. Я приказал им отправиться в Тифлис, где должны они были прожить зиму и весной возвратиться в Отечество. Сколь немало благосклонен был прием, сделанный в Хиве Муравьеву, посланцы доказывали однако же уважение хана к российскому правительству, и я имел надежду на успех в моем намерении. В Дербенте с удовольствием взглянул я на развалины одной башни, где 24 года тому назад устроена была брешь-батарея, которую командовал я, будучи артиллерией-капитаном. В положении моем не мог я быть равнодушным к воспоминанию, если бы не хотел признаться, никто не поверит, чтобы не льстило оно честолюбию. Во время пребывания моего в Дербенте один из беков сделал донос на многих находящихся в сношении с ших Алиханом и помогающих ему деньгами и вещами. Получает возврат от персидского правительства, отъезжая туда нередко таким образом с получаемыми от него свидетельствами в принятии пособия. Доноситель знал все обстоятельно, ибо сам долгое время был их товарищем. Мошенники были большей частью пришельцы из разных стран, неуроженцы земли и люди, производящие лучший в городе торг. Они уличены были и не могли оправдаться. Я в страх другим приказал произвести над ними военный суд. Полезно было рассеять сие гнездо с Дагестаном. Пример такого взыскания произвел большой страх, и следствие для правительства невыгодное. Из Дербента в Кизляр приехал я 12 числа февраля с намерением отправиться в Санкт-Петербург, на что имел я уже позволение. В Кизляре удержан я был множеством дел, собственно, до Кавказской губернии относящихся. Был потом в Георгиевске и на Минеральных водах, где, осмотрев временные ванны, по распоряжению моему вновь построенные, приказал составить архитектурные проекты для всех необходимых зданий. На сей предмет выпрошен мною был весьма искусный архитектор и предварительно имел я уже уведомление, что по партикулярному письму моему, государю показанному, обещаны были деньги и о том сообщено мне официально дежурным генералом главного штаба, что государь жалует деньги для возведения зданий. По известию, полученному от командующего в Грузии генерал-лейтенанта Вильяминова Первого, что приказание мое исполнено и митрополиты из Амеретии выведены. Отложил я намерение ехать в Санкт-Петербург, напротив, поспешил возвратиться в Тифлис, ибо ожидал, что в Амеретии произойдут беспокойства. В бытность мою на линии командир 43-го егерского полка полковник Греков делал экспедицию к чеченцам. Войска прочистили дорогу через урочище Хан-Кале и прорубили вновь дорогу на Гребенчудскую поляну, на кое расположена деревня сего же имени, разбойников. Полковнику Грекову старались чеченцы делать возможные препятствия, но он, приобывкши совершенно к их образу войны, повсюду преодолел оное, и дело кончилось несколькими весьма неважными перестрелками. В Тифлис прибыл никем неожиданный 23-го числа февраля. Все думали, что уехал я в Россию. По собрании подробнейших сведений о бывших в прошедшем году в Амерете беспокойствах легко заметил я, сколько по слабости своей и нерешительности, не способен командовать всем краю правитель Амеретии генерал-майор Курнатовский, и я предложил ему оставить службу. Находясь долгое весьма время на Кавказской линии, где много раз отличился он храбростью, по представлению моему он был определен в сию должность. Его рекомендовали мне особенно хорошо. По увольнении место его приказал я занять командиру 44-го егерского полка полковнику Пузыревскому, офицеру отличного усердия, расторопному и деятельному. Служа два года в той стране, знал он все обстоятельства и жителей оной. Знали также, что никто, скорее его, смирить своевольств не в состоянии. Один из родственников гурийского владетельного князя, дядя его родной князь Койхосра-Гуриэл, человек, известный непокорностью своею правительству, явно приверженный туркам и с ними имеющий вредные для правительства связи, не исполнив ни одного из распоряжений, сделанных полковником Пузыревским, знал, что не только не оставит он ослушание ненаказанным, но может еще открыть злодеяние его, удалясь из своего дома, где боялся быть захваченным, скрывался в лесах и подговорил людей, которые бы убили полковника Пузыревского. Вскоре представился удобный случай для произведения с его злодеями. Полковник Пузыревский, обозревая Грузию, заехал в жилище сего князя и, узнав, что он находится не в дальнем расстоянии, желал видеться с одним из друзей его, который, также, будучи замечен человеком неблагонамеренным, имел тогда у него свое пребывание. В проезд через лес в сопровождении одного офицера, переводчика и одного казака встретился он с несколькими гурийцами, и когда спрашивал их, где их князь, сделаны по нем ружейные выстрелы. Одним из них он убит был на месте. Как же убитый казак, офицер и переводчик схвачены и увлечены. Конвойная весьма небольшая команда, которой приказал полковник Пузыревский оставаться назади, не смеет идти в лес, где были слышны выстрелы, возвратилась. Старший военный в Амерете и начальник Менгрельского пехотного полка командир полковник Сгорельский собрал тотчас отряд войск и вступил в Гурию, в которой мятежники собрались в нескольких силах. Худо сделавший распоряжения свои, и как после узнал я, не будучи весьма храбрым человеком, при первых ничтожных препятствиях, потерявший в одной перестрелке несколько человек, не смел идти далее и возвратился. Сие ободрило мятежников, и не только усилились он и в Гурии, но водворился мятеж в Эмеретии. Невежественное и самое подлое духовенство пачи же родственники вывезенных митрополитов старались умножить оной. Многие из дворян были участниками, а главнейший виновник всех беспорядков некто князь Абашидзе, подкрепив шайки мятежников несколькими сотнями жителей Ахалтихского Пашалыка, заставил провозглашать себя царем Эмеретинским. Мать его ехидная фамилия происходящая, обширно имеющая связи, много ему способствовало. Отыскался один царевич, которого правительство не удалило в Россию по причине скотоподобной его глупости. Исей также нашел людей, которые верили, что произойдет перемена в правлении, и дурак царевич получил большое наонное влияние. Все недовольные соединились, явились повсюду шайки вооруженного народа, прервалось сообщение с Грузией. Менгрелия, одно время пребывавшая спокойную, последовало наконец общему движению. Владительный князь генерал-майор Додиан остался непоколебимым в верности, но родной брат его, с ребячества в России воспитанный в Пажеском корпусе и служащий лейб-гвардии в Преображенском полку офицером, получив отпуск для свидания с родственниками, завел вражду с братом, и, сим, не будучи воздерживаемым в поведении, проводя жизнь в праздности, а развратился до такой степени, что искал убить брата в намерении сделаться вместо него владителем. Наконец, следуя внушением одного из ближайших родственников, молодого человека самых гнуснейших наклонностей, с которым вступил он в теснейшие связи дружбы, имел он тайные сношения с мятежниками Гурии и взбунтовал против русских. Собрав шайку, напал он на команду, препробождавшую транспорт с порохом и свинцом из редуткали отправленной, но по горячей довольной перестрелке отбит Оною, успевший однако же схватить представшие две повозки. В другом случае захватил он провианского комиссионера, посланного с небольшой суммой денег, но в юге, в коих Оная сумма уложена была, спасена расторопностью казаков конвойной команды. Владительный князь, составив медленно часть войск своих, преследовал сбунтовавшего брата, который скрылся в горы, взятого комиссионера вскоре доставил начальству. Об убийстве полковника Пузыревского узнал я 17 апреля. Немедленно в должность правителя эмеретии определил командира 41-го егерского полка полковника князя Горчакова, офицера храброго, расторопного и хороших способностей. Для наказания мятежников отправил начальника корпусного штаба генерал-майора Вильяминова, которому поручено стараться истребить убийц или по крайней мере жестокое преследование он их оставить памятником в земле злодейской. Войско Донского генерал-майора Власова Третьего послал на дорогу между Кутаисом и Картолинией, дабы обеспеченным было сообщение. Приказал батальонам Херсонского Гренадерского, 7-го карабинерного и Тифлисского пехотного полков немедленно туда следовать. «Хотел я отложить действия до осени, когда поросшая ужасными лесами земля может представлять боль и удобство для движения войск, а мятежникам менее средств укрывать семейство свои и имущество. Тогда переставшие жары летнего времени не будут рассеивать между войсками убийственные болезни, но медлить до того времени было уже невозможно, ибо из некоторых округов начальники должны были выехать, и власть правительства прекратилась. Во многих местах сделали мятежники нападения на посты наши, прервали между нами сообщения, и некоторым из них, по малочисленности их, надлежало уже дать помощь, дабы не впали в руки злодеев. Сверх того, люди, нам приверженные, и своим обязанностям неизменившие, угрожаемо были мятежниками, что разорят их, если не будут участвовать в их предприятиях, чего тем более они опасались, что уже были примеры, что некоторые принуждены были к тому силу, противящиеся же наказанные истреблением домов и лишением имущества. Войска наши должны были дать им защиту, приспеть в помощь к разбросанным нашим войскам. И так начались действия в самое знойное и нездоровое время, и число в войсках больных умножалось до чрезвычайной степени. Полковник князь Горчаков вошел с отрядом Врачинский округ, известный горестым и твердым своим местоположением, рассеял мятежников с большим для них уроном. Многие из жителей, представив ему оружие, вошли в свое жилище и спокойно занялись домашними своими работами. Селения, лежащие недалеко от хребта Кавказа, не повиновались его распоряжениям, но он достиг до них и жестоким наказанием привел в послушание. Другой небольшой отряд разбил шайку царевича Давыда. Он был убит, жена и дети взяты в плен. Генерал-майор Власов Третий стеснил в так называемом Ханском ущелье изменника князя Абашидзе, который, истощив все способы на содержание пришедших из-за халциха турок, обольщал их обнадеживанием, что введет их в Эмеретью и предаст ее им на разграбление. В виде войска наши потеряли турки надежду ницей. Небольшое число эмеретин, бывших при нем, рассеялись, и он сам, боясь, чтобы оставшиеся, уразумев, в каком они находились в бедственном положении, не вздумали, выдав его русскому начальнику снискать себя прощение, бежал в ахалцих. В непродолжительное время Эмеретья приведена была в совершенное спокойствие. В некоторых местах даже составлена была милиция, и она ходила с нашими войсками. Многие из главных виновников мятежа схвачены, некоторые сосланы, имения конфискованы в казну, и мужики восхищения были, когда объявлены им, что они помещикам своим более принадлежать не будут. После сего начальник корпусного штаба отправился с войсками в Гурию. Мятежники до того напали на пост наш в Чахтаури, состоящий из 70 рядовых при офицере, который ранен, будучи взят в плен. Потеря из нижних чинов простиралось до 30 человек, прочие возвратились. Убийца полковника Пузыревского, собрав сколько можно людей, приготовлялся защищаться. В замке его, Шамакмете называемом, находился гарнизон. Владительный князь, хотя желал прекращения беспокойств в земле его, но немалых не употреблял к тому средств. Хотя нельзя было упрекнуть его ни одним неблагонамеренным поступком, но окружающие его и между ними многие известные худыми свойствами и довольно явно благоприятствующие изменникам, внушали ему недоверчивость к правительству и боязнь наказания за происшедшие беспорядки. К начальнику штаба он не являлся, отзываясь различными вымышленными извинениями, и сношение происходило через пересылаемых чиновников. Иногда приезжал он близко к лагерю и предлагал свидание, делая условия в количестве людей, которые со стороны начальника корпусного штаба должны сопровождать его при свидании. Я, наконец, писал к нему, что если бы правительство имело причины быть им недовольным или бы не желало сохранить его в достоинстве владетельного князя, укрывательство не спасет его, что достаточно мне одного слова, и он земли своей не увидит, обнадежил его в милости государя, и что начальнику войск приказано оказывать ему всякую помощь и во всем охранять его выгоды. Сперва приехала жена его, которую прислал он, вероятно, желая испытать, как мы ее примем. Оказано ей уважение и вежливость дали ему понятие, что он не имеет причины опасаться, и он сам приехал в скором времени и уверился в намерениях начальства. Он помогал войскам доставлением провианта, и своих войск несколько сот человек просил присоединить к нам, в чем, впрочем, не было никакой нужды. Не дал я ему чувствовать, что перемену в поведении его отношу и не действую письмам моего, но решительным успехом оружия против мятежников. Приметно весьма было, что он выжидал, какое дела примут оборот, и позволительно была некоторая ненадеянность после неудачных распоряжений подполковника Сгорельского. Подполковник Сгорельский мною представлен был в командиры полка, ибо не мог я не иметь о нем отличных мыслей, нашедшие его дежурным штаб-офицером корпуса. В каковом звании, конечно, выгодно было бы предместнику моего иметь человекоспособного. Не должен я был сомневаться в храбрости его, ибо на полковнике видел святого Владимира Третьей степени, и оказанный им подвиг описан был великолепным образом. Генерал-майор Вильяминов вступил в имение убийцы, атаковал замок его Шамакмете. В лесах почти непроходимых, на скале утесистой и только с одной стороны преступной стоит сие убежище злодея, но не воном, не почитая себя довольной безопасности, он не ожидал войск наших, заблаговременно удалился в леса. Войска с величайшей трудностью втащили два орудия, но столько тесно было окружающее замок место, что вместе их поставить нельзя было, и не иначе, как в ближайшем расстоянии. Мятежники со стен с большим вредом производили ружейный огонь, но вблизи действующая артиллерия немедленно отбила ворота, и они, спустясь в отверстие, сокрытые прилегающим к замку лесом, спаслись бегством. Не было проводника, которому бы известно была сия сокрытая тропинка, а стрелки наши, хотя уже и начинали со стороны оной занимать лес, но не успели овладеть оную. Мятежники понесли незначительный урон, но приобретение замка потому было важным, что он и почитался в Гурии местом непреодолимым, и жители смотрели, какой успех будет войск наших. Самые приверженные к нам думали, что войска, встретив затруднения, отступят. Неблагонамеренные утешались, что неудача с нашей стороны будет сигналом ко всеобщему возмущению Грузии. Замок истреблен был до основания, одна только оставлена церковь. Полковнику Пузыревскому, в близком расстоянии оттуда застреленному, построена гробница. Владительный князь представил самого убийцу, молодого весьма человека, который, по сделанным им признании, что подговорен был на то, кайхосром Гурелом, загнан на самом месте преступления до смерти. Начальник корпусного штаба, вышедший обратно из лесов, расположил войска лагерем. Оттуда посылаемые отряды преследовали мятежников в разных направлениях, и они, скрываясь повсюду, в местах самых неприступных, нигде не могли сыскать убежище. Кайхосра Гурел бежал в Турцию, и некоторые главнейшие злодеев, прочие рассеялись, и вскоре мятеж прекращен был совершенно. Бунтующие селения были разорены и сожжены, сады и виноградники вырублены до корня, и через многие года не придут изменники в первобытное состояние. Нищета крайняя будет их казнью. Лишение жизни определено наказанием тому, кто примет к себе или не объявит о появлении из Турции разбойников. В Менгрелию не нужно было послать войск, ибо скрывавшийся в горах брат владетеля не мог собрать большой шайки, и уже до окончания в Гурии беспокойств бежал в турецкую крепость Пати вместе с родственником его, который вовлек его в измену и вскоре там умер. Владитель внимательно наблюдал за ним, повсюду выставлены караулы, и он собственными войсками способствовал доставлению провианта от Редут-Кале и по реке Риону. В Эмиритии, между тем, под руководством военного начальства приводились в известность принадлежащие церкви имущества, и все исполнилось наилучшим порядком, к чему митрополит Феофилакт без посредства военной власти не мог наклонить никакими средствами. Описание имуществ производилось одним из епископов эмиритинских, который, принадлежа к знатной фамилии, имел обширные связи, и через него удобно было внушить князьям и дворянству, что правительство весьма далеко от намерения присвоить их собственность. Он действовал с усердием, ибо старался загладить вину свою, как имевший некоторое с мятежниками согласие, чего доказательства были в руках моих. Наказывая неоднократные измены Сурхай-хана Казакумыцкого, злобнейшего из врагов наших и содействовавшего в прошедшем году окушинцам, коего войска приходили им в помощь и в то же время осаждали Чарадское укрепление. Отправил я в Кубу генерал-майора князя Мандатова и там, составив отряд войск, должный поступить под его команду, приказал с ним войти в Казакумыцкое ханство, стараться наказать жестокоизменника и, будя особенных не встретиться препятствий, взять главный город. Полковнику Аслан-хану Кюринскому приказано собрать свои войска, к ним присоединены набранные в Табасаранской провинции и конница от ханств, и все они поступили в состав отряда, назначенного к действию. Генерал-майор князь Мадатов вступил по направлению от укрепления Чирак, ибо нет другой удобнейшей дороги в Казакумыцкое ханство. Гористое и чрезвычайно возвышенное местоположение давало возможность совершить сие предприятие в летнее время, не опасаясь от жара худых последствий. Сурхай-хан Казакумыцкий, знав о приуготовлении войск, со своей стороны предприемлив все меры обороны, пригласил в помощь себе соседние общества вольного народа и, собрав все силы усиления Хазрек, сделал в окрестности Онова несколько отдельных укреплений. Были места известные твердостью и трудные к преодолению или, по крайней мере, с большим весьма уроном, но не хотел Сурхай-хан удалиться внутрь земли, ибо тогда многие деревни и более населенная часть ханства доставалась в руки наши. Аслан-хан Кюринский, непримиримый враг его, мог воспользоваться сильными связями, которые имел он между жителями, и сии, боясь разорения, оставили бы Сурхай-хана и, конечно, изгнали бы его из главного города. Генерал-майор князь Мадатов, не доходя немного до Хазрека, увидел неприятельскую конницу, которая, расположаясь на возвышении близ дороги, имела оную под выстрелами. Часть татарской конницы нашей тотчас вступила в дело, но приведена была в беспорядок. Приспевшая же пехота оттеснила неприятеля и открыла дорогу всему отряду. Пройдя непродолжительное дефиле, войскам нашим представились неприятельские окопы и все силы. Окопы прилегали к горе довольно утесистой и вершина оной занята была большими толпами. Там был особый лагерь стражей Сурхай-хана, который не любил подвергаться опасности и весьма часто прежде оной заботился о средствах верного отступления. Атаку укреплений распорядил генерал-майор князь Мадатов в трех пунктах. Оной предшествовала сильная канонада, которая произвела в неприятеле приметное замешательство. Конница его, бывшая впереди, усилить пехоту, вышедшую из окопов, составляла значительные толпы, и генерал-майор князь Мадатов должен был употребить против них особенную часть войск. После нескольких выстрелов бросились они в бегство. Конница проскакала через селение, поспешно спасаясь. Вместе с нею наша татарская конница успела захватить часть селения. Из некоторых укреплений атакующие колонны наши встречены были сильным огнем, но он и не остановил их. Укрепления взяты штыками без выстрела. В одном из них сопротивлявшийся неприятель в числе 180 человек вырезан до последнего. Повсюду проникшие войска наши грозили отрезать у них отступление. Когда же увидел неприятель, часть татарской пехоты обратились на единственную дорогу, по которой мог он надеяться отойти беспрепятственно, тогда все толпы в величайшем замешательстве, не помышляя боли о защите, бросились в стремительнейшее бегство к той утесистой горе, которая находилась позади укреплений. Тесные тропинки не могли вмещать вдруг всего множества, стрелки наши преследовали бегущих, нанося им чувствительный вред. Умножила бедство их отлогости онной, усеянной спасающимися, производила кортечные выстрелы. Сурхай хан бежал при самом начале атаки на укрепление, и войска его остались без начальника. За ним последовало весьма малое число приверженцев, все спасшиеся от поражения расселись в разные стороны. Неприятель потерял убитыми и ранеными не менее 500 человек, весь лагерь и 11 знамен. В плен взято 603 человека. Кроме сих взяты многие татарскими нашими войсками, но оные по отобранию у них оружия давали им свободу. С нашей стороны потери русских войск убитыми и ранеными не простиралось свыше 60 человек. В татарских же войсках 84 человека. В числе убитых лишились мы майора Гасан Аги, известного отличной храбростью, брата родного Аслан хана. Он ввиду войск наших с частью конницы, подскакав на ближайшее расстояние к укреплениям, спешился и пошел на штурм, где и погиб вскоре. Сражение происходило 12 числа июня. Никогда Дагестан не испытал подобного поражения. Войска русские в первый раз появились в местах сих. 15 числа генерал-майор князь Мадатов занял без всякого сопротивления главный город Казыкумык. В нем найдено 9 пушек и 3 мортиры, оставленные некогда шах надиром при покорении оного. Жители ханства приведены к присяге на верное подданство императору. Полковник Аслан Хан Кюринский объявлен ханом Казыкумыцким. Народ обложен податью самую уничтожную, единственно в знак зависимости. Сурхай хан изгнан из пределов ханства. Издана прокламация, что гнусный сей изменник и никто из роду его терпимо правительством российским не будут. Насчет народонаселения Казыкумыцкого ханства мнения весьма различны. Некоторые почитают оное не свыше 9 тысяч семейств, другие простирают его до 12 тысяч. Большая часть селений лежит в гористых местах и хлебопашество имеет весьма скудное. Пастбищами изобилуют обширными и превосходнейшего качества, на коих в летнее время собирается скотоводство всех окрестных народов. С одних пасущихся баранов, собирая по пяти с каждой сотни, хан получает от 12 до 13 тысяч баранов. Во многих местах ханства не производится посева хлеба, ибо он и по чрезвычайной возвышенности положение земли не возревает, и потому ежегодно значительное количество хлеба вывозится из Кюринского ханства. Назначив Аслан-хану пребывание в Казыкумыке, приказано ему преследовать всеми средствами изменника Сурхай-хана. Кюринское ханство, которым до сего управлял Аслан-хан, оставил я в прежнем своем составе, не присоединяя ханству Казыкумыцкому, и назначил, чтобы в нем был особенный наиб. Сие разделение полезно в том случае, если бы хан вздумал выйти из послушания. Всегда будет кто-нибудь из родственников его служить с усердием, чтобы иметь в управлении ханство, кои вы жители, приобвыкших особенного управлению, далеки будут от единодушия с прочими. Общество кубичинцев, известное искусным изделием оружия, приняло также присягу на верность и обложено податью. Генерал-майор князь Мадатов возвратился с отрядом, и войска отпущены в их квартиры. Акушинцы в действиях Сурхай-хана не приняли никакого участия, сколько не старался он возбудить их. Они похвальным образом сохранили свои обязанности, и тогда, как со стороны нашей совершенно ничего не могли опасаться, ибо отряд войск под командой полковника Верховского, занимавший зимние квартиры в Мехтулинском округе, которому приказано было наблюдать за поведением их, выступил оттуда еще в апреле месяце, и даже ни одного человека не оставалось во всех владениях Шамхала Тарковского. Полковник Верховский с войсками обращен был к построению в бывшей Колчалыцкой деревне, называемой Горячинской, Истису, укрепление на 300 человек гарнизона, дабы сколько возможно препятствовать набегам чеченцев на земли Оксаевского селения и к городу Кизляру. Войска Сии были несколько усилены, и командующий на Кавказской линии генерал-майор Сталь-2 находился с ними в лагере. Чеченцы, часто появляясь в силах, атакуя передовые посты и угрожаясь делать нападение на табуны сенокосы, старались препятствовать работам. Нередко происходились шибки, и одна весьма горячая, в которой линейные казаки наши, несравненно менее числом, оказали особенную неустрашимость. В продолжение работ не имел неприятель ни малейшего успеха. Укрепление к осеннему времени было совершенно окончено, и на первый случай необходимое жилище. Наменование получило неотступного стана. Оттуда войска перешли к селению Оксай и небольшую деревню Герзели Аул, лежащую против Онова. Обратили в укрепленный пост, где расположилась одна рота 43-го егерского полка для охранения Оксая от беспокойства, который беспрестанно наносили ему живущие вблизи чеченцы. Бывший хан Казакумыцкий, чувствуя более и более стесняемое его положение, вознамерился бежать в Персию. Лезги нычарского общества взялись проводить его скрытыми дорогами, и он, выехав из гор с сыном и малую весьма свитую, несколько дней проживал в лесу близ селения Алмалы в надежде переправиться через Куру. У деревни Самуха, но боясь расположенных по правому берегу караулов, решился ехать через ханство зять его генерал-лейтенанта Мустафы Шерванского. Комендант города Нухи, услышав о бегстве Сурхайхана, выслал партию татарской конницы, дабы схватить его, если вознамерится взять путь свой через Шекинскую провинцию. Спастись ему совершенно было невозможно, но падает подозрение, что способствовал ему султан Елисиуйский по жене своей родственникам и близкий, а после дознано, что высланный с конницей Шекинские старшины, зная, по какой дороге он проезжает, с намерением отправились совершенно по-другой, дабы ему не воспрепятствовать. Таким образом, в длину всей провинции безопасно проехал он в Шерванское ханство, и в близком от главного города расстояние был по приказанию Мустафы хана принят одним из преданных ему беков. Мустафа с верными своими людьми отправился, должно быть, за Куру и далее в Персию. Обо всем мне тотчас дано было знать, но Мустафа хан, оправдываясь, что совершенно не знал о проезде сурхай хана, не переставал уверять в преданности его и верности государю. Не имел я доказательств козаблючения его до того, как потребовал от султана Елисиуйского, чтобы немедленно прислал находящегося у него прислужника Мустафы хана, которому все дела его и тайны были известны. Сей открыл все его злодейства, связи в Дагестане и средства, которыми возбуждал он и сношение с Персию, куда весьма часто посылаемы были от него чиновники Каббас Мерзе и принимаемы от него приезжающие. Описал дружеские связи его с сурхай ханом и что посредством его раздражает против нас акушинцев, с каковыми поручениями ездил сам неоднократно, что всех неблагонамеренных и вредных правительству людей принимает весьма дружественно и во всех злых совещаниях непременно участвует. Мустафа хан, узнавший о захвачении сего прислужника, не сомневался, что от боязни наказания может он открыть его поступки, начал приуготовлять лошадей и вьюки и все означало намерение побега. Состоявшему при нем офицеру в звании пристава подарил он деньги, чтобы не делал о том донесение, которое немедленно обо всем уведомил. Мустафа хан через откупщика рыбных промыслов величайшего из мошенников надворного советника Иванова прислал письма ко всем своим знакомым, особенно при мне, служащим чиновникам и переводчикам, поручая им не щадить ни денег, ни подарков, а меня уверить, что он ни в чем участия не имеет, что о проезде сурхай хана не знал и предсим задолго прервал с ним всякие связи, что хотят злодея его повредить ему клеветою, будто умышляет он бежать в Персию. С армянином Ивановым приехал секретарь его Мурза Агмет, имея тысячу червонцев на подарки при первом случае в моей канцелярии. Иванову же поручено было по надобности наимая его большие суммы. Деньги тысячу червонцев приказал я полицеймейстеру и коменданту взять в казну и вместо ответа на письма Мустафы хана, доставленные ко мне через нарочных трех чиновников, приказал я командующему в Кубе генерал-майору барону Вреде отправить в Шерван два батальона пехоты и артиллерии форсированным маршем. И туда поспешнейшим образом послал войско донского генерал-майора Власова Третьего с восемью сотнями человеками казаков, дабы отнять средства О движении войск был он предуведомлен, но с такой быстротой шли казаки, что едва успел он переправиться за реку Куру, как они появились на берегу. Один из беков, имевших на него вражду, собрав людей, догнал у переправы часть его вьюков и отбил несколько оных. Мустафа стрелял на него с другой стороны реки. Два или три часа замедления и он был бы в руках казаков. Но о поспешности его можно судить по тому, что он оставил двух меньших своих дочерей, из коих одну грудную нашли задавленную между разбросанных сундуков и пожитков. Из предосторожности назначил я в Шерван войска, полагая, что Мустафа может собрать большое число приверженцев и вздумать защищаться в гористой местности ханства. Но ему сопутствовали некоторые из ближайших родственников и малое весьма число беков, прислужников. При всех вообще было с небольшим 300 человек. Все прочие оставались совершенно покойными и как будто никогда не бывало хана в Шерване. Генерал-майору князю Мадатову и правителю канцелярии моей статскому советнику Могилевскому припоручено сделать описание провинции и доходов казне принадлежащих. Жители приведены к присяге на подданство, учрежден городовой суд. Главный город провинции по неудобству гористого месторасположения, которым жители были чрезвычайно недовольны и где Мустафа хан жил вопреки желанию всех только потому, что почитал себя в безопасности, переведен в старую Шимаху, некогда бывшую обширным городом и кое его остатки свидетельствуют о его некогда великолепии. Дочь маленькую, оставленную Мустафой ханом, приказал я отправить к нему, снабдив ее приличной одеждой и составив ей свиту из прежних ханских прислужников. Жены, бежавших с ханом родственников и некоторых избеков также отосланы. Им позволено взять движимое их имение и пристойную прислугу. Поступок сей удивил персиян, ибо в подобных случаях, если не всегда преследуют они родственников бежавшего, то, по крайней мере, отнимают все их имущество. Мустафа хан тронут был до слез возвращением дочери от любимой из всех жен своих, и я имел благовидный предлог избавиться от многих бесполезных людей, которые, оставаясь у нас, конечно, имели бы возбежавшими тайные сношения. В Шерванской провинции расположен один батальон пехоты с четырьмя орудиями артиллерии и малым числом казаков. Из обывательской конницы составлены караулы на Муханской степи и по левому берегу реки Куры, дабы Мустафа-хан, живущий недалеко в пограничной персидской провинции, не мог предпринять чего-нибудь для Шервана вредного. Между тем, по усмирении мятежа в Амеретии и Грузии войска начинали возвращаться ко своим местам. Владитель Менгрелии представил брата своего, который явился к нему из турецкой крепости Пати. По важности преступления я отправил его в гарнизон сибирского корпуса, донеся императору, что решился сие сделать потому, что не смею почитать изменника, достойным служить в гвардии при лице его. Впоследствии распоряжение мое утверждено. Чарского общества селения Амалы, близко его укрывался Сурхай-хан при побеге в Персию, приказал я наказать, что исполнено собранными в Шекинской провинции конницей и пехотой, без всякой помощи русских войск. После небольшой перестрелки селение было сожжено и разграблено. В Борчелинской дистанции умножившиеся грабежи и убийства от впадающих в наши границы из-за халтигского пашалыка разбойников заставили меня обратиться к Паше с просьбой об усмирении он их и сохранении подобно нам существующих между обоими государствами дружественных отношений. Паша обещал все и ничего не исполнил. Не будучи уважаем в провинции ему порученной не мог он ни в чем успевать даже если бы имел наилучшие намерения. И так оставалось мне употребить собственно от меня зависящие меры. Я приказал собрать довольно сильную партию Борчелинской конницы ею отогнано некоторое количество лошадей и скота была небольшая перестрелка но разбойники не успели собраться в равных силах и потому вреда не могли нанести. Видя же готовность со стороны нашей отомстить за грабежи и злодейства прекратили и по-прежнему восстановился порядок. От министерства сообщено посланнику нашему в Константинополе что находящиеся в пограничных турецких областях начальники попущают подчиненные им народы на неприязненные действия. Сколько же мало внимали представлением ему по всему предмету как и делам о которых производил он переговоры. Турецкое министерство утверждало что нельзя прекратить беспорядки сии. Разве по содержанию последнего трактата возвращены будут редут Кале маленькая и ничтожная крепость Анаклия и Сухум-Хале в Абхазии. На приобретение сего последнего изъявлено особое желание. Посланник, надеясь на успех в прочих делах, дал уразуметь, что возвращение Сухум-Кале может иметь место, донес о том нашему министерству, а сие разрешило его дать в том обещание и меня по принадлежности уведомило. Весьма неприличествовало обстоятельствам здешнего края сие великодушие, и я возразил следующими объяснениями. Турки, владея Анапою и сильное потому, имея влияние на многочисленные закубанские народы, содержат в беспрерывных беспокойствах земли войска Черноморского и правый фланг Кавказской линии. Но трудное весьма, имея сообщение с Абхазией, не простирают они владычество своего на живущие пополуденные покатости Кавказа народы. Потому единственное сохраняется спокойствие в провинциях наших, лежащих по берегу Черного моря. Предоставление им Сухум-Кале допустит решительное влияние на обитателей гор, и, подобно закубанцам, будут они снабжаемы оружием и возмущаемы против нас. Турки получат при Сухум-Кале лучшую при сих берегах и довольно безопасную рейду. В ней находящиеся суда дадут покровительство продаже невольников, которая вместе с присоединением Абхазии почти совсем прекращена. Невольники сии похищаемы будут в наших провинциях, и, как в недавних еще бывало временах, снабдят сирали вельможи оттаманских. Надобно будет для безопасности наших владений содержать гораздо большее число войск, в местах, где нездоровый климат производит между ними чрезвычайную смертность и ужасные болезни. Продовольствие ионах, привозимое с большими затруднениями из России и не менее тягостными издержками, введет казну в разорительные расходы. В заключении объяснил я, что весьма невыгодное произведет впечатление на подвластных нам народах то, что области, добровольно принявшей покровительство российского государя, владетель кое принял христианскую веру, лучшая часть отторгается в пользу державы мусульманской, что сие поколебать может доверенность прочих владетелей к правительству, и они по-прежнему искать будут связи с турками, которые они начинают оставлять, не находя их более для себя полезными. Министерство наше не отвергло моих замечаний, и посланнику в Константинополе поручено было отклонить требование посему предмету порты. Если же имел он о том переговоры, то объяснить, что ни малейшего со стороны нашей не будет сделано затруднение в возвращении Сухум-Кале, если в продолжении 15 лет Аттаманская порта сохранит постоянно дружественное свое расположение и не подаст основательных причин к неудовольствиям. Нельзя сомневаться, что при коварной политике Аттаманской не может так долгое время продолжаться доброе согласие, и потому правдоподобно Сухум-Кале остается нашим. В 7 году производилась работа на новой дороге от Тифлиса в Кахетию через хребет гор, называемый Гомбар. Я осматривал оную, но заметить возможно было, что без шоссе дорога сия хорошую не будет, сколько нехорошо дано оной направление. Множество источников, растворяя глубокую грязь, местами делают ее весьма неудобной. Новая сия дорога сокращает в половину расстояние до города Тылавы, проходя возвышениями для устроения постов чрезвычайно здоровыми. Войско Черноморское по высочайшему соизволению поступило в 7 году под начальство командира Кавказского корпуса. Задолго прежде искал я средств избавиться с его войска, ибо известны были мне допущенные в нем беспорядки, расстроенное хозяйство, бестолковое распоряжение войсковой канцелярии, которую самовластно управляли адъютанты генералов Дюка де Ришелье и потом графа Лонжерона. Французским администраторам нелегко было познакомиться с нуждами и особенно свойствами запорожцев. Сверх того знал я, что самое отправление службы производится казаками Нерадива, и закубанцы, желая частые и весьма удачные на земле их набеги, содержат их в большом страхе. Прежде для охранения их расположен был полк пехоты и полурота артиллерии, и хотя до поступления еще казаков в мою команду представлял я о необходимости продолжить пребывание там полка, но он и оттуда удален, и я должен был уделять в помощь войска с Кавказской линии, тогда как для собственной защиты ионой их недостаточно. Для наблюдения за лучшим управлением войска и в особенности для распоряжения кордонную стражию, введение строгой и казакам незнакомой дисциплины и больше в сохранении границы бдительности отправил я войско Донского генерал-майора Власова Третьего, дав ему степень приличной власти. Я получил уведомление, что войско Черноморское умножается до 25 тысяч душ, переселяемых из Малороссии по добровольному их вызову, и что переселение, начавшись в 1821 году, продолжится три года. Распоряжение сие сделано по представлению генерал-майора Киселева, которому поручено было обозрение войска, и оно необходимо по уменьшению народонаселения от вредного климата. Довольно задолго до окончания года повсюду было совершенно покойно, и я вознамерился ехать в Петербург. Из России имел я известие, что государь по окончании Конгресса в Тропау возвратится к Новому году в Санкт-Петербург. Выехав из Тифлиса в конце декабря месяца, до самого Орла не имел я никаких из Петербурга известий. Посланный ко мне фельдъегерь ехал другую из России дорогою и заболел в пути. С ним, как я после узнал, посланы были в бумаге, что возникшая в Неаполе революция понудила союзных государей продолжить Конгресс, и дабы находиться ближе к месту происшествий, перенесен он и в город Лайбах, в австрийских владениях, куда уже отправился император, и потому нет ничего точного насчет его возвращения. В Орле подтвердились все сии известия, и я не знал, на что решиться. Мог я, пробыв в Петербурге несколько времени, не дождаться государя, ибо неприличествовало мне долгое время быть в отсутствии от своего места. Возвратиться же из Орла было не более прилично, ибо никто не поверил бы, что неизвестны мне были происшествия, и подумать могли, что ехал я единственно для свидания с отцом моим. И так предпочел я ехать далее. В бытность мою в Петербурге короткое время получены известия о возмущении греков против турок, и все давало вид, что неуспешные дела посланника нашего в Константинополе доведут нас до разрыва с Портою. О возвращении государя подтверждались слухи и приуготовлены были на границе экипажи. На сделанный мною вопрос с партикулярным письмом, могу ли я дождаться государя, начальник главного штаба его величества ответствовал мне по его приказанию, чтобы я оставался в Петербурге. Вскоре за Сим возгорелась революция в Пьемонте, и казалось, что Франция принимает воной участие. Заговор скрывался между войсками, и часть он их, возмутившись, заняла крепость Александрию. Король, угрожаемый опасностью, оставил государство. Австрийские войска из соседственных Пьемонту областей выступили немедленно, дабы воспрепятствовать распространению духа мятежа, а государь-император, помогая австрийцам, назначил особенную армию и за ста тысяч человек, которой и дано повеление приготовиться к следованию в Италию. В Австрии делались распоряжения для путевого продовольствия сих войск. Я получил высочайший рескрипт и приказание приехать в Лайбах. Начальник главного штаба сообщил мне, чтобы я поспешил приехать. Были слухи, что назначен я главнокомандующим, идущий в Италию армии, и прежде отъезда моего из Петербурга получены некоторые иностранные газеты, в коих о том упоминаемо было. В конце апреля месяца приехал я в Лайбах. Революция в Неаполе совершенно прекратилась, самый город занят уже был австрийцами. Успехи австрийских войск в Пьемонте и сдача на капитуляцию Александрийской крепости положили конец возмущению. Не было ни малейшего сомнения, что Франция не приемлет никакого в том участия, и определено возвратить российскую армию. Государь 1 мая отправился в Петербург, мне приказано прибыть туда же. Я получил позволение провести некоторое время в Вене и в Варшаве. Таким образом, сверх всякого ожидания моего был я главнокомандующим армии, которую я не видал и доселе не знаю, почему назначение мое должно было сопровождаемо быть тайною. Не было на сей счет указа, хотя во время пребывания в Лайбахе государь и император австрийский не один раз о том мне говорили. Это не отдалило ни удовольствия от тех, которые посчитали себя вправе быть предпочтенными мне. Я умножил число завидующих моему счастью. Немного оправдался я в глазах их, оставшись тем же, как и прежде, корпусным командиром. Конечно, не было доселе примера, чтобы начальник, предназначенный командованию армией, был столько, как я доволен, что война не имела места. Довольно сказать, в доказательство сего, что я очень хорошо понимал невыгоды явиться в Италии вскоре после Суворова и Буонапарте, которым века удивляться будут. Русскому нельзя не знать, какие препятствия поставляемы были Суворову австрийским правительством, а из наших и лучших даже генералов не думаю, чтобы возмечтал кто-то ему уподобится. Проживший в Петербурге до 30-го числа августа имел я вид претендента на какую-нибудь награду, и государь всегда ко мне милостивый, между прочими награжденными в сей день пожаловал мне и аренду, от принятия которой я отказался. Давно великодушен был государь, и награждая меня, и выслушивая отзыв мой, что я награды не приемлю. Могу признаться, что в отказ мой не вмешивалось самолюбие, но почитал я награду свыше заслуг моих, и мне ни по каким причинам не принадлежащую. Средства существования, хотя не роскошные, доставляла мне служба, вне он, и не страшился бы я возвратиться к тому скудному состоянию, в котором я рожден, но еще мог надеяться на гораздо лучшее, ибо отец мой за усердную службу свою получил награды от императрицы Екатерины II. В первых числах сентября я отправился обратно в Грузию, чего многие не ожидали. Прибыв в Екатеринодар, занялся я рассмотрением состояния войска Черноморского, и оно, как в отношении военным, равно, как и по части хозяйства в совершеннейшем расстройстве. Тут я узнал о подробностях сражения с закубанцами, которые в числе до полутора тысяч лучших, под предводительством известнейших из разбойников, сделали нападение на земли черноморцев с намерением разорить их селение. Приличные распоряжения, смелость предприятий генерала Власова Третьего и чрезвычайно темная ночь, скрывшая малые его силы, приуготовили гибель разбойников. Следуя за ними с тылу, отрядив небольшую часть казаков, которая вела с ними перестрелку спереди, в то время как в окружности повсюду зажженные маяки и пушечные сигнальные выстрелы привели закубанцев в замешательство. Он успел отрезать дорогу к отступлению, и когда они, не подозревая о его присутствии, думали безопасно возвратиться, встретил он их картичными выстрелами и ружейным огнем расположенных в камышах казаков. Почитая себя отовсюду окруженными, искали они спасение в бегстве. Часть одна, случайно направившаяся по сухому месту, могла, хотя с потерей, удалиться, но главные их силы, обманутые темнотою, попали на реки Кубани, и сильно преследуемые казаками потонули воном, и не спасся ниже один человек. Казаки выточили в последующие дни слишком 600 лошадей и более, нежели таковое число богатого оружия. Закубанцы, приезжавшие для выменопленных, признавались, что всем случаях лишились они храбрейших из своих вожатых и разбойников, и что вообще потери их простирается свыше тысячи человек. Черноморские казаки никогда не имели подобного успеха против закубанцев, и как узнал я от генерала Власова, что если бы не ночь препятствовала им видеть силы их, конечно, не смели бы они вступить с ними в дело. И при всем неожиданно счастливом происшествии страх, внушенный прежде закубанцами, наводил на них робость. В Черномории нашел я переселяемое из Малороссии семейство в ужаснейшей бедности. Войско без всяких средств с помощью в одно время выслано их из Малороссии вдвое большее число, нежели распоряжено было правительством. На прежних жилищах своих продавали они имущество за бесценок, ограблены были земской полицией чиновниками, отправлены в путь в самое позднее осеннее время, и многие, весьма лишившись по дороге скота своего, без средств идти далее, оставались зимовать по разным губерниям, выпрашивая для существования милостыню. В такой нищете нашел я их разбросанных по дороге, возвращаясь из Петербурга. Сие несчастные должны умножить силу войска Черноморского против многочисленного угрожающего ему неприятеля. Правительство же распоряжения были и полезны, и благоразумны. Прибыв в Георгиевск, узнал я, что кабардинцы произвели на линии грабежи и разбои, которые с некоторого времени весьма умножились, что все, имевшие на равни население, удалились к горам, где почитали себя в безопасности. И в случае движения войск наших могли сыскать близкое убежище, что в тайных сношениях были с закубанцами, приглашая сих к содействию в нападениях на линию. Генерал-майору Сталю II приказал я назначить тысячу человек пехоты, четыре орудия артиллерии и триста человек казаков. И отряд сей получил подполковнику артиллерии Кацареву, офицеру расторопному и деятельному, приказав ему с первого числа генваря вступить в Кабарду и стараться наносить возможный вред хищникам. В зимнее время кабардинцы по необходимости имеют конские заводы и стада скота на равнине, ибо глубокие в горах снега отъемлют совершенно средства продовольствия. Подполковнику Кацареву приказано было в беспрерывном движении, дабы неприятеля содержать повсюду в страхе неизвестности, где наиболее угрожает ему опасность. Подвижность войск облегчила их успехи, ибо, заботясь о защите, не мог неприятель соединиться в силах. Во Владикавказе задержан я был 20 дней беспрерывными бурями и выпавшим в горах снегом, прервавшим совершенно сообщение с Грузией. Все время, собрав подобные сведения о шалостях, делаемых чеченцами, приказал генерал-майору Грекову первому сделать экспедиции в лесистую часть земли их, куда доступ в зимнее время удобнейший. Одни частые перемены наказания народ сей могут держать в некотором обуздании, и лишь прекратилась боязнь взыскания, наклонность к своевольству порождает злодейские замыслы. В Грузии нашел я совершенную тишину, так же и в провинциях мусульманских. Многие из сотрудников моих и войска рады были моему возвращению. Многие, в особенности смиряемые мною князья и дворяне грузинские и избалованные старшины татарские, не с удовольствием меня увидели. Доходили многие слухи о разных на мое место назначениях, и легко мне было понять, что чрезмерная в предместниках моих снисходительность многим нравилась. В начале года приметны были готовые возродиться в Абхазии беспокойство. Владитель области сей, князь Шарванидзе, молодой человек, воспитывавшийся в Петербурге в Пажеском корпусе, назначен будучи в достоинство владителя, не понравился знатным людям своей земли, ибо сделавший отвычку от их обычаев, забыв даже природный язык, будучи притом весьма средственного ума, не умел взяться с твердостью за управление и отличить тех, кто привыкли пользоваться большим уважением. Аслан Бей, убийца отца своего, некогда также владетель Абхазии, укрывавшийся после сего преступления во владениях турецких, собрал многочисленную шайку горцев и готовился напасть на Абхазию. Молодой князь Шарванидзе не имел людей приверженных, которые бы его остерегли, напротив, многие были со стороны убийцы и скрывали его намерения, но узнал обо всем правитель Эмеретии генерал-майор князь Горчаков и, собрав небольшой отряд войск, пошел поспешно в Абхазию. Владетель прибег под защиту гарнизона нашего в крепости Сухум-Кале, которую неприятель, не будучи в состоянии взять, пошел навстречу князю Горчакову с намерением препятствовать ему вследование. Дорога от границ Менгрелии на довольно большое расстояние лежит по низменному песчаному берегу моря, по коему не прерываясь протягивается весьма густой лес. Неприятель занимал оный и в одно время ввел перестрелку с авангардом и ареергардом его. Но храбрые войска наши и всем положении умели рассеять оное и даже с весьма незначительную потерю. Дорогу очищала артиллерия, распространяющая ужас между народами к ней неприобвыкшими. В лесу и наши стрелки не хуже здешних. Боли урона понесли трусливые Менгрельцы, которые присоединены были к нашим войскам и не принося ни малейшей пользы делали одно лишь замешательство. Неприятель бежал, не видя возможности противостать войскам нашим. Генерал-майор князь Горчаков, взяв из крепости Сухум-Кале владетеля, последовал за бегущими, привел в покорность возмутившихся подданных, взял Аманатов из лучших фамилий и Цибельдинское, никому не повиновавшееся общество, довольно сильное и воинственное, привел зависимость. Аслан-Бей скрылся в горах, спасаясь от самих сообщников его, которые негодовали на него за претерпенный ими урон и обманутые надежды на добычу и приобретение пленных. Князь Горчаков, оставивший две роты в месте пребывания владетеля в селении Соупсу, возвратился в Амеретью. Спустя несколько времени после сего Аслан-Бей обольстил обещаниями легковерных и еще нашлись многие, пожелавшие испытать счастье. В больших силах напал он на селение Соупсу, но войска наши, находясь в замке, к которому присоединили некоторые укрепления, защищаясь храбро и помогаемое действием артиллерии, причинили неприятелю урон, какого он никогда не испытывал, и он, бросивший тех, спасся стремительным бегством. После сего совершенное воцарилось спокойствие. При всем последнем происшествии подданные владетели не изменили своим обязанностям и, находясь с меньшим его братом, усердно сражались. Чарские лесгины, соседственные кахетии в буйственных наклонностях своих, и, надеясь на силы свои, и некоторые прежде удачи, начали выходить явно из послушания, принимать разбойников и способствовать им в нападениях на кахетию. Когда требованы были от них захваченные пленные, они не возвращали онных, посланных к ним с приказанием причинили побои и оскорбления. Защищаться против нас обязались присягою. Генерал-майор князь Эристов послан был с отрядом войск для усмирения возмутившихся. В марте переправился он за реку Алазань, прошел равнину без сопротивления. Лезгины укрывались в селениях своих у самой подошвы гор, избирая места твердые. Князь Эристов занял Чары, главнейшие из селений. Жители укрепились частью оного, называемым Закатало, которую почитают неприступную. Эристов по твердости местоположения не решился атаковать, боясь большой потери, но жители медленнее его, в ожидании моих приказаний приняв за уготовление, прислали просить о прощении, объявляя, что готовы выполнить все его приказания. Дав прощение, генерал-майор князь Эристов пошел к лежащему недалеко оттуда селению Кахети, коевы жители не помышляли просить о прощении. Они, оставив селение, удалились в тесное место между почти неприступных гор, укрепились окопами и готовы были упорно защищаться, ибо при них были семейства их, которых по причине в горах снегов не могли отправить далее. Батальоны 1-го грузинского гренадерского и 41-го егерского полков атаковали укрепления под жарким огнем неприятеля, который обращен был в бегство штыками, но собрался для защиты семейств в своих. При всем случаях потерпел он большой урон, пострадали многие семейства и в плен взято некоторое число. Водворившийся повсюду в областях наших спокойствия, дружественное отношение с Персией, которым сколько могло от меня зависеть, дал я по возвращении с Петербурга еще большую прочность, доброе согласие с пограничными турецкими начальниками дало мне возможность отправиться в Кабарду, которую предположил я занять войсками и часть слабости своей пагубную для войск по нездоровому местоположению перенести в места несравненно удобнейшие и выгодные. Между тем отряд артиллерии подполковника Кацарева в начале зимы не оставлял Кабарды. Некоторых из владельцев, более наклонных в жизни безмятежной, согласил жить на плоскости под нашей зависимостью. Других непреклонных и нам непокорствующих преследовал повсюду, разорил селения их, отогнал во множестве лошадей их из стада, но по малочисленности войск не мог изгнать злейших разбойников и они не переставали возбуждать мятеж. Проехав с малыми весьма затруднениями через горы, в Екатеринограде собрал я отряд войск и 22 мая вступил в Кабарду. В состав отряда вступили 1-й батальон 7-го карабинерного полка, 1-й батальон шерванского пехотного полка, легкой артиллерии 8 орудий, 300 линейных казаков. Генерал-майору Сталю II приказал я усилить отряд подполковника Коцарева, расположенный на реке Баксане, присутствовать при нем лично и занять на реке Малке урочище, называемое Каменный мост. На вершинах Кубани наблюдать предписано войско донского полковнику Победнову с небольшим легким отрядом. Первое обозрение начато с реки Уруха и по течению оной до впадения ее в Терек и далее вверх по оному. Потом отряд ходил на вершины реки Чирека и имел небольшую перестрелку, где и сожжено несколько непокорных селений. Партия, посланная на реку Нальчик, отбила табун лошадей и стада овец. Осмотрены места по реке Чигему, где в самых трудных местах истреблено селения и кабардинцы неожиданно атакованные не воспользовались удобностью обороны. Отряд под личным моим начальством, соединяясь с отрядом под командой генерал-майора Сталя II ходил к самым вершинам реки Баксана до того, как не кончились дороги, по коим могли проходить пушки, но и где и самая пехота должна была пробираться по тесным тропинкам. Отряд генерал-майора Сталя II следовал по левому берегу реки. Засевший в самом сжатом месте ущелья неприятель предпринял остановить войска наши. Ночью четыре орудия на людях подняты были на гору и от нескольких выстрелов неприятель удалился. Но как удобно мог он засесть в некотором назади расстоянии и орудий далее провести был уже невозможно, то по обоим берегам реки посланы были в обход команды, которые заняв ближайшие к дороге места неприятель всего не дождался и поспешно побежав открыл путь войскам нашим. Далее нашли мы довольно пространные долины, где и все войска собрались и занимали оба берега реки. Наконец близ селения осетинского называемого Ксан-Ти где собрались главнейшие силы кабардинских разбойников войска встретили сопротивление, но неприятель в ночи оставил сделанные им каменные завалы и бежал за Кубань более живущего на Кубани. Осетины пришли просить пощады. Войска, вышедшие из Баксанского ущелья, перешли на реку Куму близ истребленного Бибердова аула. Отсюда генерал-майор Вильяминов Третий с частью войск, каким присоединился с отрядом полковник Победнов, отправлен на Кубань к каменному мосту для воспрепятствования кабардинцам при побеге за Кубань увлечь подвластных их семействами Лишь скоро узнали они о движении войск, поспешили перейти за Кубань, но некоторых застали еще войска наши, отбили стада их и преследовали спасающихся вверх по Кубани, где места неприступные могли служить им убежищем. Далее семи верст и с величайшим затруднением не могли пройти войска наши, и нигде при всем усилии не мог остановить их неприятель. Седьмого кабардинского полка несколько человек переплыв в Кубань сожгли оное селение, перестрелка во многих местах была довольно сильная. От речки Тахтамыш прошел я сам до Каменного моста для обозрения Кубани. Оттуда все войска возвратились к речке Тахтамышу, и с ним кончено обозрение кабарды во всем ее пространстве от Владикавказа до Каменного моста в вершинах Кубани. Офицеры квартирмейстерской части сделали довольно обстоятельную съемку, или по крайней мере совершеннейшую всех до то ли произведенных обозрений, хотя нельзя сказать, что недостаточно было времени собрать о стороне сей сведения, особенно когда кабарда наслаждалась продолжительным преждеспокойствием и совершенно повиновалась нашей власти. В делах предместников моих ничего не нашел я, кроме нелепо составленной карты из произведенных частных экспедиций, для связи коих надобно было прибегать к разным вымыслам. Не избежала он их и лучшая карта Буцковского, по рассказам сочиненная. Впрочем, войска в сей раз приходили туда, где никогда прежде не были. На возвратном пути моем от реки Кубани для образования новой через кабарду линии избрал я следующие места. Во время пребывания моего в Кабарде некоторые укрепления приводились к окончанию. Всеми сделан чертеж и начались работы. Войскам в зимнее время приказано сделать шалаши. В Кабарде учрежден суд из князей и уздений на основании прежних их прав и обычаев. Уничтожено вредное влияние глупого и невежественного духовенства. которое со времени удаление князей от судопроизводства и уничтожение их власти в народе произвело все беспорядки и разбои, побудившие наконец местное начальство желать ближайшего за кабардинцами присмотра. В составлении суда почти ни одного не нашлось способного человека. Никто почти из князей и лучшие непременно ни читать ни писать не умеют. Молодые люди хвастают невежеством, славятся одними разбоями и хищничеством. Два батальона шерванского полка оставлены в Кабарде. Батальон 7-го кабардинского пока возвращен в Грузию. Излишние казаки распущены по домам. Сентября 7-го числа я возвратился в Тифлис. Во всех областях наших на полуденной стороне Кавказа было совершенно покойно. Персия, не получив от Турции удовлетворения за сделанные торгующим утеснения и обиды, причиненные ездящим на богомолье в Колбалай, начала неприязненные действия. Война с греками, отвлекающая все внимание порты, и большую часть средств ее, и многочисленные из Анатолия войска, поставила ее в затруднительное положение против персиян. Сии, воспользовавшись оным, без всякого почти сопротивления заняли Боязетский Пашалык, крепость Цумуш, Малашгерд и некоторые другие места разграбили многие селения и увлекли значительное количество в плен армянских семейств. Набеги их простирались до окрестностей Багдада, где все небольшие шибки окончились в их пользу. Измена одного из турецких Пашей много способствовало лучшим их успехам. Со стороны Эреванского ханства не с одинаковыми действовали персияне выгодами, ибо один из главных куртинских чиновников с тысячью и более семейств воинственного сего народа, предавшись к туркам, снискал храбростью и предприимчивостью своею их доверенность и с их войсками, делая наханство набеги, производил опустошение и брал в плен. В одной довольно горячей схватке вырезал часть персидской конницы, состоявшую из разбойников, бежавших давно уже из татарских наших дистанций. Турецкие посланные начальники в отношении к нам поступали весьма дружественным образом. Повсюду прекращено было почти обыкновенное воровство, и Паша Карский не только не препятствовал армянам в числе 500 семейств, боявшихся разорения от персиян, переселиться в наши пределы, но впоследствии вывезти оставленный ими хлеб и скот. Некоторое время жители Карса, страшась персиян, присылали ко мне с предложением, чтобы я занял войсками их город и места по границе расположены. Не мог я сделать всего по настоящим обстоятельствам, но многие селения спасли мы тем, что для хранения купленного у них нами хлеба расположен был малый отряд войск наших. Время совершенно свободное, вознамерился я употребить на обозрение некоторых провинций. Осмотрев расположение артиллерийских рот на горе Гомбар, «В первый раз видел я Кахетию, богатую и прелестную страну, лучшую во всей Грузии». Нетрудно понять, как удобно смирить соседственных Кахетий лесгин чарских, которые не только давали у себя убежище всем преступникам, но способствовали горцам разными пособиями и вместе с ними нападали на Кахетию и производили в ней грабежи. Занимаемые сими лесгинами земли, лучшие всей стране и будучи расположены на возвышенностях, в знойное время лета несравненно менее подвержены болезням, свирепствующим на низменности. Занятие земли сей отдаст нам в руки все выгоды из гор, все торговые горских народов сношения и сверх того, по крайней мере, четыре тысячи семейств, бывших не в давнем времени христианами, народа весьма трудолюбивого, который лесгины оторвали от Грузии, пользуясь слабостью царей и внутренними раздорами, несчастную страну сию раздиравшими. Покоренный ими народ сей подзверскую их властью и нас ожидает как избавителей. Необходимо нужно привести сие в исполнение, но не мне будет предлежать оноя, ибо занят будучи другими делами, не менее возможности заключающими не имею я времени. Пробыв несколько в поселении Нижегородского Драгунского полка, осматривал я урочище Царские колодцы, где располагается штаб Шерванского пехотного полка и одна батарейная рота. Вскоре после всего был я в Картолении и отправился осмотреть Шекинскую, Шерванскую и Карабахскую провинцию. Сию последнюю особенно нужно мне было видеть после набега генерал-майора Мехти-хана, причины удаления его в Персию были следующие. Родной племянник хана полковник Джафар Кули-Ага, наследующий по нем ханское достоинство, имел с ним явную вражду, которую несколько раз старался я прекратить безуспешно и которая более усилилась от несправедливости хана при разделе между ними имения. Проезжая по городу Шуша, в последнее время ночи Джафар Кули-Ага неподалеку от ханского дома был ранен двумя выстрелами из ружей. Следовавшие за ним несколько человек прислужников, испуганные, не имели смелости броситься на убийств и те успели скрыться. Окружной в Карабахе начальник генерал-майор князь Кули-Ага доказывал, что за несколько дней предупрежден он был о всем намерении хана и потому взяты были под стражу люди, служащие при хане и на которых, по известной особенно их предприимчивости, удобнее мог он возложить подобное припоручение. Между тем, по другим совсем причинам арестован был знатнейший избеков, которому наиболее имел хан доверенности и хан, боясь, чтобы не быть изобличенным, если не в намерении пачи же в худом управлении землею, против которого доходил до него ропот народа, бежал поспешно в Персию. До приезда моего приказал я отпустить в Персию оставшихся двух жен его и не только позволил взять имущество свое, но и дал денег на дорогу. Прибыв в Карабах, учредил я городской суд, диван. Народ во всей провинции приведен был к присяге на верность подданство императору и чиновникам поручено было, описав землю, привести в ясность надлежащее казне имущество. Я оставил имущество каждого неприкосновенным, прежние права и обычаи в прежней силе. Главнейшего избеков, который именем хана управлял землею, пользуясь неограниченной его доверенностью, приобрел огромное имение и не надеялся сохранить его, оставил при прежних правах его, неотъемля его собственности. Словом, употребил я все средства, чтобы успокоить каждого и внушить приверженность к новому правительству. В исчислении доходов в казне принадлежащих приказал я соблюсти умеренность, и все, что поступило воную из частных имуществ, не оставил я без должного вознаграждения. Распоряжением сима оставил я всех довольными. Исследование на покушение на жизнь полковника Джафар Кулиагу было довершено и совершенно обнаружилось, что хан не имел ни малейшего в том участия. Напротив, весьма многие из лучших людей заключили, что Джафар Кулиага сделал то сам с намерением возвести подозрение на хана, подвергнуть его наказанию и воспользоваться его местом. Наиболее производило сомнение то, что он прежде за несколько дней говорил многим, что известно ему намерение хана, а сам ни малейше не брал предосторожности, хотя генерал-майор князь Мадатов особенно ему то советовал. Таковой поступок, худое расположение к Джафар Кулиаге всего Карабаха и то обстоятельство, что будучи уже не раз изменником и находясь при персидских войсках во время нападения Аббас Мерзы на Карабах, коему по знанию мест служил наилучшим провожатым в земле собственного отечества, заставили меня удалить его в Россию, положив ему достаточное содержание и я при себе отослал его. Был я в Шерванской и Шикинской провинциях, вошел в подробное рассмотрение казенного хозяйства и взимаемых в пользу он их разных податей. В первой из сих провинций обширные посевы сарачинского пшена, требующего большой работы и трудов поселян и с большими затруднениями за малую цену поступающего в продажу, переменил на заведения шелковичных деревьев, ибо шелк приносит несравненно более выгод и может долгое время сохраняться без повреждения. В облегчении народа и дабы дать торговле несколько более свободы, уменьшил я рахтарный сбор таможенный. В первый раз смог я видеть обстоятельства, сколько богаты сии провинции хлебопашеством и шелководством, и что если бы могла казна сделать некоторые заведения и фабрики, они доставили бы казне доход весьма значительный. Некоторое время воздерживаюсь я предложить осем, дабы сколько-нибудь более могли привыкнуть жители к недавно введенному российскому управлению, и не могли думать, что главнейшее внимание оного обращено исключительно на умножение выгод казны. Будучи в Старой Шимахе, вызвал я к себе генерал-майора барона Вреде, бригадного командира, начальствующего в Дагестане, и обоих полковых командиров. Предписал штаб-квартиру Абшаронского пехотного полка перенести из города Кубы на избранное вновь место на реке Куссар. Давно желал я избавиться от неопрятного и гнусного города, в котором войска подвергались всегда необыкновенной смертности. Но по недеятельности и лености барона Вреде не мог того достигнуть, хотя место избрано в близком весьма расстоянии. При всем полку назначено поселить женатых онова солдат, перенести военный из Кубы госпиталь и жилище окруженного в Дагестане начальника. Также равномерно назначено место для штаб-квартиры Куринского пехотного полка неподалеку от Дзербента и для поселения женатых солдат. Осмотрена кратчайшая дорога из Шимахи в Кубу, но по затруднительной разработке не признана удобную, приказана осмотреть идущую через Алты Агач. На возвратном пути из Нухи к Тифлису проезжал я владениями полковника султана Елисиуйского, имея в виду учредить со временем прямейшую в Грузии дорогу. Конечно, некоторое время не будет она безопасную поблизости лесгин Чарского общества, но при значительном сокращении представляет большие удобства. В феврале возвратился я в Тифлис. Поручику путей сообщения Бабарыкину поручал я прежде осмотреть новую через хребет Кавказа дорогу по направлению от города Гори через Рачинский округ Эмеретинской области и далее по северной покатости гор, следуя течению реки Ордон до плоскости Кабардинской. Переправясь через хребет гор в небольшом расстоянии от Онова, остановлен он был непокорствующими нам осетинами селения Тиби. Все перейденное им расстояние нашел он несравненно через Кавказ дороги и если расстроено будет прочное сообщение, то оно менее подвержено будет разрушению и меньших потребует издержек. Кроме сего, новая дорога и ту представляет важную выгоду, что с Кавказской линии, достигая Дорочинского округа, разделяется она надвое и, проходя Грузию, в то же время ведет в Эмеретию и другие по Черному морю лежащие провинции. Теперь же как войска, так и вообще транспорты проходят из России весьма в близком расстоянии от Сифлиса. Посланный со стороны линии офицер также недопущен был сделать обозрение. С Кавказской линии получил я известие, что закубанцы, собравшись в больших силах, сделали нападение на Круглолесское селение и, разграбив большую часть оного, увлекли в плен до 400 душ обоего пола. Две роты пехоты, спешившие идти на помощь селению, встречены были особенной толпой закубанцев в превосходных силах. И хотя перестрелка была весьма жаркая, но роты, опрокинув их, не допустили истребить всего населения и неприятель обратился поспешно к Кубани. Генерал-майор Сталь-2, направив ближайшие войска на преследование неприятеля, не мог с пехотой догнать его. Но линейные казаки в числе до 700 человек с двумя орудиями конной артиллерии при самой переправе через Кубань ударили на толпы с решительностью и неприятель в замешательстве бросался в реку. Причем из собственного признания закубанцев потерю свою считают они свыше полутора ста человек убитыми и потонувшими. Немало погибло и наших поселян захваченных в плен, ибо всех их не успели они переправить прежде. Отбито так и при отступлении из Круглолесского селения не более как до 100 человек. Отогнанные стада вообще все остались в руках наших. При первом известии о нападении закубанцев командир Навагинского пехотного полка подполковник Урножевский перешедший довольно с большим отрядом закубань и к реке Лабе мог удобно разбить неприятеля в большом беспорядке спасающегося и обремененного добычью. Но посланные от него для разведывания закубанцы находившиеся проводниками при его войсках уверили его что неприятеля вблизи нет и что напротив все разъехались в свое жилище и он возвратился на линию. После достоверно дознано что неприятель в самом расстроенном положении и боясь быть атакованным при переправе находился в близком расстоянии. В то же время между кабардинцами владельцами и узденями тайнами и сношением с закубанцами приверженными нам людьми даны известия что сии последние обещали кабардинцам прийти с силами дабы способствовать им увлечь собою подвластных своих ибо бизонок не могли они закубанью найти средства удобного существования. В июле месяце отправил я на Кубань начальника корпуса штаба генерал-майора Вильяминова Третьего приказал ему собрать сколько возможно войск и казаков остановить два донских казачьих полка из числа сменившихся и отправляющихся на Дон. С сим-отрядом перешел он Кубань напал население живущих за Кубанью нагайцев которые участниками были в разорении круглолесского селения и к толпе закубанцев присоединили 500 человек своей конницы предводительствуемой многими из их князей. Генерал-майор Вильяминов Третий при разорении селений не встретил почти никакого сопротивления взял в плен 1400 душ обоего пола и всякого возраста и весьма большое количество скота. Возвращаясь от реки Большого Зеленчука затрудненная нестройным движением великого числа арб и скота войска наши вскоре догнано были за кубанцами в числе до тысячи человек. Арьергард наш испытывал жестокое нападение намеревавшегося отбить пленных и наконец толпа неприятеля отделясь обскакала вперед думая остановить войска наши при переходе одно тесное и неудобное место. Но войсками нашими предупрежденный неприятель не мог воспрепятствовать следованию отряда и был опрокинут с потерю весьма для него чувствительную. В действии со стороны нашей были одни линейные казаки и конное орудие от пехоты малое число стрелков. После сего не видя успеха в дальнейшем преследовании неприятель возвратился и отряд без препятствия перешел обратно за Кубань. Большие чрезвычайно воды делали переправы затруднительными. Генерал-майор Вильяминов Третий заметил, что войска наши по Кубани расположены, долгое время не имевшие действия с закубанцами имеют к ним чрезмерно большое уважение, в котором участвуют и самые офицеры. Избегая ужаснейших в Тифлисе жаров, отправился я для осмотра части границы с Турцией и Персией. Прибыли в Караклису, назначенные мною для разграничения с Персию по Гюлистанскому трактату, чиновники генерал-майор Ермолов, действительный статский советник Могилевский и полковник Ага Бек Садыков. Со стороны Персии ожидаемы были чиновники. Со всем возможным вниманием, осмотрев в военном отношении округ Самхетию для лучшей обороны земли и преграждения пути к Тифлису избрал я разоренное селение Манглис для штаба 7-го карабинерного полка. Урочище Белый Ключ определил для 31-го егерского полка и при обоих должны быть поселены женатые их солдаты. Перемена расположения егерского полка наиболее представляет выгод, ибо он переходит из места чрезвычайно нездорового, где всегда необыкновенная была между людьми смертность. В урочище Гергер, где расположен батальон 41-го егерского полка, назначил я поселить женатых солдат Тифлисского полка. На каменной речке Джалал-Аглу у самой через оную переправы квартиры одной артиллерийской роты, полки казачьи, содержащие стражу на границе, переменят теперешние места свои. Крепость Цалку нашел я в разрушенном состоянии, каково и терпимо может быть по одному мирному с турками согласию. Местоположение оной худое, не мог я в окрестности избрать лучшего. Покрывает собой места по большей части гнусные, землю совершенно опустошенную. Желал я отклонить ее далее от границ, но она скрылась бы между горами, и сообщение ее с другими, и даже в самой близи лежащими местами, сделалось бы совершенно затруднительным. И так предполагаю я несколько ее исправить, в такое приведя состояние, чтобы невозможно было сорвать малыми силами. Проезжал я до Дирижанского ущелья с намерением рассмотреть место для устроения небольшого укрепления, ибо дорога сия есть лучшая для караванов и кратчайшая. Возвратясь в Тифлис, приказал я командиру Херсонского гренадерского полка, полковнику Попову с отрядом из 400 человек пехоты пройти по вновь отыскиваемые через Кавказ дороги столько далеко, как без большого затруднения могут проходить повозки. Дабы мог я сообразить, до какого расстояния можно будет подвозить провиант для войск, которые употреблены будут на обозрение дороги. Со стороны Кабарды послан был путей сообщения майор Кершин. Полковник Попов прошел все расстояние до хребта и даже несколько заоной. Встречен был теми же осетинами, которые прежде посланного офицера не пропустили, имел с ними перестрелку и весьма благоразумно не упорствовал идти далее, ибо опасно вдаться в незнакомые совершенно места с малым числом людей, и когда по отдалению никем не мог он быть помогаем. Майор Кершин с пособием священника, проповедующего в горах христианскую веру и весьма уважаемого по его благочестию, успел осмотреть дорогу по северной плоскости Кавказа на всем пространстве, где представляет она самые величайшие затруднения, и подходил довольно близко к тем деревням, жители коих противились полковнику Попову. По мнению осматривавших дорогу и доставленным ими сведениям, заключать можно, что дорога должна быть гораздо удобнейшей у прежней. Я сам желал ее видеть, но удержан был разными обстоятельствами. От командующего в Дагестане генерал-майора фон Краббе получил я донесение, что некоторые из деревень Мехтулинского округа вышли из повиновения, не исполняют обязанностей своих, и когда поставленный над ними пристав понуждал их к высылке рабочих и подвод, то жители имели дерзость нанести ему побои, и что к такому поступку возбуждены они неблагонамеренными людьми, обеспечивающими их пособием. Генерал-майор фон Краббе, находя малое число войск, занятых работой при крепости Бурной недостаточным на случай важнейшего возмущения, поспешил отправить шестью ротами пехоты, шестью орудиями артиллерии и частью татарской конницы Куринского пехотного полка командира полковника Верховского, которому хорошо были известны места ибо он в 1820 году в продолжении нескольких месяцев расположен был воном со значительным отрядом войск. По прибытии в Мехтулинский округ к полковнику Верховскому должен был присоединиться один батальон Абширонского полка и четыре орудия из крепости Бурной. Управляющий работами при сей крепости пионерный подполковник Евреинов до прибытия полковника Верховского усмирил оказавшие против пристава дерзость деревни, которые не только без всякого сопротивления обратились к покорности, но и просили прощения в вине своей и приступили к исполнению прежних повинностей. Сие скорое усмирение дало повод полковнику Верховскому возвратиться с отрядом и он, достигнувши селения Карабудагент, пошел обратно к Дербенту. Находившийся при полковнике Верховском родной племянник и зять Шамхала Умалатбек, которому благодетельствовал он в продолжении трех лет, воспользовавшись отдалением его от войск, убил его выстрелом из ружья и скрылся в горы. Точной причины гнусного злодейства сего неизвестно. Некоторые думают, что оно было следствием заговора с аварским бывшим ханом, с которым убийца имел сношение с позволения господина Верховского. Другие полагают, что отчаявшись в примирении с Шамхалом, с которым был он во вражде за развод с дочерью его, что между знатными мусульманами почитается величайшим бесчестием, подозревал он, что полковник Верховский тому препятствует и будто подозревая перемену его к себе прежнего расположения, боялся, чтобы начальство не имело насчет его сомнения. Вскоре после всего происшествия убийца, имея приверженных людей между подвластными и Шамхала, взбунтовал некоторые из его деревень. К ним присоединился горский народ, называемый Койсу-Байменцы. Генерал-майор фон Крабби тотчас возвратил войска и не замедлил сам прибыть к ним. Желая не дать усилиться возмущению, тотчас пошел он наказать селения Коронай и Эрпели. Первый из сих при малом сопротивлении разорено до основания. При последнем собравшийся в силах неприятель, пользуясь лесистым местоположением, дрался довольно упорно. С нашей стороны не было удобности употребить с выгодой артиллерии и по малочисленности войск нельзя было владеть сию деревню и поэтому не вся истреблена оная. Войска, проводившие ночь на месте сражения, отошли на другой день. Неприятель не осмелился выйти из лесов. Сражение сие, происходившее 29 и 30 июня, удержало многих от возмущения, но подъявшие оружие недовольно были наказаны. Генерал-майор Краббе возвратился к своей должности в Кубу. Войска остались по старшинству в команде подполковника Еврейного и расположились в Мехтулинском округе. В первых числах августа жители Мехтули убили определенного при них от начальства пристава и тотчас же во всем округе приметно было расположение к бунту, хотя еще не было ничего явного. Но 13 числа, когда от войска отделена была рота для препровождения транспорта с провиантом, внезапно конница неприятельская напала на оную приселение Кафер-Кумык. Два часа продолжалась перестрелка, но против построенного из повозок каре, при коем был орудие, конница ничего решительного предпринять не осмелилась. На звук выстрелов пришел из Параула весь отряд и неприятель, увидев движение онова, удалился. Войска соединясь расположились при Кафер-Кумык в твердой позиции. Транспорт провианта и обоз, устроенный в каре, защищаемы были малым числом людей и все прочие занимали лежащие по области высоты. В ночи собрался неприятель в больших силах и расположился по возвышениям далее пушечного выстрела. Во весь день продолжалась перестрелка, но в таком расстоянии, что вреда оттона не произошло никакого. На 15 число в продолжении весьма темной ночи неприятель, собравшись в значительном количестве за обширным курганом, начал работу укрепления и, вырыв рот траншей, приблизился к передовым нашим постам, занимающим высоты, с тем, чтобы не проходя под выстрелами большого расстояния вдруг из траншей сделать нападение. Высланные от передовых постов наших на ночное время секретные пикеты открыли работу неприятеля, весьма уже близко производимую. Тотчас, будучи подкреплены, начали они перестрелку, которая продолжалась до рассвета не менее двух часов. Лишь только возможно было различать предметы, пехота наша при сильном действии артиллерии ударила в штыки на неприятельские окопы, и такое привело замешательство, стеснившись в траншеях толпы, что они нескоро выбравшись из зонах подверглись поражению штыками и оставив до двухсот тел предались поспешнейшему бегству. Войска преследовали их до самого селения, которое немедленно было очищено. В продолжение дня неприятель оставил и самые отдаленные возвышения. Отряд, не более как из тысячи трехсот человек и шести орудий состоявший, потеряв убитыми одиннадцать и ранеными тридцать два человека рассеял силы не менее шести тысяч. Войска беспрепятственно и даже никого не встретив прибыли к селению Параул и около его расположились лагерем. Жители всех селений, участвовавших в действии против наших войск, пришли просить пощады, не скрывая своего преступления. Избегая необходимости наказывать большое число виновных, им объявлено прощение, но наложен штраф хлебом и скотом в пользу войск и весьма небольшое число денег, дабы взыскание было чувствительнейшим. Некоторые из главнейших зачинщиков бунта взяты под стражу. Получив о сих происшествиях известия, почел я нужным быть сам в Дагестане. Малое число войск там находящиеся могло ободрить горские народы к новым предприятиям, тем более, что по глупости своей верили они распущенным убийцам слухам, что с турками и персиянами война занимает все войска наши, и туда никто не прибудет. Сверх того, нельзя было совершенно положиться на акушинцев, которых присоединение к мятежникам могло быть опасным, хотя до того не брали они в беспокойствах никакого участия, и поведение их было без упрека. Итак, составив отряд во Владикавказе из одного батальона херсонского гренадерского полка из Грузии отправленного, одного взятого из кабарды батальона шерванского пехотного полка, восьми орудий артиллерии и одной сотни линейных казаков, пошел я сонным сентября двадцатого по реке Сунжа, дабы осмотреть места вновь учрежденной линии. Сделав один день роздыха в крепости Грозной, пошел я через крепость внезапную укрепление Амир-Аджи-Юрт и Кази-Юрт до крепости Бурной, куда прибыл октября третьего числа и немедля вошел в Мехтулинский округ, расположив квартиру мою в селении Казаниш. Два некомплектных батальона, прибывших со мною, показались силами ужасными, ибо никого здесь не уверишь, что могло их быть мало при главном начальнике. Горцы, которые, как предполагали жители, намерены были собраться и сделать нападение, отложили предприятие. Соседственные им селения, надеявшиеся на помощь их и до того не покорствовавшие, просили помилования, которое и даровано им, и войска расположились поселением, где назначены им зимние квартиры. Пред самим отъездом моим из Грузии, наследник Персии Аббас Мирза прислал ко мне чиновника с объявлением, что между Персией и Турцией прекращены неприязненные действия и уже составлены пункты мирного договора. При всем случае довольно хвастливо упомянул, что турки принуждены к тому блистательными успехами его оружия. Комиссары наши, посланные для назначения границы, уведомили, что вскоре последовать долженствующий мир чрезвычайно возгордил Персиян, и что в переговорах их с чиновниками на каждом шагу начинали они испытывать противоречия вопреки здравому смыслу и в самых ничтожных случаях. Например, берега реки определяют они не по течению оной, но напротив. Впрочем, подобные понятия принадлежат собственно Аббас Мерзе, которого многие почитают великим гением, преобразователем своего народа и вводящим европейское просвещение. Мнение сие разделяет с прочими и наше министерство, имеющее нужду узнать его короче. От начальника штаба получил я донесение, что он сделал вторительный поиск за Кубань. Первое нападение произвело такой ужас между жителями, ближайшими к нашей границе, что они сколько можно отдалились горам, и сие было причиной, что войска под командой его бывшие сделали три перехода, не будучи никем усмотрены. Внезапно напал на три Ногайские аула, в совершеннейшей беспечности бывшие, с потерей двух человек вырезано до 400 душ всякого возраста и обоего пола, взято в плен 566 душ и более 2000 рогатого скота. Владитель успел спастись женою, но всего лишившись имущества. Непомерная потеря неприятеля произошла от того, что казаки на самом рассвете застали жителей спящих, мгновенно отрезали между аулами сообщения и не допустили их соединиться. Оставалась одна сторона, свободная к реке Лабе, но скрытно прошедшая к самой переправе наша пехота, встретив наоны спасающихся, многих побила и перехватала. На возвратном пути к Кубани собрались большие толпы неприятеля, думая воспользоваться затрудненным движением войск от пленных и большого числа скота, но в подобном же случае, испытав прежде чувствительный урон, не осмелились сделать они чувствительного нападения и ограничились одною издалека перестрелкою. Места открытые способствовали беспрепятственному движению. В верхнем Каракайдаке и части независимой от нас Табасарани обнаружились беспокойства и небольшие шайки разбойников начали производить грабежи на землях наших. Родственники возмутившегося изменника тайно ему помогали, тем более успешно, что занимали почетные у нас места, но я приказал в селениях их расположить войска и на их продовольствие, смотря в то же время за исправностью обывательских караулов, и тотчас прекратились шалости. Генерал-майор Аслан-хан Кюринский и Казакумыцкий наказал табасаранцев отгоном стат их. В 7 году в первый раз в странах здешних появилась опасная болезнь холера-морбус. В 1821 году, перенесшись из Индии в Персию, произвела она там большие в некоторых местах опустошения, повторилась в следующем году не с меньшей жестокостью, и, наконец, у нас на границах, первоначально посетив лежащие по нижней части реки Куры селения, распространилась в город Баку, по Шерванской провинции, некоторым округам провинции Кубинской и даже в городе Астрахани. Нельзя исчислить точные потери людей, ибо между мусульманами, пачекочующими, нет средства собрать верных сведений, но где таковые были возможны, заметно, что из числа заболевающих умирал пятый и даже шестой человек. Правительство не упустило всем случае прислать несколько лекарей и наставления, но прежде всего взяты уже были нужные меры, и первые сведения о средствах пользования сей болезни доставлены мне англичанами, давно знакомыми с нею в Индии, и там пребывающими армянами. Вообще, к счастью нашему, болезнь сия стоила нам несравненно меньшей потери, нежели в Персии. По известиям из Грузии, мир между Персию и Портою не приведен к окончанию по некоторым несогласиям, но правдоподобно, что Порто по причине неудачных действий в Греции стараться будет устранить все затруднения, ибо имеет нужду в войсках против Персии употребленных. Аббас Мерза имел свидание на границе Карабаха с генерал-майором князем Мадатовым и встретились весьма дружелюбно. Но объяснение сего, что беспрерывное переселение и бегство кочующих народов порождает между дружественными державами неприятности и охлаждения, что беглые ханы и всякого другого состояния люди, принимаемые в Персии, получая позволение жить близко границ наших, производят разбои и подговаривают подданных наших, что имеют тайные связи и сношения правительству вредные, и что разные по сему предмету мои представления Персия, не приемля никаких мер, дает мне право поведение ее почитать неблагонамеренным. Аббас Мерза, приняв объяснение благосклонно, уверял, что он употребит все средства доказать, как велико желание его приобрести милостивое к себе расположение императора, и что он не замедлит сделать распоряжение, которым здешнее начальство будет довольна. Мне остается сказать, что зная Аббас Мерзу, я никогда ни одному слову его не поверю. Генерал-майор Власов донес, что войско Черноморское весьма удачно отразило шайку за кубанцев из 1500 человек, которые под предводительством известных разбойников намеревались напасть на учреждаемое вновь на левом фланге селение. Черноморцы были в гораздо меньшем числе, ибо известие о приближении неприятеля, незадолго полученное, не дало достаточно времени собрать большое число войск. Казаки особенно оказали решительность и бесстрашие под собственным распоряжением генерал-майора Власова. Я намеревался наказать лежащее в горах селение Аракан, и собрав войска при селении Джангутай, часть небольшую отрядил для обозрения дороги, которая, по слухам, была непроходимую. Она найдена совершенно не таковою, и даже артиллерия, хотя и затруднением, могла, однако же, следовать за войсками на большое расстояние. Но наставшая ненастная погода, недостаток леса для дров и трудность подвести фураж заставили меня отложить предприятие. Вскоре потом, с частью войск, прошедшие до селения Эрпели, приказал я осмотреть дороги к деревням Гимри и Иргана, принадлежащие обществу кайсу-байлинцев, нам неповинующемуся. Переход через хребет, называемый Аракес, оказался несколько затруднительным, особенно спуск по необычайной крутизне своей. Ущелье, по коему пролегает деревням путь, пачек Иргана, довольно проходимо, но без артиллерии. При осмотре дороги произошла перестрелка. Неприятель, трусливо защищавший хребет, обратился в поспешнейшее бегство. Генерал-майор Власов I, составив отряд войск в три тысячи казаков с двумя ротами пехоты и несколькими орудиями, выступил за Кубань для наказания народа Абадзехского во всех набегах на границе нашей участвующего и дающего у себя прикрытие разбойникам. Предупрежденный о движении войск неприятель укрыл в лесах семейство, но не мог спасти имущество. Генерал-майор Власов, прошедший в ночь до 60 верст, окружил два селения, но уже не было жителей, кроме караулов и нескольких человек, засевших в ближайшем лесу, из которого производили ружейный огонь. Селение было разграблено и обращено в пепел, и взято одно медное шестифунтовое орудие из числа тех, кои даны анапским пашою за Кубанцем. В обратном следовании через лесистые места Абадзехи вздумали остановить войска наши и отбить захваченные орудия, но повсюду отраженные с уроном уступили храбрости казаков. На равнине встречены были большие толпы конниц и закубанцев, но они не решились препятствовать следованию войск. Со стороны Дагестана продолжалось бездействие войск наших. Посредством Шамхала и Акушинцев надеялся я достать аманатов от ближайших горских народов. Я сам не должен был их требовать, дабы не подвергнуться отказу, который легко могли сделать, не будучи угрожаемой никакой опасностью и не видя вблизи войск наших. Я заставил жителей страны разуметь, что главнокомандующему нельзя сделать отказа безнаказанно и покорение Акушинской области всем смысле было им вразумительнейшим примером. Здесь, в Казанише, склонил я Шамхала пригласить себе Сиит-Эфензи, известного ученостью и между горцами пользующегося величайшим уважением и доверенностью. Принадлежа к числу главнейших священных особ, он имел большое влияние на действия ближайших к нам народов. В дружеских с Шамхалом сношениях он приехал к нему и познакомился со мною. Несколько раз виделся я с ним, но не иначе, как у Шамхала и в ночное время, дабы не было подозрений между горцами о знакомстве между нами и они оставались в убеждении, что он не угождал ни одному из русских начальников. В нем нашел я человека здоровомыслящего, желающего спокойствия и мне нетрудно было угадать, что он не откажется быть мне полезным. О свиданиях с ним не знал никто из моих приближенных, кроме одного необходимого мне переводчика. Посредством Шамхала обещал я Сиит-Эфензию доставлять жалования. Умершего мехтулинского владельца Гассан хана сын, молодой человек увезенный дядю его, изменником аварским ханом, бежал из авара, явился ко мне и спрашивая прощения в беспокойствах, которые возбуждал он во владениях отцу его принадлежавших. Подстрекаем будучи к тому умершим в недавнем времени его дядю. Сей последний мечтал в глупости своей, казаться опасным для нас и тем наклонить правительство к прощению гнусной его измены и возвращению отнятого жалования, которое давало ему избыточные способы существования и средства иметь людей себе приверженных. Молодому человеку, надеявшемуся на великодушие правительства, даровал я прощение и возвратил деревню бывшей отца его, приняв присягу на верность подданства императору. Мера сия по удостоверению здешних может дать спокойствие, ибо всегда мятежники возрождались со стороны жителей Мехтулинских, которыми легко может он управлять по привязанности к нему он их. Наставшее холодное время и снега, покрывшие горы, составляющую границу нашу с Персией, воспрепятствовали комиссарам нашим продолжать их действия по предмету назначения границ. Я приказал им возвратиться в Тифлис. Из присланных ими донесений обнаружились затруднения, которые сам Аббас Мирза вымышлял для воспрепятствования в разграничении и при свидании с комиссарами старался в присутствии многих своих чиновников выставить несправедливое занятие русскими войсками части Ханска-Толышинского. Окружающие его не раз говорили, что Аббас Мирза намерен отправить Петербург доверенную особу, если встретить со стороны комиссаров несговорчивость в определении границы, как он желает, то есть совершенно уклоняясь смысла трактата. Он немало не сомневается в успехе, полагаясь на внимание, которое правительство отказывает без разбора каждому ничтожному из персиян. Весьма мало понимает Аббас Мирза великодушную систему нашего правительства, и, конечно, неподобного ему человека, исполненного всех низких свойств, можно вразумить легко воную. Болезнь начальника штаба генерал-майора Вильяминова позволит ему ехать в Тифлис для излечения, и войска по Кубани расположены для охранения границы от набегов поручены артиллерией полковнику Кацареву. В 1824 году из числа бежавших за Кубань кабардинцев один знатнейший между князьями в сопровождении нескольких известных разбойников приехал ко мне в Дагестан. Начальник штаба предупредил меня, что князь Арсланбек Бесленев имеет поручение от прочих предложить мне условия, на коих готовы они возвратиться на прежнее свое жительство. Я вызывал его одного, желая, чтобы он, как человек по способности своей, могущей быть полезным правительству, переселился в Кабарду, но ни с кем из прочих не почитал я приличным входить в переговоры. Встретив в нем человека более многих кабардинцев здравомыслящего, легко мне было вразумить его, что уничтожительно было бы для меня допустить условия с людьми, нарушившими данную присягу в верности государю, что виновные должны просить о прощении, а не предлагать условия, что могут надеяться на великодушие правительства, готового оказать оное раскаивающемуся, что несправедливо было бы предоставить большие выгоды изменникам пред теми, кои не оставляют земли своей, покорствуют правительству и его распоряжения выполняют беспрекословно. Не страшил я угрозами виновных, но не скрывал от них, что не должно терпеть пребывание их близко границ наших, дабы примером безнаказанности не одобрили к злодеяниям людей неблагонамеренных. Нелепые желания кабардинцев состояли в следующем. Возвратиться в свою землю не иначе, если правительство уничтожит устроенные в 1822 году крепости и удалит войска с гор. Это значит иметь средство продолжать прежние злодеяния, не подвергаясь наказанию, иметь в горах убежище. Разбирательство дел оставить во всем на прежнем основании, то есть в руках священных особ. Это происки мул, самых величайших невежд, которые из всех исповедующих закон мусульманский как будто для того собраны в Кабарде, чтобы славиться мудростью своей между людьми еще больше степенью невежества омраченными. Князья кабардинские первые между таковыми занимают место. Кабардинским князьям потому выгоден шариат или суд священных особ, что они пользуясь коростолюбием их, в решении дела всегда могут наклонять их в свою пользу в тяжбах с людьми низшего состояния. Закон мусульманский, хотя признает все вообще состояния свободными, но священные особы, удаляя из его правила полное действие шариата допускали в разбирательство дел между князьями и знатнейшими фамилиями уздений, а простой народ, когда требовало пользы знатнейших и богатых, всегда был утесняем, и бедный никогда не получал правосудие и защиты. Возобновление шариата выпрашивали у меня кабардинские князья и уздени, оставшиеся под управлением нашим, с тем, чтобы дела простого народа разбираемы были по российским законам. Если бы начальство отказало исполнить желание, то и спросить согласие оного на пребывание их за Кубанью, с тем, чтобы воспрещено было войскам их преследовать или нарушать за спокойствие, что в удостоверение удаления их от вредных замыслов дадут они аманатов. Это означает намерение продолжать тайные связи соотечественниками своими, оставшимися под управлением нашим, возбуждая он их против правительства, предоставляя им убежище за Кубанью и защиту тамошних народов. Для побега кабардинцев за Кубань были от них у нас аманаты. Из присяжных листов их можно составить целые тома. Со стороны нашей употреблены увещания убедительнейшие, самое великодушное снисхождение истолковано сколько необходимо перемена поведения их для собственной их выгоды, но ничто не помешало им быть изменниками. Итак, по известности мне обстоятельств отверг я желания кабардинцев за Кубанью живущих. Асланбек Бесленев, принятый ласково и с уважением, получая от меня подарки самым приветливым образом, отправился обратно. Кажется, что приятно ему было дать мне почувствовать, что он лишь только возможно ему будет возвратиться в Кабарду и что он получил совсем другое о русских понятия. Он прежде не бывал ни у одного из русских начальников. Оставив небольшое число войск в Мехтулинском округе, для утверждения водворенного спокойствия отправился я в Дербент. Дав постановление Каракайдатской провинции и обложив постоянной податью Терекеменские о населения, которые пользовались льготой для поправления послевоенных действий в 1819 году истребивших их, поручил я привести в известность жителей Дербента и ввести некоторый полицейский порядок, что нерадением прежнего коменданта и послаблением генерал-майора барона вреда совершенно было пренебрежено. Город приказал я по возможности улучшить расширением улиц и не допуская исправлять починку ветхие строения сделать площади. Город стесненный до чрезвычайности неопрятностью жителей делает воздух необыкновенно вредным, что и побудило к расширению Онова. В кубинской провинции исправил я постановление, которым доселе руководствовались беки, имеющие в управлении казенной деревни. В Переменесии доставлено народу немалое облегчение и определена обстоятельно мера повинности Онова в отношении к бекам. Издал я постановление в рассуждении священных особ, коим определено нужное количество, им приличное содержание. Положено правило для постепенного возведения в звание эфензиев и ахундов. Воспрещено посылать за границу для обучения закону, где многие до сего получали свидетельство на различные звания и сообразно ООН им занимали места в провинциях наших. Постановлением уничтожено невежественное постановление звания мул сохранять наследственно в семействах, отчего произошло, что большая часть таковых ничему не имели нужды учиться и о законе ни малейшего понятия не имеют. Учредил комиссию для разбора бегских фамилий, ибо многие присвоили себе достоинство сие несправедливо. В кубинской провинции нашел я большую часть бегских фамилий и вообще простой народ весьма приверженным правительству и старающемуся доказать свою верность. Войска в провинции временно набираемые служат с усердием и довольно храбро. Семейства определенных на военную службу людей, из коих содержатся в провинции караулы и посылаются против неприятелей отряды, ограничил я числом 400 с тем, чтобы пополняемые были убывающие семейства. В числе военных людей приказал назначить зажиточнейших, дабы могли иметь лучших лошадей и исправное оружие. В Шерванской провинции не мог я тех же вести постановлений, как и в Кубинской, ибо народ и самые беки не имели времени сделать к нам привычки по недавнему введению управления нашего. С особенным вниманием обратился я к казенному хозяйству. Уменьшил несколько отяготительные для народа посевы хлеба и часть таковых заменил заведением шелковичных садов, распределив постепенное он их умножение. Вообще, поставил на вид местному начальству, что полезнее ограничить количество посева чалтыка сарачинского пшена, который затруднительно сохранять без повреждения даже короткое время, и который требует несравненно больших трудов и работы, нежели шелк, порчи, не подвергающейся. Поручил также посев хлопчатой бумаги. В городе Шимахе, издавна разоренном и оставленном, мною возобновленном в 1821 году по начертанному плану, начато строение, и уже большое количество лавок, весьма хороших, возведены в разных местах. Главную мечеть, здание весьма великолепное, которое исправляли жители на пожертвованные ими деньги, приказал я строить на казенный счет, возвратив сделанные ими издержки. Вскоре по возвращении моем в Тифлис примечены в Абхазии некоторые неудовольствия соседственных горцев. Молодой владетель не мог прекратить их. Мать его, женщина глупая и своеобычная, напротив, умножала их свою неловкостью, и ближайших селений жители, прежде спокойные, начали производить разбои. Для усмирения их должна была часть находящегося в Сухуме гарнизона сделать нападение на одно из селений. Оно было разорено, но войска, возвращаясь, встретили скрывшегося в лесу неприятеля, и при начале перестрелки убит подполковник Михин, храбрый офицер, командовавший отрядом. Вероятно, что за Сим последовал некоторый беспорядок, и он был причиной потери нашей, ибо убито и ранено 42 человека, что не весьма обыкновенно. Вскоре за Сим возгорелся общий мятеж, и у удовольствия на фамилию владетельного князя вооружили против него и самих соседей. Он удалил мать свою в Сухум под защиту войск наших. Сам, оставшись в доме своем в селении Саупсу, где находилось до 300 человек пехоты при двух орудиях, содержался в тесном оближании, осаде, более полутора месяцев. Недостаток в укреплении воды и необходимость запасаться оною понуждало делать вылазки, но потери со стороны нашей не достигало даже и десяти человек. Начальствующий в Эмеретии генерал-майор князь Горчаков с 1400 человеками пехоты и двумя орудиями пошел для освобождения находившегося в Саупсу отряда. При реке Ингур неприятель был в небольших силах и не мог воспрепятствовать переправе, хотя оная была весьма затруднительна. Но далее к Сухум-Кале сделал во многих завалы. Собравшиеся толпы были многочисленны и дрались упорно. Войска, рассеяв их, дошли до Сухума. От всего места доселения Саупсу 30 верст, но дорога тесная, лежит по берегу моря между утесистыми скалами, покрытыми лесом почти непроходимым. И здесь ожидал неприятель с большими выгодами встретить наши войска. Генерал-майор князь Горчаков, сделав обозрение дороги и усмотрев, что невозможно без чувствительной потери выгнать многочисленного неприятеля из мест по природе твердых и сверх того тщательно укрепленных, решился сделать высадку. Первоначально с восемью стами человек вышел он на берег в пяти верстах от Саупсу, овладел прилежащим лесом и устроил небольшое укрепление. Действие артиллерии судов не допустило неприятеля и он и совершилось с ничтожным уроном. Вскоре прибыло из Сухума еще 250 человек пехоты. Сих оставил он в укреплении, а с первыми пошел к Саупсу. Неприятель делал усилие не допустить его, но не мог устоять. Находившийся в укреплении отряд, усмотрев, что главнейшие неприятельские силы обратились против войск, идущих от берега, сделал вылазку, зажег ближайшие к укреплению строения, в которых укрывались мятежники, и заставил их удалиться. Между тем, неприятель побежал, потеря его была значительна, и войска, беспрепятственно соединившись, возвратились на берег. Военные суда, в достаточном количестве из Крыма присланы, способствовали успеху высадки и предприятия. Генерал-майор князь Горчаков благоразумно сделал распоряжение к действию столь же решительному, как и смелому. Владитель Абхазский пребыл непоколебимым в верности императору и с семейством выехал в Менгрелию к родственнику своему, генерал-лейтенанту князю Додиану, который, собрав милицию свою, содействовал войскам нашим. Но оказались ничтожными пособия его, ибо народ, не без основания, разумеется, является весьма робким между жителями здешней страны. В течение лета войска наши за Кубанью имели повсюду весьма счастливые успехи. Командующий онами артиллерии полковник Кацарев преследовал укрывавшихся там беглых кабардинцев. Абазинцы, принявшие их и с ними участвовавшие в разбоях, наиболее зато потерпели. Селения их разорены, лошади и скот захвачены во множестве, в людях имели они урон необыкновенный. Страх распространен между соседственными народами. Более нежели в 20 раз отмщено злодеем за нападение населения Круглолесское. Анапский Паша по убедительной просьбе закубанцев присылал чиновника и спрашивать помилование им и прекращение действий войск. Некоторые из ближайших обществ приуготовились дать аманатов в удостоверение, что будут жить спокойно и возбранять производящим разбой и хищничество переход в их земли. Нельзя верить обещаниям Паши, ибо не имеет он силы воздержать народы к грабежам приобыкшие и ему неповинующиеся. Столько же неблагонадежны и клятвы самих народов, ибо нет между ними людей, имеющих власть, и никто влияние оной оной не допускает над собою. Полезнейшие советы старейших в посмеянии у буйной молодежи, и нет обуздания за оную. Разбои и грабежи в их понятии слава, приобретаемая добыча составляет значительную выгоду. В непродолжительное пребывание мое сего года на Кавказской линии осмотрел я строящиеся казенные здания на минеральных водах. Нет ни малейшего хозяйства в приготовлении нужных материалов. Ничто не доставляется в потребное время. Смерть командующего на линии генерал-майора Сталя II дает удобность ввести как по сей части, так и по многим другим лучший порядок. Я осмотрел большую часть укреплений по новой в Кабарде линии и нашел много сделанных временных жилищ для воинских чинов довольно прочных и удобных. Построены мосты через некоторые из рек. Из укрепления на Урухе прошел через Татартунский хребет до Владикавказа и легко увидеть мог, сколько удобнее будет дорога от всего последнего места не через Моздок, как было прежде, но прямо на Екатериноград и предварительные по всему предмету сделаны распоряжения. В нынешнем году намеревался я пройти через Кавказ для обозрения новой дороги в Грузию, о которой по доходящим слухам и сведениях, хотя, впрочем, не весьма обстоятельных, наших офицеров, видевших оную, судить надлежит, что она несравненно лучше теперешней дороги, но принужден был отложить обозрение до другого времени по причине необычайно дождливой осени, которая, продлив пребывание в горах войск, могла затруднить продовольствие оных. Отряд войск из Грузии посланный переходил через хребет беспрепятственно, и жители гор оказывали довольно приязненное расположение. Начальнику корпусного штаба, поручив командование войска на Кавказской линии впредь до назначения настоящего начальника, возвратился я в Грузию на тот случай, если наследник Персии Аббас Мерза вознамерится иметь со мной свидание, как потом объяснился он нашему поверенному репствовали ужаснейшие болезни. В Георгиевске до того достигла смертность даже между чиновниками, что в присутственных местах мало было занимавшихся делами, и я, дабы совершенно не остановились оные, решился просить государя о скорейшем переводе областного города в Ставрополь и об осигновании некоторой суммы для найма частных строений под присутственные места до устроения казенных зданий. Император соизволил на представление мое и решено обратить Ставрополь в областной город. Осигнована сумма для найма строений из имеющейся в распоряжении моем экстраординарной. Георгиевск остался временно уездным городом до учреждения такового в горячих водах. Год 1825 начал спокойно, пребывая в Тифлисе. С персидским правительством продолжалась переписка о границах и он казалось наклонным кончить все неприятности возникшие по всему предмету. С точностью исполняя строгие предписания закрывал глаза на многие неловкости аббас мерзы, обращая их насчет невежества пограничных начальников. Поверенный в делах при персидском дворе господин Мазарович предупредил меня о намерении его прислать ко мне чиновников для переговоров и что сам он готов назначить со мною свидание на границе в полной уверенности кончить дело дружелюбным образом. В марте месяце прибыл в Тифлис Фетх Али Хан Беглербек Таврийский. При нем находился Мугандис Баши главный инженерный чиновник и один секретарь которого недоверчивый аббас мерза как шпиона предал для наблюдения за его поведением. Фетх Али Хан имел полномочия заключить со мною условия о разграничении. Я поручил генерал-лейтенанту Вильяминову войти с ним в переговоры имея в виду то, что если бы я сам составил условный акт неприличествовало бы мне или по крайней мере было бы неудобно сделать воном изменения. Фетх Али Хан объявил мне о желании аббас мерзы видеться со мною и что от меня зависит назначить для того место и время. Сие наиболее побуждало меня оставить зависящими от меня некоторые средства при свидании с аббас мерзою сделать ему угождение небольшую в некоторых статьях переменную. Фетх Али Хан действовал довольно чистосердечно. Со стороны его после нескольких усилий возражений весьма вежливо и с отличным благоразумием генерал-лейтенантом Вильяминовым опрокинутых заключен акт. Я призвал к себе Фетх Али Хана истолковал ему умеренность требований в сравнении с пожертвованиями, на которые решаюсь я для сохранения дружбы и доброго согласия. Он не мог не чувствовать справедливости моего предложения и тоже подтвердили его чиновники, из коих мнений о шпионе, как нетрудно было заметить, было у него в особом уважении. Я объяснил Фетх Али Хану, что хотя вправе я требовать, дабы приложил он печать свою заключенному условию, но что желая избавить его от жестокой ответственности в случае, если условие не понравится наследнику, и он с ним не будет согласен, я его от того увольняю. Сколько ни был он благодарен за внимание моего хранения его, он не только ручался, что Аббас Мерза будет доволен успехом его, но что в полном убеждении, что он оказал Отечеству величайшие заслуги, он не сомневался обратить на себя самые щедрые награды, каковых весьма немногие удостаиваются. Словом, он был в восхищении. Во все время пребывания его в Тифлисе он был содержан роскошным образом, удовлетворен со стороны честолюбия отличным приемом и почестями, со стороны корыстолюбия необыкновенно дорогими подарками. Из слов Фетхалихана должно было предполагать, что Аббас Мерза желал со мной сблизиться, если только сам он не был им обманут, но что нет сомнения, что нужно было ему лучшее мое расположение к нему, ибо Фетх Алихан секретно объявил мне, что Аббас Мерза, будучи чрезвычайно озлоблен на Сардара Иреванского, не видит другого средства сменить его, разве со стороны моей будут принесены жалобы на него Шаху. Он подтвердил мне, что хочет давно Аббас Мерза поставить сына своего в Иреванской провинции, дабы присвоить богатые оной доходы. Не скрыл и того от меня, что если бы отозвался я Шаху довольным поведением пограничных начальников, непосредственно зависящих от него, и что для лучшего спокойства и утверждения прочнейшей связи предоставил бы я Шаху о пользе подчинить всю границу одному начальству, что надеется Аббас Мерза успеть в желании своем получить в управление Игилянскую область. Итак, Аббас Мерза хотел сделать меня орудием своих выгод. Я дал Фетх Али-Хану надежды, что будут действовать согласно видам его, стараясь все средства употребить в пользу окончания дела о границах. Фетх Али-Шах по возвращению в Таврис был принят Аббас Мерзою весьма неблагосклонно и даже угрожаем наказанием. Заключенными условиями был недоволен и на письмо мое, наполненное вежливостями и всем, что могло казаться обязательным, не хотел отвечать сам, но поручил отнестись ко мне к Айшакалу. Поверенный наш в дела господин Мазарович поставил неприличие подобного поступка и Аббас Мерзара судил за благо сам объясниться письмом. Он сообщил мне замечание с военно-заключенной акт генерал-лейтенантом Вильяминовым оспаривал все то, что требовал я взамену несравненно больших выгод, уступаемых нами, превратно толковал смысл гюлистанского трактата и что по силе онова должна была Персия возвратить нам, утверждал принадлежащим ей. В заключение предложил по данному ему от шаха повелению утвердить условия сии, если мною приняты он и будут, но что в противном случае, не имея власти полномочия, он не откажется однако же употребить свое старание, дабы исходотайствовать волю шаха его родителя. Отзыв сей, нарешительный для свойств Аббас Мерзы, который в обстоятельствах гораздо менее верных готов прибегать к разным изворотам, скрывая настоящее намерение, ясно доказывал, что подпал он сильному влиянию людей, недоброжелательствующих нам. Вскоре сделалось мне известным, что он следовал советам таврисского пересвященника Муштенда Мерзы Мехти, человека хитрого, славящегося фанатизмом. Он уверял Аббас Мерзу, что малейшая сговорчивость его потеряет его во мнении народа, что одним оружием можно смирить гордость русских и даже возвратить потерянные Персии области и саму Грузию, изгнав неверных за хребет Кавказа. Что все мусульмане, подвластные нам, возьмут участие в войне с только священной. Рассуждение сие происходило в Совете Аббас Мерзы, и, между прочими, наиболее пользуемся доверенностью его Сурхай, бывший Хан Казакумыцкий, известный изменник, изданный по распоряжению моему в 1820 году из его владений, ручался, что, имея много приверженцев и сильные между горскими народами связи, он возбудит их против нас и многочисленное полчища их обратит на Грузию. Чиновник, присланный от Сардара Эреванского, будучи призван в Совет сей, утверждал, что, если только позволено будет его начальнику, то в продолжении двух месяцев будет он в Тифлисе, на что без всякого пособия со стороны наследника собственных средств его достаточно. Первосвященник Мирза Медхи присовокупил, что, благословя победоносные знамена Аббас Мирзы, он, предводительствуя 15 тысяч мулов, пойдет впереди, указуя путь к славе. Аббас Мирза, приученный к самой подлой лесте, верил всем сим нелепостям тем с большим удовольствием, что, если бы не удалось ему одной оставить нас исполнить его требования, то же общее стремление всех состояний не оставляло ни малейшего сомнения в успехах. Аббас Мирза веден в заблуждение одним из чиновников его, бывших в Петербурге, который уверил его, что все затруднения, которые я ему поставляю, могут удобно разрешены быть в министерстве, с которым выгоднее иметь ему непосредственное сношение. Чиновнику Сему, как из собственных слов его известно, внушено было в Петербурге, что я имею столько многих и сильных неприятелей, что Аббас Мирзе достаточно возложить на меня вину существующих неудовольствий и, конечно, достигнет он желаемого, ибо готовы они действовать против самых убедительных моих представлений. Поверенный в делах господин Мазарович в подробности уведомил меня как о рассуждениях бывших в Совете Аббас Мирзы, так и о других обстоятельствах, которые показывали его готовым на самые решительные меры. Известно было сильное влияние его на Шаха и что сим последним предоставлен ему был полный произвол. Тем страннее должен был мне казаться последний отзыв Аббас Мирзы, когда в первый раз присылая фетх Али Хана, писал он, что он имеет от него полную доверенность и когда после, опровергая заключенные им условия, он сообщил мне, что сам он не имеет власти иначе довершить дело о границах, как по сделанному им предложению. Бессмысленные противоречия сии поставили меня довольно в затруднительное положение. Трудно было успеть в Аббас Мирзе по его упорству, не более было надежды склонить Шаха, который совершенно не входил в дела и внимание которого Аббас Мирза, конечно, уже наклонил на свою сторону. Однако же, испытывая всевозможные средства и в точности исполняя волю государя отдалять всякий повод к разрыву, написал я вежливо письмо Аббас Мирзе и самому Шаху, которому предложил я, как средство последнее, некоторые изменения в акте, заключенным генерал-лейтенантом Вильяминовым. Более всего, не оставалось ничего сделать, и даже малейшее угождение с моей стороны было бы виновное пренебрежение собственных выгод и не удалило бы впоследствии повода к возобновлению неудовольствий. Аббас Мирза весной всего года объезжал границу со стороны Иреванского ханства под видом будто бы охоты. Наблюдение за ним обнаруживало, что он точно ничего более не видал как собак своих и ястребов. В цель путешествия его входило намерение устрашить Сардара Иреванского сменой или заставить откупиться большими пожертвованиями. Но Сардар имел при шахе сильных друзей, которые его поддерживали. Их надерял он подарками, и Сардар, немало не страшась Аббас Мирзы, отделался от него обыкновенными вежливостями и весьма небогатыми дарами. Аббас Мирза был в большом озлоблении. Невзирая на вызов его видеться со мною, объявленный мне Фетх Али Ханом на самый обязательный ответ мой, которым представлял я ему назначение места и времени, он не уведомил меня даже о прибытии в своем в Иревань, что по обычным персидским, разумеется, величайшую грубостью. Я со стороны своей из приличия показал совершенное тому равнодушие. Вызвал из Тавриза господина Мазаровича, поручил ему мои письма и окончательные переговоры. Знание его министерства персидского, некогда доверенность и даже приязнь Аббас Мирзы, особенное благоволение самого Шаха, давали еще мне некоторые надежды, если не кончить дело разграничения, по крайней мере сделать на некоторое время условия, оставляя до возобновления переговоров в настоящих границах. Государю-императору отправил я письмо, в котором изобразил поведение Аббас Мирзы, и что увлекаем, будучи советами враждующих нам людей и обмануты льстивыми уверениями, что приверженный ему народ жаждет случая освободить стонающих подыгом наших единоверцев, имеет он намерение поддерживать оружием, требования свои о границах, что сделаны им соображения о собрании войска и производятся при уготовлении к войне. Донес я об отправлении Мазаровича, но в то же время объяснил, что шах, удаляясь всяких дел, сложил он и на Аббас Мирзу, предоставив ему полную свободу действовать по произволу, что сей со стороны его не встречает ни малейшего противоречия в своих замыслах, и что по ходу дел предвижу я войну неизбежную. Я просил приумножения войск одну пехотную дивизию и несколькими казачьими полками, как средство предупредить войну. Вместе с СИМ 12 числа июня известил я обо всем с возможной подробностью управляющего Министерством иностранных дел статус-секретаря графа Несельроди. Поверенный наш делак господин Мазарович был принят Аббас Мирзою неблагосклонно. Он не умел даже воздержать себя от разных дерзостей, которые, кажется, делал с намерением, дабы, вызвав Мазаровича на возражение, иметь право поступить с ним неприятным образом. Аббас Мирза имел неблагоразумие страшить даже угрозами, хвастливо говоря, в войсках своих об артиллерии. Он сказал господину Мазаровичу, что напрасны надежды его на шаха. На счет мой расточал самое оскорбительное ругательство. Господин Мазарович нашел между вельможами подлейших хлистецов, рабственно угождающих наследнику, холодность и отдаление, но он имел людей ему обязанных и от них узнал все обстоятельства. Шах в обращении с господином Мазаровичем был гораздо вежливее, но приметно предупрежден был Аббас Мирзою и о делах переговоры были безуспешны. Можно сказать, что о них рассуждать не хотели, но, скрывая решительное намерение прервать сношение дружественное, объявили, что с письмом от Шаха и окончательными предложениями будет прислан ко мне чиновник, облеченный в доверенность. Будучи предварен, что между чеченцами примечаемы тайные совещания, что появился между ними лже-пророк, возмущающий их против нас, приказал я батальону 41-го егерского полка, расположенному в Шерване, немедленно следовать станице Гребенского войска, обоим батальонам Шерванского полка, стоящим в Кабарде, быть в готовности, поручив их в распоряжение начальствующего на линии генерал-лейтенанта Лисаневича. Вскоре получил я известие, что чеченцы, предводимые лже-пророком, довольно в больших силах в ночи с 7-го на 8-е число напали на Амир-Аджи-Юртский пост и сожгли он и. Укрепление поста было непрочное, ибо наскоро из плетня сделанное, и рва вокруг его почти не было. Но в гарнизоне находилась рота пехоты и весьма сильная артиллерия. Всего для обороны было слишком достаточно, но начальник гарнизона был чрезвычайно неосторожен, невзирая, что в тот же самый день выступивший из укрепления генерал-майор Греков предварял его о намерении чеченцев сделать покушение на пост. Незадолго пред нападением успел он даже прислать одного из приверженных наоксаевских жителей с известием, что сильные толпы конницы взяли направление к посту и в ночи прибудут к оному. Начальствующий постом 43-го егерского полка капитан Осипов, сделав расчет гарнизона по местам, распустил людей в казармы и немало не усилил обыкновенного караула. Чеченцы со стороны леса подошли, не будучи замеченными. Весьма темная ночь и сильный ветер им способствовали. Внезапно вошли они в укрепление и тотчас опрокинули часть плетня, ограждавшего оное. Люди в беспорядке выскакивали из казарм, когда укрепление было уже наполнено неприятелем. Они не могли противиться малыми силами. Капитан Осипов, зачищавшийся с горстью людей и будучи уже ранен, бросился в терек и утонул. Неприятель испытал только два выстрела из орудия, стоявшего в воротах, при коем был главный караул не более как из девяти человек при унтер-офицере. Выстрелы сии на некоторое время привели в замешательство чеченцев, но уже не было кому он им воспользоваться, ибо люди наши были рассеяны, и большая часть гарнизона спасалась, переплывая терек. В сие время переправлялся пороховой погреб, и снаряды крепостных орудий хранились в сарае покрытым камышом. Сообщившийся он ему огонь произвел столько сильный изрыв, что орудия были разбросаны и части лафетов разметаны на противном берегу реки. Чеченцы в ужасе побежали из укрепления и уже не появлялись. Потеря наша простирается убитыми, погибшим при взрыве и потонувшими всего до 70 человек. Потеря неприятеля была не менее. Взбешен я был происшествием сим, единственно от оплошности нашей случившимся. Еще досаднее мне было, что успех сей мог усилить партию мятежников, умножить верующих в лжепророка. Я не обманулся. Генерал-майор Греков не мог приспеть в защите поста, ибо силы его состояли из пехоты, сделавшей уже большой переход. Он прибыл к укреплению Герзели Аул, дабы обеспечить его от нападения. Усилил гарнизон одной ротой егерей и двумя орудиями. Приказал поправить укрепление. Оттуда прошедшая крепость внезапную усилил ее также одной ротой и возвратился в станицу Червленую, дабы собрать несколько войск. Между тем чеченцы распустив лживую молву о приобретенных ими успехах ободрили сообщников, пригласили соседних им горцев в числе четырех тысяч человек пришли к укреплению Герзели Аул и начали стеснять его оближанием до того, что гарнизон вскоре лишен был воды. Неприятель в близком расстоянии расположил свои окопы вроде траншей и предпринял штурм. Некоторая часть перешла уже ров и была на валу, но штурм отбит чувствительным уроном. Лжепророк однако же нашел средство восстановить упадший дух обещанием блистательных успехов, то есть обогащения добычу. Но более ободрило мятежников измена аксаевских жителей, которые с ними соединились, и готовность андреевских жителей последовать тому же при малейшей удаче. Мятеж мог распространиться в Дагестан, где по многолюдству мог быть несравненно опаснейшим, тем более, что из Грузии весьма мало мог я отделить сил, и некомплект войск был чрезвычайный. Генерал-лейтенант Лесаневич, узнавший о случившемся в Амир Аджи-Юрте, приказал батальонам шерванского полка первому следовать крепость Грозную, второму, сколько возможно поспешнее, прибыть в станицу Червленую, для чего выставлены были подводы, сам прибыл туда же. Между тем, генерал-майор Греков собрал три роты 43-го егерского полка, 400 линейных казаков и несколько орудий. Генерал-лейтенант Лесаневич взял отряд сей под личное начальство и, не дожидаясь второго батальона шерванского полка, переправился через терек в Амир Аджи-Юрте и пошел к Герзали-Аулу. Приближаясь к Оному, замечен он был неприятельской конницы, которая немедленно обратилась в бегство, не дамши ничего знать облегающей укреплении пехоти. Посланные вперед казаки успели отхватить часть неприятеля. Гарнизон, видя приспевшую помощь, сделал вылазку и вскоре потом прибыл отряд. Мятежники понесли чувствительный весьма урон, который мог быть гораздо значительнее, если бы не способствовало спасению их лежащие поблизости леса и гористые местоположения. Потеря наша была самая ничтожная. Лжепророк бежал один из первых в сопровождении самого малого числа сообщников. Все разошлись по домам, не помышляя о соединении и в боязни жестокого наказания. Жители Оксая, кроме главнейших зачинщиков, оставивших город, искали измену свою загладить совершенную покорностью и просили пощады. Невозможно было ожидать благоприятнейших обстоятельств и сколько скорого уничтожения мятежа, но внезапное происшествие вдруг все переменило. Генерал-лейтенант Лисаневич, желая схватить некоторых оставшихся в Оксая мятежников для примерного их наказания, приказал старшему князю майору Муле Хасаеву представить к себе всех почтеннейших старшин с тем, чтобы в их числе были непременно замечены им самые буйные и наиболее к мятежу склонные. потребовал от него списка таковых генерал-майор Греков лучше знавший народ сей представлял ему, что неприличествовало задержать людей им призванных паче еще подвергнуть наказанию, что поступок сей произведет народе беспокойство и уничтожит совершенно доверенность к начальству. Майор-князь Мулах Хасаев обязывался в самое непродолжительное время всех их доставить без всякого затруднения. Генерал-лейтенант Лисаневич не послушал обоих. Из 16-го числа по утру не менее 300 человек лучших жителей Оксаев введены были в укрепление Герзели Аул. Не было взято никаких мер осторожности, оксаевцы многие были вооружены, наш караул не был не только усилен, но даже не выведен в ружье, командиры отпущены за дровами и на фуражировку, и в укреплении оставалось менее людей, нежели оксаевцев. генерал-лейтенант Лисаневич стал в оскорбительных выражениях упрекать их гнусную измену, грозить истреблением виновнейших и начал вызывать некоторых по представленному ему списку. Он знал хорошо татарский язык и потому объяснялся без переводчика, который мог бы смягчить выражение. Двое из вызванных старшин с покорностью предстали перед ним. У них сняли кинжалы и отвели их под стражу. Третий, будучи вызываемый по списку, но когда его принудили, он, тихо подойдя к генералу Лисаневичу, вдруг бросился на него с кинжалом, который он до того скрывал под одеждою. Он нанес рану смертельную в живот насквозь. Не остановясь, кинулся на генерал-майора Грекова и сей в мгновение кончил жизнь под его ударами. Поблизости находились казаки и некоторые из приверженных нам мусульман, которые после поражения генерала Лисаневича могли остановить его, но до того велико было их изумление, что они пребывали неподвижны. Человек уже не молодой, главный пристав кумынский капитан Филатов бросился на него и хотя получил прежде рану, но по счастью она не была тяжелую и он, схватясь с ним грудь с грудью, успел вонзить ему кинжал в брюхо, отвратя удар его рукою. Силы злодея были превосходнее и уже преодолевал он Филатова, но один из армян, приставив ему ружье, поверг его мертвого выстрелом. Генерал Лисаневич захватя рукой рану, стоял опершись о забор и сохранял твердость, но когда ему сказали о смерти генерала Грекова, вырвалось у него слово «кали», и оно было сигналом истребления всех без разбора. Все время командир 43-го егерского полка выводил из казарм караульных 20 человек, кои немедленно ударили на толпу, и к ним присоединились прочие бывшие в укреплении. Оксаевцы в величайшем страхе и замешательстве бросились к воротам, и через вал укрепления успели заколоть двоих часовых у ворот, но вслед кололи их штыками и пустили ружейный огонь. Вырвавшиеся из укрепления встречены были возвращавшиеся с фуражировки командую. Прибежали конвои команд, посыланных за дровами, и из 300 человек оксаевцев весьма немногие спаслись бегством. Между тем, погибли люди совершенно невинные и несколько испытанных в приверженности к нам. В числе их были некоторые из жителей города Андрея. Если бы не овладел оксаевцами совершенный страх, они могли бы захватить близко их стоявшие ружья караульных и людей, высланных за дровами, и без всякого затруднения владеть укреплением и артиллерией, при кое не было ни одного канонира. В укреплении были большие запасы снарядов и патронов. Таким образом, неблагоразумие генерала Лисаневича могло быть причиной важнейших следствий. На линии не оставалось ни одного генерала. Начальник корпусного штаба генерал-майор Вильяминов, один, который мог привести дела в порядок, находился с отрядом за Кубанью для наказания хищных народов за набеги и разбои, делаемые ими на линии. Тотчас, по получении известия об Амир-Аджи-Юрт, хотел я выехать на линию, но болезнь меня удерживала. Тогда же, 22 числа, узнал я о случившемся в Герзели-Ауле и о смерти генерал-майора Грекова. Я отправился 24 числа. Во Владикавказе усиливавшуюся болезнью удержан я был до 3 числа августа и уже не было надежды на выздоровление. Здесь я сделал распоряжение оставить укрепление преградный стан покойным генерал-майором Дель-Потца построенное весьма невыгодным образом и в таком расстоянии от реки Сунжи, что вода легко могла быть отрезана. Укреплению за отдалением его ниоткуда нельзя было дать помощи. Старую дорогу от Моздока во Владикавказ, лежащую через хребет Кабардинских гор, чрезвычайно неудобную для движения транспорта в затруднительную и подверженную нападению хищников, которые могли укрываться в лесах и почти не подвергаясь опасности наносить большой вред. Приказал я перенести от Екатеринодара через Урухскую крепость мимо Таратунского мыса и через реку Ордон до Владикавказа, приступить немедленно к устроению мостов и временных укреплений для расположения вон их конвоев. Дорога сия, в сравнении с прежнюю, представляла величайшее во всех отношениях преимущество, но к учреждению оной нельзя было приступить, не став твердую ногою в Кабарде, которую в 1822 году занял я перенесением линий. От Владикавказа до крепости Грозный прошел я с первым батальоном Шерванского полка, двумя орудиями и 250 донскими казаками полковника Сергеева полка. Хотя известно было, что повсюду были сборища возмутившихся чеченцев и корабулаков, однако же я немало не был ими обеспокоен в пути. Присоединил я две роты 41-го егерского полка а два орудия, прошедшие через Червленую станицу и переправившись через терек в Амир Аджи-Юрте, имел я с собой шесть рот пехоты, 300 донских и 250 линейных казаков и 9 орудий артиллерии. Я поспешил к городу Андрею, где неблагонамеренные люди готовы были произвести возмущение и, соединяясь с соседними горцами, пристать к лжепророку, который проповедовал повсюду истребление неверных, возбуждая ко всеобщему вооружению. Приближение войск к городу прекратило смятение воном, главнейшие из возмутителей бежали. Здесь нашел я батальон Абширонского полка, который прибыл из крепости Бурной и одну роту 41-го егерского полка. В крепости внезапной сделал я большие перемены, уменьшил пространство он и усилил профиль, и она при несравненно меньшем гарнизоне сделалась непреодолимую. Уничтожив обширное нижнее укрепление, я заменил его одну каменную башню с пристройкой, дабы иметь во власти своей воду. Работы в крепости продолжались около трех недель. Чеченцы в числе четырех тысяч человек показались на высотах в окрестностях Андрея, надеясь на измену жителей онова, но как они остались в совершенной покорности, то те удалились уничтожившись. Между тем, был я в городе Оксая, коевы жители, исключая князей, были в бегах, и город совершенно оставался пустой. Без участия их в измене не могли чеченцы ничего предпринять против укрепления герзели-аул, которое в подобном случае всегда подвергалось большой опасности. Посему уважению вознамерился я перенести укрепление на лучшее место, и в то же время, дабы прервать связи оксаевцев с чеченцами, давним соседством и даже родством утвержденные, и избежать всегда неприятной необходимости наказывать за измену, предположил я перевесть самый город, который расположен будучи в местах гористых и покрытых непроходимым лесом, где удобно могли они укрываться, утверждал в них некоторое чувство независимости и своевольства, столь соблазнительных для прочих. Я вызвал жителей, дав им прощение, и хотя многим из них не нравилось перенесение, но они согласились. Но явилось только 200 семейств, которые настаивали, чтобы позволено им было остаться на прежнем жительстве, чего я не должен был предоставить. Место для нового оксая назначено мною на речке Ташки-Чу. Во всех отношениях несравненно выгоднейшее прежнего, ибо здесь жители оксая имели лучшее свое хлебопашество, здесь прежде бывало их богатое скотоводство. Для охранения их в местах сих, более открытых, и для того, чтобы иметь за ними необходимый надзор, учредил я укрепление, которое и построено по возвращении моем из крепости внезапной. В продолжение работ многие начали уже селиться в новом оксая. В городе начертаны правильные улицы и площади, и люди благонамеренные одобряли выбор места и выгоды оного. Составив отряд мой из 1-го и 2-го батальонов Шерванского, 2-го батальона Абшеронского, 2-го батальона 41-го егерского полков и роты 43-го егерского полка, бывших гарнизонов герзели Аули, мог я отделить часть войск для устроения укрепления в Амир Аджи Юрте, дабы ускорением работ выиграть время. 300 донских казаков полковника Сергеева полка отпустил на Дон, две роты 41-го егерского полка отправил в крепость Грозную, около кои поселившийся Форштадт был слабо защищен, и на которой, известно мне было, чеченцы намеревались сделать нападение. Распоряжено доставление в крепость Грозную больших запасов провианта и снарядов на зимнюю экспедицию против чеченцев, и сие две роты, не ослабляя гарнизона крепости, должны были служить конвоем для транспортов. 17 ноября кончены были все главные работы в укреплениях Ташки-Чу и Амир-Аджи-Юрте, и войскам с необычайной деятельностью и добрую волю трудившимся дал я отдохновение, расположая их в станицах войск Гребенского и Семейного. Было приказано готовиться к зимнему походу. Пребывание мое в кумыцких владениях водворило совершенное спокойствие в Дагестане, а кушинцы в добром согласии с Шамхалом, приверженным к нам, пребывали в совершенной покорности и других удерживали своим примером. Сын Шамхала и владелец Мехтулинский приезжали ко мне, и тишина в Дагестане давала мне полную свободу действовать против чеченцев и строго наказать их. В октябре вспыхнуло возмущение в Кабарде. Некоторые из владельцев бежали в горы, дабы пройти на Кубань, но прежде напали они на селение солдатское и разграбили оное, помогаемо, будучи перешедшими к ним из Кубани сильную партию. В нападении семь участвовали почти все живущие по реке малки кабардинцы. Трусость подполковника Булгакова, командира кабардинского пехотного полка, не допустила наказать хищников, ибо догнавший их в тесном ущелье, обремененных добычей и пленными, имея достаточные силы и пушки, не смел на них ударить. Солдаты и робость я назначил тотчас другого начальника и, вразумительно разъяснившись насчет подлой его трусости, приказал ему подать прошение в отставку. Генерал-майор Вильяминов, находясь с войсками за Кубанью, был извещен о намерении закубанцев сделать набег на границы наши и заблаговременно предупредил Булгакова. Партия сия и с нею соединившиеся кабардинские изменники на возвратном пути своем, находя удобнейшие дороги, захваченные нашими войсками, вынуждены были вдаться в непроходимые пути почти у самого хребта Кавказа, где, испытав ужасный холод, бросивший вообще всех лошадей, потеряв много людей погибшими, возвратилась за Кубань. Черный народ не последовал за владельцами, какие не предпринимали они средства, дабы удержать оной. Для усиления войск в Кабарде приказал я прибыть из Грузии одному сводному батальону из херсонского и грузинского гренадерских полков. Генерал-майору Вильяминову предписал, ускорив окончанием его действий, возвратить войска на линию. 26 октября командир 43-го егерского полка подполковник Сарачан с отрядом из 700 человек пехоты, малого числа казаков, чеченскую конницей и шестью орудиями артиллерии выступил из крепости Грозной, дабы возмутившимся чеченцам помешать укрепиться в Ханкале, где начали они большие работы. Они в числе до 4 тысяч человек встретили войска наши, опрокинули чеченскую нашу конницу и смешали казаков, и сей успех их был причиной чувствительного их урона, ибо нагло приблизившись к каре нашей пехоты, подверглись они картечным выстрелам. Войска наши, неоднократно обращая их в бегство, наконец возвратились в крепость при сильной довольной перестрелки. Мятежники после сего не продолжали уже работ своих в Канкале. Желая обстоятельнее знать о происшествиях в Хабарде, направился я в Екатериноград, где дожидался меня начальник корпусного штаба и куда вызвал я из Тифлиса, поверенного в делах господина Мазаровича, возвратившегося из Персии. Из червленной станицы выехал я 20 ноября рано поутру. День был мрачный и по земле растелался чрезвычайно густой туман. Были неверные слухи, что партия чеченцев намеревалась переправиться на левый берег Терека. Им известно было о моем выезде по заблаговременному заготовлению лошадей конвоя, по той причине, что он их нет на местах в достаточном количестве. Партия до тысячи человек, приблизившись к Тереку против Казиорского Шанса, отрядила на нашу сторону четыреста человек, дабы напасть на меня. Места совершенно открытые, допустили бы меня заметить в далеком расстоянии, но густой туман тому воспрепятствовал, и я проехал спокойно. Вскоре после напали они на большую дорогу, схватили несколько человек проезжих и пустились на казачьи хутора в надежде на добычу. Едва отпустил я конвой, прибыв в Калиновскую станицу, когда оно было стоявшей из 120 человек храбрых гребенских казаков, быстро помчался к Козерскому Шанцу, где нашедший чеченцев ударил на них и в величайшем замешательстве погнал к Тереку. Они оставили несколько человек убитыми и всех захваченных пленных. Вскоре подоспели казаки из Калиновской станицы с одним конным орудием, и чеченцы удалились от Терека. Таким образом ускользнул я от сил несоразмерных, но не думаю однако же, чтобы для того только дабы схватить меня решились они на большую потерю, без чего нельзя было преодолеть казаков. В Екатеринограде господин Мазарович сообщил мне, что Аббас Мерза не хотел слышать о сделанных мною предложениях, и что в приеме, сделанном ему шахом, видел он совсем противное прежнему ему расположению и той доверенности, которую он отличал его. Господин Мазарович не сомневался, что война непременно последует, хотя по отпуске его из султани вскоре отправлен будет чиновник с поручениями от шаха, впрочем, заключающимся в повторении желания его, дабы границы были назначены на основании предложения Аббас Мерзы, который успел совершенно наклонить его к своему мнению. Через несколько дней уведомил меня генерал-лейтенант Вильяминов о прибытии чиновника, надменного и гордоливого, который желал непременно трактовать со мною. Вместе с тем получил я от него самого письмо, в коем и спрашивал он, дабы назначил ему время и место свидания на линии. Всего по многим причинам нельзя мне было ему предоставить, и я самым вежливым образом отвечал ему, что он может с той же доверенностью переговорить с генералом Вильяминовым, заступающим место моё с полной властью. Он, не вступая ни в какие переговоры, отправился обратно, и из всего легко можно было заметить, что поручение его было единый предлог, дабы выиграть время. Здесь получил я известие о кончине императора Александра I, весть внезапная и тем еще более горестная. Прежде пронеслись слухи недовольные обстоятельные и приятно находить их невероятными. Вскоре указ Сената о присяге императору Константину. Начальнику корпусного штаба позволил я отправиться в Тифлис по причине болезни. Туда же обратив господина Мазаровича, сам поехал в Червленую. Декабря 26-го прибыл фельдъегерь с отречением его от престола и манифестом о восшествии на трон императора Николая I. Войска, при мне и в окрестностях находившиеся, приняли присягу в величайшем порядке и тишине. 1826 год. Генерал-майор князь Менщиков, бывший генерал-адъютант покойного императора, назначен в Персию с объявлением о восшествии на престол ныне царствующего. Под всем предлогом имел он поручение войти в переговоры о разграничении и стараться сколько возможно кончить дело сие, утвердив приязненные с Персию связи. На сей конец сверхвыгодных предложений, сделанных мной Аббас-Мерзе, угодно было государю-императору уступить полуденную часть Толышинского ханства. Генералу князю Менщикову приказано было войти по сему предмету со мною в рассуждение и собрать все нужные от меня сведения, почему и прибыл он в Червленую. Почти никакого не было неудобства отдать и все ханство Толышинское, которое, не принося нам ни малейших выгод, малым числом войск защищаемо быть не может, а содержание для того большого числа он их не стоит. Но по свойству персиян, в особенности же Аббас-Мерзы, невозможно было надеяться достигнуть тем прекращения неудовольствий и даже претензий со стороны его. Давно было желание Аббас-Мерзы приобрести его, дабы показать народу своему, что Россия ищет дружбу его даже самыми пожертвованиями. Он не один раз обращался ко мне о том с бесстыдную просьбой. Наконец предлагал за ханство деньги, но с тем, чтобы издан был публичный акт, которым ханство предается во власть его, а им деньги будут уплачены по тайному условию. Не только подобные меры не почитал я приличествующими, но отдачу ханства, сколько, впрочем, не бесполезного для нас, не находил возможным, потому что оно покорилось России добровольно. Отец нынешнего хана в надежде на покровительство России противился Персии, испытал войну несчастную, издан был из своих владений и, наконец, гюлистанским трактатом в конце 1813 года часть ханства довольно значительная предоставлена была Персии. России принадлежат многие мусульманские провинции, на коих уступка Талышинского ханства непременно произвела бы невыгодное для нас влияние, которое не упустило бы Персия поддерживать тайным образом. Из сопредельного Персии ханства Карабахского владетель, соединенный тесными узами родства с шахом, был бы поводом к величайшим неудовольствиям. Когда в 1817 году отправлялся я послом в Персию, известно было мне, что шах, обнадеженный ходатайством Англии, объявил разные желания. И хотя предоставлено мне было, обозрев границу, изыскать средства, не повреждая, разумеется, выгодам нашим, сделать какую-нибудь уступку, я не нашел ничего другого в угождении шаху, как сделать Талышинское ханство независимым от России и под покровительством обеих держав. Но сего предложения моего государю-императору неугодно было одобрить. Следовательно, давно видел я, что отдать Талышинское ханство во власть Персии было неприлично. Через несколько дней генерал-майор князь Менщиков отправился в Тифлис. Можно было надеяться, что одарен, будучи отличным умом, счастливыми способностями и при том довольно хитрый, что в делах с персиянами совсем не мешает. Он успеет в исполнении поручения и даже без уступки ничтожной части Талышинского ханства. Поручение дела, независимо от меня, должно было обнаружить, что не я был причиной затруднений. Я просил осем прежде официально, но при покойном императоре сего не сделано. Теперь же легко заметить я мог, что успели сделать внушение, что несговорчивость со стороны моей виной у всех неудовольствий, и что Аббас Мерзье гораздо приятнее иметь дело со всяким другим. Словом, я начинал видеть недостаток ко мне доверенности. Января Января 22-го войска собрались при крепости Грозный. Они состояли из двух батальонов Шерванского, одного Пширонского, одного 41-го Егерского полков, одной гренадерской роты Тифлисского пехотного полка, 600 линейных казаков и 16 орудий артиллерии. С такими войсками можно было наказать не одних чеченцев. 26-го числа прошли войска Хан Кале. Неприятеля было не более 200 человек. Он произвел перестрелку с арьергардом. В первый раз был я на семь месте и видел труды покойного генерала-майора Грекова, ибо едва оставались признаки леса, прежде непроходимого, где в 1806-м году генерал Булгаков понес весьма чувствительный урон, много ободривший чеченцев. Теперь обширная прекрасная долина представляет свободный доступ в середину земли их, и нет оплота, на который они столько прежде наделись. В тот же день занято селение Большая Атага. Войска нашли роскошное продовольствие для себя и для лошадей. Жителей застали весьма немногих, ибо спаслись они в ближайшие леса, в домах осталось много имущества. Селение не менее 600 дворов и много домов хороших. Войска расположены лагерем усиления два дня сряду имели довольно сильную перестрелку. Казаки дрались при обозрении переправы через реку Аргун. В Малой Атаге, лежащей на противоположном берегу, замечены большие огни, слышны были выстрелы и крик, вознаменование радости о прибытии на помощь соседей. И тогда же дали знать лазутчики, что пришли чеченцы по мечику живущие, часть ичкеринцев и несколько лизгин. 30 числа в 4 часа по полуночи послал я два батальона Шерванского полка, одну роту 41-го Егерского, шесть орудий артиллерии и 500 казаков сжечь селения Чахкери, где неприятель имел удобное пристанище и всегда собирался. Предрассветом войска, приблизившись к селению, замечены были караулом, и потому, не теряя времени, после нескольких выстрелов из пушек, один батальон бросился в селение и с коего неприятель спасся бегством. Батальон, сжегший селение, без препятствия выступил из Онова, но когда в обратный путь отошли около версты, чрезвычайно густой туман лег на землю, с которым соединившийся дым от горящего селения до того затмили свет, что в самом близком расстоянии нельзя было ничего видеть. В сие время приспел стоявший за Аргуном неприятель. Он не мог видеть числа его прибытие познано было по одному ужасному его крику. Часть конницы его, проскакав мимо наших стрелков, столкнулась с казаками, но была опрокинута ими. От силы столкновения несколько человек чеченцев и казаков опрокинуты были на землю. Редко видят сие кавалеристы, хотя нередко говорят о шоке. За сим большие толпы атаковали нашу пехоту. Артиллерия действовала кортечью и не дали 50 шагов, так что имя тела. Бросавшиеся спасти тела по обыкновению в свою очередь истребляемы. Третье нападение было сильнейшее и продолжалось доля. Неприятель ударил всеми силами. Встреченный кортечью, батальным огнем пехоты и казаками он обращен в стремительное бегство. Неприятель был в числе трех тысяч человек, дрался отчаянно и был же пророк лично сам находился. И многие священнослужители возбуждали их к тому пением молитв. Но далее не было уже ни одного выстрела. Вероятно потому, что поднявшийся туман обнаружил число войск наших. Из признания чеченцев известно, что они потеряли не менее двухсот человек одними убитыми, в числе коих многих отличных между ними людей. Они говорили, что никогда прежде не испытали они столько жестокой схватки. После всего сражения неприятель рассеялся, и войска 2 февраля, пройдя хан кале без выстрела, 5 числа оставив обозы, дабы двигаться с большую быстротою, войска, пройдя ночью хан кале у селения Большой Чечень, переправились за Аргун и заняли деревню Бельгитой, которую оставили жители. Казаки сожгли небольшое селение Ставноколь, где захватили в плен семейство и отбили стадо скота. Керменчук, одно из главных и богатейших селений в Чечне, просил о пощаде и получил Я ласкал жителей, имея в виду проложить дорогу. 8 числа войска после ничтожной перестрелки заняли половину селения Алды, которой буйные жители, никогда прежде не повинуясь, всегда возбуждали беспокойство. Другой половине дана пощада, и жители с семействами остались в домах покойными. Здесь застигли нас жестокие морозы, продолжавшиеся более недели. По прекращении он их войска последовали через Гайтинский лес, где ожидал я быть встречен неприятелем. Но он был в малых силах, и батальон 41-го егерского полка с такой быстротой погнал его, что и самые завалы оставил без сопротивления. За батальоном посланные казаки выгнали чеченцев из селения Балакай и пожгли оное. Далее, в следовании к селению Рошни, небольшая часть пехоты в арьергарде и казаки вели перестрелку. В сей день казаки, прикрывая фланговое движение войск, показали примерную неустрашимость под огнем довольно сильным чеченской пехоты. Я не видал ни одного казака, стреляющего по пустому, ни одного иначе едущего, как малым шагом. Смею думать, что это не самая легкая и в регулярной конница. Оставленное селение Гихи, большое и богатое прекрасными садами, приказал я сжечь, ибо жители Онова упорствовали прийти в покорность. Сады истреблены одних только главнейших мятежников. Через Гихинский лес нашел я проход весьма трудный. Большие старые деревья, между коями множество валежнику. Дорога тесная и излучистая. Представляли неприятелю удобство обороны. Я, конечно, потерпел бы урон, но он полагал, что я пойду в обратный путь той же дорогой, там ожидал меня, и войска прошли беспрепятственно. Мошенническое селение Доун-Мартан, в котором укрываются всегда кабардинские обреки, сожжено. Отсюда довольно обширными и прекрасными полями, принадлежащими Карабулакам, прошел я до их селения Казах-Кичу. Пришедшие с покорностью жители, впрочем, много раз виноватые, и спросили пощаду. Войска возвратились в крепость Грозную 21-го числа. Во все время движения делал я с намерением малые весьма переходы, дабы неприятелю дать возможность собраться, ожидая, что он решится дать сражение. Способ сей был вернейший положить конец мятежу, ибо иначе надо бы отыскивать мятежников в их убежищах, на что недоставало у меня времени. Наставшая ненастная погода, дороги от чрезвычайной грязи, сделавшиеся затруднительными и невозможность продовольствовать лошадей за недостатком фуража, понудили меня отложить действия до удобнейшего времени. И потому, усилив гарнизон крепости Грозной одним батальоном, одной сотней казаков, оставивши в ней всю артиллерию, приказал я, впрочем, всем войскам отправиться по квартирам на линию. Сам 28-го февраля поехал в Червленую. 6-го числа апреля, приказав войскам переправиться за терек, прибыл я вперед в Грузию. В Чечне продолжался мятеж, лжепророк старался возбуждать обольщающими прорицаниями, но уже приметно уменьшилось верование в него. Люди, посланные к Лизгинам с требованием помощи, привезли одни обещания. Напротив, весьма многие из селений не нарушили покорности и представили аманатов лучших фамилий по нашему назначению. Сделав наблюдение, что упорнейшие из чеченцев суть те, кои живут в местах менее преступных, где никогда или давно весьма не бывали войска наши, куда по множеству в пути препятствий не могут приходить внезапно, а потому жители, имея время скрыть в лесах семейство и имущество, являются с оружием. Вознамерился я открыть кратчайшие дороги и прорубить леса далее от дороги ружейного выстрела в обе стороны. По таковым путям, не испытывая никаких затруднений, могут войска повсюду появиться с большую быстротою и без всякой для себя опасности, даже в небольших силах. Таким образом, без неприязненных действий можно удерживать их послушание, а впоследствии приучить к спокойствию. 10 числа войска прибыли к селению Алхан-Юрт, и тотчас небольшая часть пехоты на каюках переправилась на правый берег Сунжи, причем была ничтожная перестрелка. Сожжена деревня Курчали, где мятежники в лесу, чрезвычайно густом, дрались с некоторой упорностью. Дорога прекрасная, открытая до селения Гихи, и часто проходит прелестную поляну. 17 числа возвратился я в Алхан-Юрт, дабы дать войскам отдохновение в праздник Светлого Воскресения Христова. В сей день, близко к переправе через Сунжу, арьер-гард был сильно атакован, и я должен был дать ему подкрепление. Перестрелка продолжалась до глубокого вечера, но переправа совершенно была безопасна. Предводитель Кизлярского уезда с несколькими дворянами и депутатами всех сословий приехали поздравить войска с праздником. И в знак уважения их к трудам их, господ офицеров угощивали обедом, солдатам выдана была роскошная порция вином и мясом. Между тем производилась порубка леса в окрестности. Прибыли казаки 500 человек, которых оставлял я на линии за неимением подножного корма и снимет 300 человек чеченцев, живущих по тереку, с топорами для работ. 23 числа, оставив все тягости в Вагенбурге в обозе при Алхан-Юрте, войска налегке прибыли 25 числа рано предселения Урус-Мартан. После сделанного мне отказа на повторение несколько раз предложений дать аманатов, нашел я жителей к обороне готовых и с ними соединившихся соседей. Построив батарею против селения, обратил я внимание их на Оную, и в то же время с противоположной стороны батальон 41-го Егерского, две роты Абширонского полков и рота Гренадерского Тифлисского полка бросились в деревню. Испуганный неприятель бежал стремительно и даже в лесу не смел остановиться. Многие побросали ружья. Урон был довольно чувствительный. На звук орудий собирались окрестные жители, но казаки наши и чеченцы заняли дороги и потому, пробираясь лесами, не успели они прийти вовремя. Селение приказал я истребить. Великолепные сады вырублены до основания. Через реку Мартан сделана хорошая переправа и открыта широкая дорога. На обратном пути сожжены два селения Рошни. Многие другие приведены в покорность и войска беспрепятственно через Алхан-Юрт возвратились в крепость Грозную 28-го числа. Войскам дано три дня для приготовления сухарей. Чеченская конница отпущена на праздник Байрам. Она служила с отличным усердием, заглаживая вину свою, когда 26-го октября бежала она, оставив наших казаков. 2-го числа мая войска, пройдя Хан-Кале, перешли через Аргун у селения Бекликой. Очищена дорога через лес, отделяющий селение Шали, которая прежде прорублена была генерал-майором Грековым. Селение сожжено и сады вырублены. С шестью сотнями человек-пехоты, четырьмя орудиями и тремя сотнями казаков пошел я сделать обозрение шалинских полей. Чеченцы засели в одном месте, где надобно было проходить лесом. Нельзя было выгнать их, не овладевши небольшую деревушку. Генерал-майор Лаптев усилился. Мы должны были захватить довольно большое пространство и в местоположение совершенно для нас невыгодным. Я сберегал казаков, но должен был спешить частью он их, ибо чувствовал в пехоте недостаток. Четыре орудия артиллерии служили нам величайшим пособием, и мы прошли трудное место. Огонь был жестокий, и неприятель имел дерзость броситься в шашки на одну егерскую роту. Казаки поддержали он ее и обратили его с уроном. Впоследствии проложены дороги от селения Беглякой на поля Теплинский мимо возвышения называемого Гойткорт. С вершины Коева видна Чечня на большое расстояние. Далее прорублена дорога мимо селения Чертой за речку Джалгу до селения Керменчук и мимо Онова. Жители Керменчука разумели леса свои непреодолимую ограду их свободы и потому не хотели, чтобы к ним проложена была дорога. Они всячески старались отклонить меня от того и присланные ко мне от общества старшины говорили, что они не могут ручаться, чтобы народ не стал тому противиться. В то же время дано мне знать, что общество просило помощи от соседей. В таком случае перемена намерения и даже самая нерешительность могла показаться им робостью или недостатком средств с нашей стороны и потому приступлены к работе. Селение нашли мы совершенно пустым, семейство и имущество скрыты были в ближайших лесах. Хозяева домов не менее шести сотен человек были под ружьем при входе в селение. В ужасном страхе находились они, когда увидели, что направление дороги пошло через те самые места, где укрывались семейства. И я не был покоен, опасаясь, чтобы в лесу, где трудно было усмотреть за солдатами, малейший беспорядок не возбудил их к драке в защиту семейств. Приказано было старшинам находиться при каждой команде, дабы были они свидетелями, что мы никакой обиды или пачи оскорбления делать им не хотели и сказать надобно к удивлению, что не произошло ни одного неприятного случая. Рассыпанные по лесу люди находили женщин и детей и поступали с ними ласково, находили имущество и ставили караул для охранения оного. Жители, удивленные подобным обращением, из благодарности угащивали солдат, приуготовляя для них пищу. Когда надобно было на другой день прийти для окончания работы, все семейства были в домах и нам оказываемая была полная доверенность. Часть войск введена была в селение по собственному желанию жителей, дабы неблагонамеренные соседи не могли, закравшись в обширные сады, нарочно завести перестрелку, чтобы пало подозрение на самих жителей и чтобы зато подвергнуть их наказанию. В продолжении двух дней работы производилась сильная весьма перестрелка с прибывшими от реки Мичика с шалинцами и других окрестных мест чеченцами. Одна из рот шарванского полка имела случай наказать штыками более дерзких и сие было поучительным для других примером. По окончании работы войска 17 числа мая перешли через реку Аргун. Вода была уже высокая и переправа довольно затруднительная. Я поспешил, дабы не остаться за рекой без провианта. На завтра прибыли войска к крепости Грозной. После двух дней роздыха хан Кале расчищено совершенно, расширена долина более прежнего, проложена дорога по самой середине и место прежде страшное, может ныне уподоблено быть прекрасному гулянью. В сие время приказано было пятистам казакам и сотне отборных чеченцев собраться у Наура и скрытым образом дойти до Сульжи, переправиться за оную близ селения Казах Кичу и напасть на селение Карабулацки, дабы отогнать скот. Подполковник Петров и Ефимович исполнили поручение в точности, произвели нападение внезапно и с неимоверную быстротою. Неподалеку от селения Даут-Мартан и Акбарзой за рекой Оссую захватили несколько человек в плен, нескольких преследуя, потопили в реке, отбили сто штук рогатого скота и более сотни баранов. Войска собрались у крепости Грозный 23 числа и 25 отпущены на квартиры на линию. Таким образом кончилась экспедиция против чеченцев. Одни, живущие по реке Мичику, остались непокорными, но они кроме воровства и разбоев ничего более сделать не в состоянии. Потух мятеж во всех прочих местах и все главнейшие селения приведены в послушание и представили аманатов. Исчезло мнение, что леса могут служить твердую оградую. Напротив, движение войск в весеннее время было несравненно пагубнее для чеченцев, ибо, не смея показываться в открытых местах, оставили они поля невозделанными, по той же причине скотоводство их оставалось без корму. При вскрытии весны прятавшиеся в лесах семейства подверглись чрезвычайным болезням и смертности, который должен продолжать угрожающий голод. Впредь всеобщий мятеж едва ли возможен, ибо всюду и скоро могут проходить войска. Охранение семейств обратит каждого к собственной защите. Действия будут частные, соединять силы будет неудобно. В заключение должен я отдать справедливость отличному усердию и неутомимой деятельности войск, труды коих были постоянны, ибо надлежало ежедневно или быть стопором на работе, или под ружьем для охраны работающих и весьма часто в действии. К подобным усилиям безропота может возбуждать одна привязанность к своим начальникам, и сия справедливость принадлежит господам офицерам. Полное уважение мое приобрели линейные казаки. Прежде видал я их небольшими частями и не так близко, но теперь могу судить и о храбрости их и о предприимчивости. Конечно, изо всех многочисленных казаков в России едва ли есть подобные им. 26 числа возвратился я в червленую и имел нужду в отдохновении. Июня 4 числа был я в укреплении Ташки-Чу, где, собрав старших владельцев и всех князей кумыцких, дал я нужные наставления по части управления. Главному кумыцкому приставу приказал на речке Ярык-Су водворить сильное селение, расположив главный из караулов, которые поставляются от земли для охранения оной от чеченцев. Селение сие закроет идущие к городу Андрею дороги, по которым после оставления старого Оксая легко могли прокрадываться хищники. На обратном пути моем через Червленую Станицу дал я приказание 2-му батальону Шервинского полка следовать в Кабарду, куда отправлена также часть казаков для усиления кордона. В Екатеринограде занят я был делами линии с начальником оной генерал-майором князем Горчаковым. В Кабарде все было тихо и не предвиделось никаких беспокойств. За Кубанью не слышно было, что собирались хищники. Для начальствования войсками на правом фланге линии назначен мною полковник князь Чевчевадзе. Генерал-майору князю Горчакову поручил ускорить переселение казаков на новую линию и другие избранные места. Во Владикавказ прибыл я по новой от Екатеринодара дороге и сопровождавшему меня путей сообщения полковнику Гозиуму поручил сделать в ней следующие перемены. При урочище Пришип в 13 верстах от Екатеринодара учредить укрепленный пост. Уничтожить укрепление при речке Аргудан, в которой вода оказалась весьма нездоровую и перевести пост к реке Уруху неподалеку от Усть-Ионова, через которую построить мост. Лежавшую выше по реке Урухскую крепость срыть, отчего немало сократится дорога и будет проходить местами более открытыми. Укрепление на реке Лескене, выходящее вне линии, уничтожить. Бывший со мной 1-й батальон Шерванского полка и сводный из гренадерских Херсонского и Грузинского полков во многих местах расчистили дорогу и сделали ее еще более удобнейшую и менее опасную. Генерал-лейтенант Вильяминов доставил мне поручен от князя Меншикова шифрованную бумагу, в которой уведомляет он, что Аббас Мерза сыскал человека, который за 5 тысяч штаманов 20 тысяч рублей серебром взялся убить меня. Я удивлен был Сим, но не впал в отчаяние, что не нравлюсь такому человеку, как Аббас Мерза. 2-го числа возвратился я в Тифлис после 11 месяцев отсутствия. Генерал-майор князь Менщиков находился в Тавризе, оттуда были последние его депеши, в коих уведомлял, что по приглашению шаха отправляется он в султанию, что Аббас Мерзою был принят благосклонно. Повсюду на границе было совершенно спокойно и невозможно было ожидать никаких неприязненных со стороны персиян поступков, по крайней мере в то время, как у них находился князь Менщиков и с изъявлением желания императора хранить и еще более сделать твердыми связи дружества. И когда император послал Аббас Мерзе собственноручное письмо чрезвычайно благосклонное, шаху в подарок отправлена была через Астрахань великолепная кровать хрустальная, серебряную оправую, сделанная по его желанию, объявленному поверенному в дела господину Мазаровичу. Со стороны Эревани с некоторым числом войск стоял сардарь Эреванский, близко к урочищу Мирак. Во время отсутствия моего Аббас Мерза жаловался генерал-лейтенанту Вильяминову на занятия войсками нашими Балыкчайского поста при озере Гокча. Мною приказано было ответствовать, что урочище Балыкчай признаю я принадлежащим к Персии и сегодня оспариваю, но что занято оно на том же самом основании, как персияне удерживают во власти большое пространство населенной земли от реки Чоундур до реки Капанак-Чай в Карабахском ханстве и что окончание дела о разграничении разрешит, должны ли мы оставить урочище Балык-Чай или получать оное взамен уступаемого нами. Генерал-лейтенант Вильяминов приказал построить небольшое укрепление при разоренном селении Мирак на границе Эреванского ханства, но работы были прекращены по просьбе Аббас-Мерзы к князю Меншикову, когда еще он был в пути к Тавризу. Он еще не знал Персиян, и его можно было уверить, что если не сделает он угодного ему, то может он принять его неблагосклонно или даже отказать принять его. Князь Меншиков прислал находившегося при нем полковника Бартоломея, убеждая генерала Вильяминова оставить Миратское укрепление. Я располагался ехать для обозрения границы, как вдруг 19-го числа получаю из Караклиса от артиллерии подполковников Лиги рапорт, что Сардарь Эреванский напал с большими силами на пост наш приурочище Мирак, и что в то же самое время истреблено селение Малая Кираклиса, лежащее неподалеку от укрепления Гумри, и отогнан казенный Табун, принадлежащий Тифлисскому пехотному полку, который пасся на речке Гамзачиман в 18 верстах от Большой Караклисы. О полковнике князя Севар Семидзове, командующем войсками на границе, который находился на Миратском посту, не было никакого известия, и подполковник оставался по нем старшим. Из всего происшествия явно было нарушение мира прежде обдуманное, но отнюд не самовольный поступок Сардаря Эреванского, как то поняло, Министерство наше. Приложение Автобиография, написанная Алексеем Петровичем Ермоловым в 1858 году. Подлинная биография Генерал-лейтенант Ермолов высочайшим приказом в 1816 году назначен командиром отдельного грузинского корпуса, управляющим по гражданской части на Кавказе и в Астраханской губернии. Приехал в октябре месяца на Кавказскую линию в город Георгиевск и немедля отправился в Тифлис, где ожидал его бывший главнокомандующий генерал от инфантерии Ртищев. По обозрению границы с Персию отправился в 1817 году чрезвычайным и полномочным послом ко двору Фетт Алишаха Персидского. Мир был утвержден, изъявлено в первый раз согласие допустить пребывание нашего поверенного в делах и с ним вместе миссии. По возвращении из Персии всемилостивейший награжден чином генерала от инфантерии. Занимался внутренним порядком страны, устройством укреплений против враждебных горских народов и дерзких вторжений их в наши пределы. По просьбе его повелено корпус грузинский именовать впредь кавказским. Из покоренной Акушинской области дорога проходила через Казакумыцкое ханство до реки Самура и далее через город Кубу беспрепятственно до Тифлиса. По ней двигались орудия полевой артиллерии не горной, легкой. На чеченской земле первые появились через леса широкие просеки. От крепости Грозной по реке Сунжа положено основание новой линии. В начале 1821 года Ермолов отправился в Санкт-Петербург. Государь находился в Лайбахском конгрессе. Высочайшим рескриптом вызван Ермолов в Лайбах, где по обстоятельствам времени в помощь австрийскому императору предназначалась в Италию российская армия и главнокомандующим ею Ермолов. Австрийские войска, рассеяв армию короля Неаполитанского, заняли Неаполь. Утихло восстание в Пьемонте. Движение нашей армии отменено и государь возвратился в Санкт-Петербург. Ермолову назначено пребывание в царском селе довольно продолжительно и после обращен он на Кавказ в прежнем звании корпусного командира. В царствовании императора Николая I по несогласию с Персию в определении некоторой части границ без объявления войны наследник персидской державы Аббас Мерза вторгся с войсками в пределы наши и овладел некоторыми из провинции. Ермолов отправил против него присланного под главное его начало генерала-адъютанта Паскевича. Авангард персидский был уже разбит совершенно, взято много пленных, командовавший им ближайший родственник Аббас Мерзы убит и город Елисаветполь в руках наших. Вскоре затем генерал-адъютант Паскевич встретил Аббас Мерзу. Регулярные войска его атаковали стремительно и опрокинутые столько же стремительно несколько батальонов сдалось. Артиллерия до окончания сражения ушла. Прибывший в Тифлис начальник главного штаба его величества генерал-адъютант Барон Дибич два месяца был свидетелем распоряжения Ермолова. Прибыли сильные подкрепления. Начались наступательные действия. Ермолову объявлено повеление. Сдав начальство к главнокомандующему генерал-адъютанту Паскевичу отправиться из края. Не имея ничего сказать более, прошу принять уверение в совершенном почтении и преданности. Покорнейший слуга Алексей Ермолов генерал от артиллерии. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Запись произведена в 2010 году в Арктром студио по заказу русского образа. Роман Волков. Роман Волков. Роман Волков.